Александр Фомич Вельтман Воспоминания о Бессарабии Глава первая Когда приостановишься на пути и оглянешься назад, сколько там было света и жизни в погасающем сумрачном отдалении, сколько потеряно там надежд, сколько погребено чувств! Теперь и тогда, здесь и там, сколько времени и пространства между этими словами! И все это населено уже бесплотными образами, безмолвными призраками. Когда пронеслась печальная весть о смерти Пушкина, вся прошедшая жизнь его воскресла в памяти знавших его, и первая грусть была о Пушкине-человеке. Все перенеслось мыслью в прошедшее, в котором видела и знала его, чтоб потом спросить себя, где же он. Я узнал его в Бессарабии, и очерк этой страны будет рамой, в которую я вставлю воспоминания о Пушкине. В 1818 году я отправился из Тульчина, главной квартиры второй армии, в Бессарабию. Тульчин — небольшой городок в Подольской губернии, близ реки Бук. Во время службы Вельтмана в Бессарабии там находилась главная квартира, штаб второй армии. Из Тульчина Вельтман выехал в 1818 году в Бессарабию на топографические съемки. После назначения старшим адъютантом и начальником исторического отделения главной квартиры второй армии он значительную часть времени находился в Тульчине. Меня провожали в дорогу слухи о нестерпимых жарах, о степях, населенных змеями, скорпионами и тарантулами, о чуме, о вечных лихорадках. Но я был тогда еще в первой поре юношества, с головой, которая не задумывалась, чувствами неиспуганными, и все страшное возбуждало только мое любопытство. Проезд по Подольской губернии в марте месяца был еще сносен. В ней нет ничего пустынного, хотя я и не имел еще понятия о красоте ее во время лета и ее протяжных долинах, усеянных селами посреди садов, огражденных тополями. Но, проезжая по Херсонской губернии от Балты до Дубассар, я уже считал это пространство преддверием гетских пустынь. Местность между Балканами и Дунаем, где жили племена гетов. По дороге нет ни одного селения. Станции уединенно стоят в поле, и это только хата без ограды, даже без сарая и конюшни, ибо почтовые лошади пасутся постоянно в табуне, близ станции. Наконец я приехал в Дубассары, грустный городок, в котором не с большим одна церковь и не с большим одна харчевня, утоляющая голод проезжих, чем Бог послал. Но передо мной уже была туманная полоса, за которую зеленелись берега Бессарабии. Я уже смотрел на гряды возвышений и на далекую долину, по которой извивался Днестр к морю. Проехав карантин и таможню, я переправился через дневный Тирос, Днестр задумался и очутился подле Корчемки Молдаванской, один как сирота. Почтарь Дубассарский, сложив мои вещи с брички на землю, поскакал назад, как от брошенного на жертву чуме, знойному солнцу и будущности. Покуда с Криулянской почты приехала за мной почтовая Коруца, тележка, я просидел на заваленке хаты и просмотрел на физиономию Молдавана, который мне повторял время от времени «Акуш-акуш!» «Сейчас, сейчас!» В самом деле, вскоре я услыхал свист, дребезг и хлопание бича. Приехала Коруца, не больше детской колыбельки. Я уселся в нее. Суруджи, ямщик, верхом на одной из запряженных веревочными шлейками вдышло кляч, закрутив долгохвостый бич, хлопнул по воздуху над двумя передними конями, которыми он правил, и экипаж мой затрещал, как пожарная трещотка. Новая страна, новые чувства. Я углубился в горы и долоби Сарабии, как в таинственной дульчатс, сладость. Все уже оделось зеленью, дышало маем, и я живо чувствовал разницу между правым и левым берегом Днестра. Кажется, что природные календари их рознятся целым месяцем. В Бессарабии весна, а в Подольской губернии едва только показались ее вестники. Я приехал в Кишинев в самое счастливейшее время его, когда все готовилось с нетерпеливым ожиданием к приему императора Александра блаженной памяти. Государь проезжал тогда через Бессарабию, на свидание с императором Австрийским на границах царств в городе Черновцах. Молдавские бояре стекались отовсюду в Кишинев, и этот город кипел народом. Встречи императора я не мог видеть, ибо был занят в это время у княза Меншикова, который приехал перед государем. Меншиков Александр Сергеевич, в то время директор канцелярии, начальника главного штаба в чине генерал-майора и в звании генерал-адъютанта. Примечание Майкова Это было уже в сумерки, но я слышал крики встречи, которые приближались неумолкающим гулом от возвышения по дороге из Дубоссар к городу, неслись городом и умолкали на время у собора, чтобы снова сопровождать императора до дома наместника, который, возвышаясь на отдельном холме над озером, превратился мгновенно в дворец освободителя Европы. На другой день император был в митрополии у обедни и потом на завтраке у Седовласова экзарха Дмитрия. До дома наместника В это время бессарабским наместником был один из известнейших генералов Александровского времени Алексей Николаевич Бахметев, состоявший также подольским военным губернатором. Он оставил управление Бессарабией в июне 1820 года. Примечание Майкова. Был в митрополии. Митрополией назывался в Кишиневе архиерейский дом, ибо первым тамошним архиереем по присоединению Бессарабии к России был Гавриил Банулеско, бывший митрополит Киевский. Он умер в марте 1821 года, и его заменил его викарий епископ Бендерский Дмитрий Сулима. Примечание Майкова. Со звоном колоколов митрополии связана строка Пушкина «Дай, Никита, мне одеться, в митрополии звонят». Сохранилось описание митрополии в дневниковой записи Лугинина 4 июня 1822 года. Наконец собрался и я сходить к обедни и был в здешней митрополии, где бывает довольно много. Видел там Пушкина, был также и полковник наш, которого сегодня и я не узнал в мундире. Хорошеньких довольно. Служба совершенно наша, но церковь длиною больше похоже на дом, ризы небогаты. После обедни говорил епископ довольно плохую проповедь. Раззевавшись от обедни, катакази еду в дом. Так начинается известное сатирическое стихотворение Пушкина о Кишиневе. В тот же день на балу, данном дворянством бессарабским в огромной зале, нарочно устроенной в доме Тодора Крупенского. Имеется в виду дом вице-губернатора Кишинева Матвея Егорча Крупенского. Из числа замечательных зданий нового города, сообщает Горчаков, были в то время митрополия и дома вице-губернатора Крупенского и члена верховного правления Варфоломея. В доме Крупенского помещался сам хозяин, казенная палата и театр кочевых немецких актеров. Тодор Крупенский брат вице-губернатора, входивший в круг знакомых Вельтмана и Пушкина. О нем упоминает Пушкин в стихах «Раздевавшись от обедни» и «Тодорашка в вас влюблен». В угождение изящному вкусу государя к колоннадам явился вокруг залы ряд огромных колонн парфирового цвета, обвитых вязами разноцветных огней. С позаранку зала наполнилось уже боярами, куконами и куконицами, баронями и барышнями. Хотя наместница Виктория Станиславовна Бахметьева успела в короткое время много внушить образованного вкуса в дам кишиневских, они знали, что такое бал, куконицы знали уже необходимость во французском магазине мод, умели уже рядиться по венским и парижским образцам, умели рисовать в кадрилях и мазурках, но к балу, где будет присутствовать император, съехалось множество бояр со всех сторон, даже из княжеств Молдавии и Валахии, которым известны были только приличия азиатские. Наместница Виктория Степановна Бахметьева, рожденная графиня Потоцкая, а по первому мужу графиня Шаузель Гуфье, примечание Майкова. Прежние куконы облекались во всю роскошь Европы и Востока, и если б наместница, как заботливая хозяйка приема, не обратила заблаговременно внимания на наряды посетителей, государь застал бы на балу всех дам, окутанных в драгоценные турецкие шали, а бояр в качулах и в попушах сверх желтых и красных мешти. шали. У молдаван качула смушковая серая шапка, вроде опрокинутой огромной корчаги, не снималась ни в церкви, ни даже перед султаном, как челма, примечание Вельтмана. Попуши, туфли, сверх мэтши, или желтых, красных, софьяновых носков, примечание Вельтмана. Почти перед самым входом государя шали были сняты, а попуши несколько сот голов были свалены в кучу за колоннами. Когда государь вступил в залу, все стеснилось в молчании, без шуму, почти незаметно в круг, коего первые ряды состояли из женщин. Женщин окружали стеной бородатые первостатейные бояре, а за ними бояре второго и третьего класса. Бал был открыт генералом Милорадовичем. Между тем государь говорил с наместницей и потом обошел с нею преследуемый рядами польского через все комнаты, удостоил внимания других почтеннейших дам, а потом началась французская кадриль, первая в Кишиневе, выученная в доме наместницы. В то время пульхерия Варфоломей была в цвете лет, во всей красе девственной, которой посвятил и Пушкин несколько восторженных стихов. Пульхерия Егоровна Варфоломей 1802-1868 годы упоминается в стихотворении Вельтмана на Кишиневский сад, написанном в 1818-19 годах и получившем широкую известность среди кишиневской молодежи. И вот пульхерия красива, прекрасный взор, прелестный стан, и так умильно молчаливо венерин словно истукан. В тридцатые годы в воспоминаниях о Бессарабии, а в сороковые рассказах Илья Ларин, два майора, вновь появится образ пульхерицы. К пульхерице легконожки обращался Пушкин в кишиневских стихах и в письмах. Имя ее значится в его донжуанском списке. Пульхерии Варфоломей объявите за тайну, что я влюблен в нее без памяти, пишет он из Одессы в Кишинев в Вигелю в 1824 году, навсегда покинув Бессарабию. Но вести о пульхерице он будет получать из Кишинева и позже. Теперь сцена кишиневская опустела, сообщит ему в 1826 году ближайший кишиневский друг Алексеев. Все переменилось здесь со времени нашей разлуки. Сандулаки вышла замуж, Соловкина умерла, Пульхерия состарилась и в бедности, Калипса в чахотке. А состарившаяся Пульхерия не было в ту пору и 25 лет. Но в описанной вельтманом сцене бала с императором Александром танцует шестнадцатилетняя пульхерица. Такой же в цвете лет во всей красе девственности ее узнал в 1820 году и Пушкин, посвятив ей стихотворение Дева 1821 год. Я говорил тебе, страшися, Девы милой, я знал, она сердца влечет невольной силой, неосторожный друг, я знал, нельзя при ней иную замечать, иных искать очей, надежду потеряв, забыв измены сладость, пылает близ нее задумчивая младость, любимцы счастья наперсники судьбы, смиренные несут влюбленные мольбы, но Дева гордая их чувства ненавидит и очи опустив не внемлет и не видит. Кстати, именно в этом пушкинском стихотворении дается ответ на вопрос, который так и не смог разрешить Вельтман, считавший равнодушие пульхерицы необъяснимым феноменом природы. Пушкин оказался более прозорлив, но Дева гордая их чувства ненавидит и очи опустив не внемлет и не видит. Ей только одной из девиц Кишинева государь сделал честь польским и несколько вопросов. Любопытство впоследствии допытывалось от простодушной девушки, что с ней говорил государь. На вопрос, часто ли она посещает балы, она отвечала по-французски, «Нет, ваше величество, потому что моя тетка Элиза чувствует себя не совсем хорошо». Неподвижность всех и царствующая тишина и взоры, устремленные на государя, должны были его скоро утомить. Он пробыл не более часа времени и уехал. В воспоминания посещения императором Кишинева наместница подала мысль завести публичный городской сад. Сколько я могу припомнить, государь сам избрал место вправо от митрополии. На третий день государь выехал из Кишинева, но жители долго еще хвалились, что император назвал Бессарабию «золотым краем». Глава вторая С 1818 по 1821 год, ознаменованный греческую Етерией, я познакомился с Буджаком или бывшей татарской частью Бессарабии. Тогда еще все пространство между реками Прутом и Днестром и верхним Трояновым валом была малонаселенная степь, изрезанная протяжными хребтами, которые сглаживались к морю и образовывали часть пустыни, носившей некогда название Солит Тидо Гаэтика. И те седые волны ковыля, посреди которых Индия и Индия видна крытый арбачи бана, уединенные кишло или хутор, обставленные пирамидами кизяка. Я познакомился с Буджаком. Буджак, Буджакская степь, южная часть Бессараби, место обитания кочевых народов, во времена Киевской Руси печенегов, позднее татар, в 17-18 веках кочевья Белгородской Орды, Буджакские татары, нагайцы, кочевавшие в степях Буджака. Это-то пространство воспел Мицкевич под названием «Оккерманские степи». Имеется в виду сонет Адама Мицкевича 1798-1855 «Оккерманские степи», в которых великий польский поэт писал «Я выплыл на простор сухого океана. Возок мой, как ладья, ныряет по волнам, шумящих буйных трав, минуя там и сям уступы островов коралловых бурьяна». Но часть Буджака, прилегающая к реке Пруту, гористия и населенная. Далекий же холмистый берег от местечка Формоз до Волудуй Исаки покрыт садами и представляет в миниатюре Италию без ее истории и памятников прошедшего величия. Здесь-то, над самым селением Водулуй Исаки начинается тот знаменитый вал, который прозван Трояновым путем. Но тут имя Трояна императора, кажется, не может играть никакой роли. Все писавшие о Бессарабии, Кантемир, Бантышкаменский, Свиньин, выдвигали новые или оспаривали старые версии о знаменитом Трояновом вале. Вельтман сделал это в 1828 году, опубликовав в Московском Телеграфе номер 4 статью о древних укреплениях под названием Троянова вала, существующих в Бессарабии, вошедшую затем в его начертание древней истории Бессарабии. Обращаясь к обманчивым преданиям, он одновременно обследовал этот вал как военный топограф и пришел к неожиданному выводу, что он построен не Трояном, а, может быть, судя по названию вала, против него, народом, который обитал тогда в Бессарабии. Об отношении Пушкина к Троянову валу свидетельствует Лепранди. Я показал Пушкину Троянов вал, рассказывает он о совместной поездке в Бендеры, Керман и Измаил, когда мы проезжали через него. Он одинаково со мной не разделял мнение, что это был памятник владычества римлян в этих местах. Но тут имя Трояна императора, кажется, не может играть никакой роли. Бессарабия никогда не принадлежала римлянам, река пруд, была границей Дакии. Валы бессарабские не могли служить защитой ни со стороны севера, ни со стороны юга, ибо они тянутся почти по прямой линии, не разбирая местоположение и командование высот, но во всяком случае более походят на ограду севера. И если Троян построил нижний вал против варваров, населявших Бессарабию, чтобы охранить от них колонии по Дунаю и Черному морю, для чего же построил бы он верхний вал и боковые вдоль крутого берега Прута и Днестра? По всем соображениям эти валы были не что иное, как разграничение земель. По лактацию из Бессарабии в 304 году готы изгнали неизвестный народ, который, по дозволению императора Галерия, населился в ее пределах, а по жизнеописателю императора Проба народ, переселившийся в это время во Фракию, был бастарный. По лактацию Луций Целей Фермиан лактации около 250-го, около 325-го, христианский богослов, один из отцов церкви, автор ряда исторических трудов. Императора Галерия Гай Валерий Максимиан 240-й, 310-й, римский император, родом из Дакии, в 293-м году при разделе империи получил в управление Дунайские области. Императора Проба Марк Аврелий 232-й, 282-й, римский император прославился как полководец. Бастарны Овидий, сосланный на Дунай, называют среди народов, обитавших в Причерноморье, геров, скифов, сарматов, езигов и бастарнов. Известно, что орда печенегов, татар или торков населяла издавна Бессарабию. Неутвердительно, но я решаю заключить, что эти сто тысяч бастарнов, переселившиеся в Афракию, были бастники. Жители Бессарабии все валы называют словом Троян. Вал, разделяющий Добружскую область или бывшую малую скифию от Мизии, также называется Троян. На мезогодском наречии по Ульфиилу, которого язык царствовал в этих местах, слово Троян значит сжимать, стеснять, ограждать. Троян с викс сжатая, огражденная дорога, стезя, слово которое могло значить и грань границ. Вот, кажется, откуда произошло название Вио-Троян. По Ульфиилу также Троян значит бег, езда, сходно с греческой Курр и с русским дорога, драго, тракт. Ульфиил, около 311-388-го, вестготский церковный деятель, сын гота и готской военнопленной христианки из Каппадокии. Около 341-го года возведен в Константинополе в сан епископа готов. Около 348-го года преследуемый вождем готов Антонарихом переселился со своими приверженцами на Дунай, считается изобретателем готского алфавита. Троян булгарский совершенно сходен с буджакским, но почти на всем его протяжении по берегу Черной реки Карасу видны следы четвероугольных окопов со стороны Булгарии, в которых, вероятно, содержалась пограничная стража. Этот Троянов вал ознаменован в 1828 году маневром, на котором батарея в 120 орудий, по слову русского царя, неслась в карьер в атаку по отлогому скату правого берега Карасу. По гребню этого Трояна император проехал 17 верст для осмотра осажденной крепости Кистенджи, некогда знаменитого Истра. Спускаясь от Рыни по дороге к Измаилу, проходящей между Дунаем и озером Кагулом, напоминающим победу Румянцева над турками, и отселения Сатунова к Дунаю по тропинке между плавнями, на пути через Дунай персов за 508 лет до Рождества Христова и русских в 1828 году есть следы подобного жевала, который, как ограда между озерами Карталом и Кагульцем, преграждал этот путь и, может быть, служил мостовым укреплением Дарию при отступлении его из Кифии. Измаил с 16 века турецкая крепость на Дунае, считавшаяся неприступной, 11 22 декабря 1790 года взята штурмом русскими войсками под командованием Суворова. Победу Румянцева над турками Румянцев за Дунайский 1725 1796 русский полководец генерал фельдмаршал во время русской турецкой войны 1768 1774 годов одержал ряд блистательных побед. Летом 1770 года трижды в течение месяца разбил превосходящие силы противника при рябой могиле. Дарий персидский царь из династии Ахаменидов. Проехав Измаил неразлученный с именем Суворова «Я скажу несколько слов о крепости Килии, которую некоторые принимают за Киевец, построенный на Дунае мнимым Кием, путешествовавшим в Царьград и полюбившим это место. Сказание о существовании Киевца или малого Киева на Дунае не может быть ложно, но место старой Килии за Дунаем посреди плавней, веря в сказание о Кии, не могло ему понравиться, и тем более здесь не мог быть Киевец, что слово город, городок, в смысле древних значит укрепленная отдельная гора или холм, слово гард, город, нераздельно с словом гора, хори, как и берг и бург, хейм и холм, холм. В замену Килии я полагаю Киук или Киук, находившиеся по дорожнику Антонову ниже Гропини на правом берегу Дуная. Это нынешний Гирсов. Высокая скала над Дунаем, составляющая ныне северную сторону крепости, могла быть выбрана для основания городка. Здесь в скале могли быть Киева или пещеры Готские, от названия которых, по моему мнению, получил свое название и Киев. Если мнимый Кий любил жить у перевоза, то против самого Гирсова есть и перевоз через Дунай на Ладьях. Дорога к Керману тянется по бесплодной земле, напитанной солью. Над вершинами озер Сасика или Кундука, Шаганы или Муртос, Карачус, Алибей-Улу и Бурнасола, населенных весной пеликанами, а летом покрытых корой соли. За песчаной степью открываются перед вами почерневшие от времени башни замка Аккерманского. Его окружают не более пятисот домов, а вправо видны известные Аккерманские сады. В мое время считалось их слишком девятьсот. Замок Аккерманский по преданию построен генуэзцами в двенадцатом веке. Тогда они обладали торговлею Черного моря. На этом месте в древности стоял город Офиуса, а во время Геродота колония Тирос. Колония древних греков в устье Днестра, древнегреческое название Днестра. За лиманами виден Овидиополь, мнимое место жительства римского певца изгнанника. Но что странно, в вершине лимана при падении Днестра, невдалеке от селения Паланка, где также небольшой четвероугольный замок, есть озерцо, которое называется, по словам Кантемира, Лакул Овидю Луй, озеро Овидия. Слово Паланка значит укрепленное селение, примечание Вельтмана. Во время моего проезда оно почти пересохло, и мне называли его Дувыдулуй. Сколько помнится, им говорят, будто тут очень давно уже жил какой-то пустынник, именем которого прозвали озеро. Близ этого места есть переправа через Днестр, при селении Маяк, на левом берегу реки, верстах в сорока от Авидиополя. Посетив впоследствии и Мангалию на берегу Черного моря, который также принимается зато мы, место обители Назона во время изгнания, нельзя было не сказать. Зачем нам знать, где жил изгнанник сей, и прах его влачить с кладбища на кладбище, он жил, он умер, и вечное жилище поэта в памяти людей. Стихи Вельтмана приводятся в воспоминаниях о Бессарабии и в страннике. Природа Днестра со стороны Бессарабии очаровательна. Вдоль всего берега тянется цепь садов виноградных и фруктовых. Селения богаты, но вообще не похожи на наши, которые, образуя улицу, суть зародыши городов. Молдавские саты похожи более на разбросанные шатры табора. Сату деревне-село, татары называют Сату Торг. Тиргу, по-молдавски город, торговые места. Примечание Вельтмана. Кассы стоят дверями во все стороны. Сходно с итальянским Каза или с готским Хус дом. Примечание Вельтмана. Это мазанки, построенные из плетня, обмазанного глиной и выбеленные, совершенно похожи на малороссийские хаты, но гораздо опрятнее. Снаружи и внутри выбелены, часто раскрашены узорами, вохрой и умброй. Арабески, выведенные на стенах рукой самой хозяйки и ее дочери, очень похожи на синайские письмена. Смазывание глиной полов, беленья и крашеня стен возобновляется перед каждым праздником. В каждой половине кассы, разделенной надвое сенями, близ дверей соба, печка, устья очень низко, не более как на четверть от полу. За трубой на печи обыкновенно бывает обитель старух, слепых, неподвижных, ничего уже не чающих, и хортов, гонщих собак, которых молдаване нежат, как детей. И они стоят того. Молдаван, отправляясь в степь, берет с собой хорта, и зайцы, не попадаясь навстречу. Болгарские селения иначе строятся, хотя столь же неправильно. У них семьи не разделяются, не разделены и дома. С каждым поколением, с увеличением семейства, разрастается и дом, по большей части в прямую линию. Женатые правнуки, внуки и сыновья живут под одной общей кровлей своего патриарха прадеда, который бел как лунь и потерял уже счет своим годам, но еще не лишился ни одного из своих чувств, еще деятельный работник и рассказывает о том, что случилось за сто лет, как о вчерашнем дне. Болгарские хаты простее и пустее молдаванских, стены голы, вместо окон деревянные решетки, вместо лавок низенькое возвышение из земли, вроде широкого дивана, устланное белым войлоком, близ дверей, вроде столбца или ротонды, печь, которые топятся из сеней, устья почти на земле, тут под навесом трубы висит цепь с крюком для котла, в котором варится обед, вместо стола кружок или медный круглый поднос на низеньких ножках. Почтовая дорога из-за кермана в Бендеры идет степью через Каушаны, бывший сарай хана Буджакского, ныне ничтожное местечко. Бендеры пристань на Днестре, существовавшая уже в начале третьего века до нашей эры, в первом веке нашей эры, Тигин или Тягин, в двенадцатом веке захвачено генуэзцами, построившими цитадель с башнями, в шестнадцатом веке захвачено турками, переименовавшими Тигин в Бендер Абаси, Я Хочу. По Бухарестскому мирному договору 1812 года в составе Бессарабии Бендеры присоединились к России. В двадцати пяти верстах от Каушан крепость Бендеры она лежит над Днестром в равнине окруженной Нагорным берегом. Это древний Тигин. Выше крепости верстах в трех на Днестре селение Варницы. Под Варницей по скату берега следы лагеря и канцелярии северного капрала Карла Двенадцатого. Карл Двенадцатый после поражения в русско-шведской войне под Полтавой 1709 год присоединился к туркам, вел с ними переговоры о совместной войне против России. Война окончилась в 1711 году. Карл Двенадцатый основал шведскую колонию в Бендерах и старался вновь склонить Турцию к военным действиям. Турция требовала ликвидации колонии. Карл Двенадцатый не согласился и с пятьюдесятью воинами отбивался от отряда турок и татар. После падения Бендер Карл Двенадцатый с воинами засел в доме, но строение загорелось. Карл Двенадцатый бросился к другому зданию, но споткнулся, упал и был взят в плен. Не меньший интерес к этим же самым описанным вельтманом следам лагеря и канцелярии северного капрала проявлял Александр Сергеевич Пушкин. Бендеры занимали внимание Пушкина, свидетельствует Лепранди, и, конечно, варница была на первом плане, хотя он и воображал в окрестностях Бендер найти следы могилы Мазепы. Причем Пушкин не только видел лагерь Карла XII, но и услышал рассказ о нем от очевидца, украинского старца Искры, помнившего события столетней давности. Пушкина по вполне понятным причинам больше всего интересовал Мазеп. Полтава была написана в 1828 году, но в 1821 году, когда ее автор оказался на месте пленения Карла XII, уже существовал Мазепа Байрона. Кстати, заканчивается Пушкинская Полтава непосредственными впечатлениями самого поэта от поездки в Бендеры в 1821 году. Здесь жил он гостем у турок, отсюда турки изгнали своего гостя. Вообще, в нижней части Бессарабия или в Буджаке почти все реки Гага, Куяльник, Сарата и прочее текут по солончакам. В колодцах вода также солона. По всем рекам и лощинам рассеяны следы бывших татарских селений. Эти следы заметны по кучам золы и по густому бурьяну, так что издали, замечая темноцветное пространство посреди зелени, замечаешь, что это селище, по молдаванскому произношению селиште, то есть место бывшего селения. Имена этих селищ сохранились в памяти жителей, например, селища Ак-Мангыт, Мангыт, Эдиге, Эникитой и так далее. После того, как буджакские степи розданы правительством для заселения, вероятно, следы селищ уже стерлись, но названия урочищ долго сохраняются. Проезжая через эти места, поросшие глухой высокой травой, почти невозможно выносить удушливого запаха каких-то особенных, диких, мрачных растений, напоминающих бывшую обитель человека. Селище обыкновенно любимый бульвар куропаток во время вечера, целыми стадами слетаются они на курганы золы. В обозрении Буджака, кстати, должно упомянуть и о четырнадцати немецких колониях, населенных по обе стороны Куяльника в 1817 году. Как не трудно развести довольство посреди знойной степи, лишенной хорошей воды, но при данных правительством средствах к упрочению этих поселений деятельные переселенцы в два-три года обзавелись скоро домами, построенными на первый случай из земляных кирпичей, огородами, засеяли поля, пообставили загородки скирдами. В первые годы они поддерживали себя заработками у богатых царанов. Бояр или Мазилов род шляхты, живущих на царане, то есть на пахотном месте посреди степи, собственном или наемном. Царан значит владеющий землею пахотную, отдельную. Хутор значит также временное жительство в степи для пахания земли, содержания стада или пчел. Кишло землянка приют степных чабанов или пастухов без всякого сомнения от татарского кишлав зимовье. Примечание Вельтмана. Беда вам, если вы играете на каком-нибудь инструменте и вас дослушают колонисты. Возвращаясь с поля, они обсыплят вас, умолят играть и еще играть в вальс и пляшут до упаду. Я никогда не забуду одного Ганса, который плясал в присядку по-русски. Он не требовал похвалы, а просил только не переставать играть барыню. В 1819 году открылась в Бессарабии в хатинском Цинуте уезде Чума, завезенная из Молдавии. По данному мне поручению усилить пограничную цепь, я проезжал по реке Пруту и по границе Австрийской до Днестра. В эту поездку и во время рекогностировки верхней части Бессарабии в том же году я выучил наизусть этот край древнюю обитель Бастарнов или Бессов. Верхняя часть Бессарабии, начиная от верхнего Трояного вала, представляет совершенно другую уже природу. Это уже гористые места, покрытые лесами, садами, селениями и уединенными монастырями женскими и мужскими посреди романических местностей. Отрасль Карпатских гор тянется от вершин реки Прута в Галиции и проникает между Днестром и Прутом в Бессарабию по Хатинскому Цинуту. В Яском Цинуте она сглаживается между реками, впадающими в Реут, но в вершине этой реки, ниже города Бельц, она как будто возрождается снова в отдельной горе Магура туман, которая разветвляется вдоль всей Бессарабии, также возникая в некоторых местах отдельными горами, чтобы сохранить свою силу и крутизну до моря. В верхней части Бессарабии река Прут имеет отлогий берег, а крутой с противной стороны. В Молдавии единообразен и небогат населением. Но река Днестр сохраняет везде и крутизны, и частые села, и сады, богатые виноградом, сливами, вишнями, черешнями, грушами, абрикосами, не уступая даже степным местам в богатстве баштанов, полей засеянных арбузами, дынями, тыквами, турецкими огурцами и баклажанами. На Днестре аромат акаций, песни ночных соловьев, в полтора аршина стерляди, слишком сожень осетры, посреди плавней непереводимые дичь, дикие гуси, утки, все роды шнепов и куликов. Здесь народ деятельнее, женщины прекраснее. Но, говоря о красоте женщин простого народа, гористые здоровые места археевского цинута должны славиться ими. Там цвет, здоровье и роскошь форм. Орхейвеки, древний архей, по словам жителей, был на другом месте, по Кантемиру, на западном берегу археевского озера. Но, как я слышал, этот город был ближе к Днестру, на Реуте, против Дубоссар, и, следовательно, против главной переправы через Днестр. Может быть, здесь была Ольхеопия, которую приписывают местечку сороки или соколы. Верстах в сорока от Архея на Днестре в вершине береговых скал есть монастырь городище. Этот монастырь описан в Страннике и в рассказе Два майора. Смотря снизу от реки, кельи кажутся на раме птиц, скалы стоят стеной. Взобравшись на гору в объезд по каменистой крутой дороге, вы найдете там несколько домов, принадлежащих к монастырю, обитель настоятеля и сады. Настоятель поведет вас через сады к вершине скалы. Вышина ужаснет вас, когда вы приблизитесь к обрыву и станете спускаться по узенькой вырубленной снаружи лесенке. По положенной над обрывом доске вы перейдете в старую церковь и в искусственные пещеры, вырубленные в камни. В последнюю должно пролезать сквозь узкий проруб. Здесь хранится несколько старых оружий, и широкое отверстие наружу заделано толстыми дубовыми досками, в которых прорублены ружейные амбразуры. Говорят, что здесь в старину христиане скрывались от татар. Возвратившись на уступ скалы, составляющей площадку, вы помолитесь Богу в новой церкви, вырубленной также в камне, посетите трапезную и Калугерей в их пещерах с одним окошком и трубой, выведенной наружу скалы. Высота скалы над Днестром до ста сожень. Настоятель вас угостит вином своих садов и сотами меду, и вы, расставаясь с монастырем городищем, скажете в душе то же, что сказал Гетер, расставаясь с обителью Мельк на Дунае. Продолжая путь по Днестру и не доезжая верст трех до монастыря сорок, вы увидите в скалах следы подобной же обители, как и в городище, но давно уже оставленной. От монастыря сорок, проезжая в Хатин, где также есть готской архитектуры замок, почти во всем хатинском ценуте вы встретите совсем уже другой мир и подумаете, что какая-то сила внезапно вас перенесла в Малороссию. Хатин в тринадцатом веке укрепленный замок. В семнадцатом и восемнадцатом веках турецкая крепость, игравшая значительную роль в войнах Турции с Польшей и Россией. Одиннадцатого ноября 1673 года польские войска под командованием гетмана Яна Собесского 1629-1696 разгромила под Хатином шестидесятипятитысячную турецкую армию Хусейн Паши. Тут живут руснаки, так они сами себя называют, ещероглазые сарматы, родовитые бесы. Готический замок Хатина над самым Днестром на береговом холме обнятом лощиной похож на замок Конвай в Британии. Теперь он составляет уже цитадель крепости. До приобретения Хатина русскими этот город считался сильнейшим во всей Молдавии. Он известен победой Владислава, одержанный над султаном Османом в 1621 году. Польский король Владислав IV Ваза 1595 1648 В 1674 году турки при Хатине разбиты Яном Собесским, который спас Вену от осады Магометом IV в 1683 году. По трактату Хатинскому, заключенному в 1622 году, Польша приобрела право иметь своих легатов в Константинополе. В это время была основана королем польским в Хатине школа восточных языков, для чего и были выписаны учителя из Константинополя. В этом-то заведении Ян Собеский и его брат Марко, дети Якова Собесского, бывшего Каштеляном Краковским и уполномоченным послом в Турции в 1621 году, приготовлялись к путешествию на восток. Постигнувшие Польшу перемены были причиной уничтожения этой школы. Из Хатина, проезжая берегом Днестра, гористое местоположение нигде не изменяет красотам природы. Везде утесы, везде звучные серебристые ручьи, пробирающиеся к реке от вершин глубоких покрытых лесом, вале, долина, лощина, везде селения в садах, но уже названия селений не кончаются на Шти, не Менчешти, не Телешти, а Рашковцы, Рогатин и другие. Селение Онуты — предел русскому Днестру. Граница с Австрией тянется влево вверх по ручью, потом через высоты, по дороге лесом и снова речкой ракитной, впадающей в реку Пруд при местечке Новоселицах. Солдаты пограничного австрийского гарнизона молча расхаживают подле пикетов с ружьями в левой руке и с тростью в правой. В пограничных селениях на Мустерплац видны маленькие фронты, слышен барабан и Эйнцвей. Австрийские пикеты построены огромными землянками, на которых стены, однако же, забраны толстыми досками в предохранении от сырости. От местечка Новоселиц до местечка Липкан на нашей стороне отлоги берег, покрытый селениями. Нагорная же сторона Молдавии одета густым лесом. От Липкан до местечка Скулян вниз по пруту, подъезжая к реке Чугуру, долина прутская перегорожена природной гранитной стеной с гребнем, но для протока реки она как будто раздвинулась и образовала ворота. Это место называется Костешти. Лежащее подле селение также называется. С нашей стороны в скалах есть пещеры. Извилистая река прут ежегодно подмывает, особенно весной, на горные берега свои, а в продолжении нескольких лет совершенно изменяет свое русло, извиваясь, как змея в своей широкой долине. Во многих местах перешейки огромных кутов или пространств берега, обвиваемых ею вроде полуострова, не более нескольких сожень, так что каждое наводнение грозит прорывом, и тогда подобный кут с турецкой стороны со всеми селениями может отойти к России, а кут с нашей стороны будет отмежован к Турции без присутствия членов комиссии разграничения земель двух государств. Кажется, что в селении Маршинцах, близ местечка Новоселец, в 1819 году подле дома помещика был огромный сад на берегу реки, в 1821 году оставалась уже половина сада, а в 1825 дом стоял уже над обрывом. Теперь на месте дома, я думаю, протекает уже река, а через несколько лет и весь берег, на котором лежит селение, поступит во владение прудских вод, хотя мутных, но необыкновенно мягких, здоровых и заключающих в себе минеральные частицы. В верхней же части пруда, но не помню где, пруд подмыл в продолжении нескольких лет гору и в 1825 году добрался до самого хребта и перед самым моим приездом отвалил вершину, раскроив пополам находящийся на ней огромный курган. Под самым курганом насажень от поверхности протяжного хребта оскалился длинный ряд гробов один подле другого. Гробы были сколочены из толстых дубовых досок ящиками без расширения кверху. Дерево почернело от времени. Археологическое желание порыться в древних гробах не могло быть удовлетворено, ибо ни снизу, ни сверху к ним не было приступу. Несколько верст ниже Костешти, подобное же следствие есть древнего обвала высокого берега на пространстве нескольких верст. Вся насыпная набережная от самого утеса обвалившаяся усеяна курганами, которые называются Сутамужиля, но это не те сто могил, в которых ищут кладбища скифских царей. В страннике дается такое описание ста могил. За Костешскими скалами вершина левого берега реки пруд в верстах в пяти тянется параллельно реке крутым обвалом. От вершины весь скат на несколько верст усеян курганами. Это место называется Сутамужили, сто могил или курганов. Неровность места должна бы напоминать сильное землетрясение, страшную битву, но современники их, может быть, несколько уже тысяч лет, как лежат под первым слоем земли, не заботясь о том, что иной живой много бы дал иному древнему мертвецу за рассказы о современных ему событиях. Об этих курганах упоминается в рассказе Костешские скалы. От местечка Скулян по дороге в Кишинев, почти на половине дороги к Почте Резине, перед подъемом на лесистый хребет, который тянется от Могурской высоты, на оконечности выдавшегося от рога на самом пути стоит каменный столб. Тут на вершине в изображении герба с четырех сторон надписи о времени смерти Потемкина и стихи сколько мне помнится следующее на месте сём он кончил путь средь поль. Вот жизни славная плачевная юдоль. Потемкин Григорий Александрович 1739-1791 русский государственный и военный деятель, дипломат, фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины. До 1825 года здесь пролегала почтовая дорога из Яс через Куляны в Кишинёв и скромный памятник низвергнутого смертью величия напоминает каждому проезжему суету сует и всяческую суету. Но теперь почтовая дорога для объезда хребта отведена на несколько верст ниже, а памятник остался на холме у мрачного подножия крутизны, которую стоило бы назвать тщеславием. Глава третья В исходе 1820 года и в начале 1821 зима в Кишинёве проходила очень весело. Помнится мне, что в этот год не было зимы. Зимние месяцы были похожи на прекрасное сентябрьское время, не выпало ни одного клока снегу. наше время проходило на вечерах и балах, часто у наместника, куда собиралась вся знать Кишинёвская, а иногда в доме Александра Контакузина и других. В то время в Валахе возникло уже восстание. Валахское восстание под предводительством Тодора Владимиреску началось в январе 1821 года. В мае повстанческая армия вступила в Бухарест, но 27 мая в результате заговора, организованного Александром и Псиланть, Тодор Владимиреску за подозренный в измене был убит. Кишинёв в начале двадцатых годов, как раз во время пребывания там Вельтмана и Пушкина, стал центром народно-освободительной борьбы дунайских княжеств. В Кишинёве находились вожди греческого восстания братья Ипсиланти. В Хатине, неподалеку от Кишинёва, жила дочь Карагеоргия, легендарного вождя сербского восстания Георгия Черного. Ей посвящено пушкинское стихотворение 1820 года. Стихотворением «Война подъяты наконец, шумят знамена бранной чести» Пушкин приветствовал восстание в Греции и в Аллахии. Вельтман описывает эти события в воспоминаниях о Бессарабии 1837 и в повести «Радой» 1839. В голове его был некто Фёдор Владимиреско, командовавший во время войны русских с турками отрядом пандур. Но целью этого восстания было избавление себя от иго фонариотов, назначаемых в князья Молдавии и Валахии. Фонариоты буквально жители Фонара, квартала в Стамбуле, где находилась резиденция греческого патриарха. В Османской империи греческие аристократы на службе у турецкого правительства. Некоторые из них и в Силанте возглавили освободительную борьбу. Покуда Порта назначала Калимахи господарем Валахии по смерти Александра Сутцо, Владимиреско овладел уже всею малую Валахией. Никто не предвидел, чтобы эта искра была началом Етерии товарищества во имя спасения Греции и имела бы те последствия, которые совершились на глазах наших. Однажды на балу у наместника явилось новое лицо статный русский кавалерийский генерал. Правая рука его была обшита и подвязана черным платком. Я бы не обратил особенного на него внимания, если бы он не стал танцевать мазурки. Кто такой, спросил я. Князь Александр и Пселанти отвечали мне. Этим ответом я удовольствовался. Через несколько дней бал у князя Контакузина, и я опять не предвидел, что в толпе беззаботных есть два исторических лица, замышляющих новую будущность Греции. Прислонившись к столику, стоял задумчиво худощавый адъютант. Не помню, познакомили меня с ним или случайно завязался у нас разговор, но мы обменялись несколькими словами. Помню только, что я удивился его худобе. Сжатое его лицо, нос несколько орлиный, голова почти лысая, не более фута в плечах, ноги как флейты, в рейтузах с лампасами, нисколько не предвещали будущего полководца Греции, Дмитрия и Псилантии. От разговора с ним я был отвлечен несколькими женскими голосами, которые повторяли по-французски «Танцуйте же, князь, станцуйте, Николай, хотя бы одну фигуру». Но гвардеец отказывался. С трудом, однако же, уговорили его пройти один только круг. Он уступил просьбам, прекрасный собою, ловкий мужчина превзошел всех поляков в ловкости танцевать мазурку. «Кто это?» спросил я у княгини Контакузиной. «Это князь, Николай и Псилант. Ах, как он танцует!» Три брата и Псиланти приехали в отпуск. Не прошло нескольких дней, как мы узнали, что все трое, они тайно уехали уже в Молдавию. Вскоре намерения их объяснились. В марте 1821 года князь Александр и Псиланти издал воззвание к грекам. Я был в то время в Тирасполе. Влияние этого воззвания сильно подействовало на греков и в границах России. Из Одессы шли и ехали толпы греков через Тирасполь, Бендеры и Кишинев в Молдавию. Везде снабжались они тайно агентами итерии средствами к пути. Они тогда уже пели славную песню новых греков «Гейвы дети всей Эллады». С весной границы наши огласились уже оружием боя етеристов с турками. Последовавшее передвижение войск шестого корпуса для подкрепления границ на всякий случай внушало тогда какое-то участие к грекам и желание войны с турками. Я отправлял тогда должность обер-квартирмейстера и получил предписание прибыть в Кишинев несмотря на разлив Днестра. Я отправился ночью, подъехал к карантину Парканскому и видел уже не реку перед собою, но море и вдали крепость Бендеры как на острове. Лодки переправы были за наводнением. Убеждение карантинных чиновников переждать ночь не остановило меня. Стоя на почтовой карете, я опустился вплавь, доехал счастливо до места переправы. Но надо было еще грозить через реку паромщикам, которые были за рекой на островку, образовавшимся из кургана. Они не решались перевозить, но угрозы подействовали, они приплыли на сплоченных двух лодках, и я переправился на островок, послал в Бендеры за лошадьми и снова вплавь доехал до Нагорного берега. У молодости как будто несколько жизней в запасе. Когда я приехал в Кишинев, это был уже не тот город, который я оставил за два или за три месяца. Народ кишел уже в нем. Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии. Население всей Бессарабии по крайней мере удвоилось. Кишинев был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств. В каждом дому, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Яс и Букареста. Тут был проездом в Италию и господай Молдавии Михаил Суццо. Тут поселилось семейство его, в котором блистало красотой Ралу Суццо. Тут была фамилия Мавро Кордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада в виде божественной девы появилась на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни перед настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомые на каждом шагу, окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок. Черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы не подошли, так как на портретах была постоянная улыбка. Население всей Бессарабии по крайней мере удвоилось. Это были беженцы не только из Валахии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Греции, спасавшиеся от турецкого ига, но и русские крестьяне, бежавшие от ига крепостного. Бессарабия и Молдавия ужасно плодородны, жители свободны, отчего здесь пропасть русских бежавших от господ, отмечал в своем дневнике Лугинин. На каждом шагу загорался разговор о делах греческих. Участие было необыкновенное. Новости разносились как электрическая искра по всему греческому миру Кишинева. Челмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход. Всему верили. Все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое. Одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фонариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих. Между тем в саду выстроилась зала клубная, в которой победа была всегда на стороне военных, а в зале Крупенского открыли театр немецкой труппы актеров, переселившийся из Яс, которая продекламировала нам всего Коцебу, причем не были упущены к удовольствию публики и балеты. Между тем, в Молдавии дела шли очень плохо, у главнокомандующего греческих войск не было войск, у начальника его штаба не было текущих дел. В составляемую ипселанти гвардию под именем бессмертного полка шли только алчащие хлеба, но не жаждущие славы. Весь же боевой народ арнауты, пандуры, гайдуки, гайдамаки и толгари нисколько не хотел быть в числе бессмертных и носить высокую мерлужковую кушму шапку, украшенную адамовой головой. Им не нравилось управление штаба и гораздо было привольнее в шайках Эорт-Гаки Олимпиота и Тодора Владимиреско, которого цели были совсем иные. Вместо того, чтобы соединиться с Эпселанти, он отвечал ему, «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем. Вы боритесь с турками, а я буду бороться с злоупотреблениями». Таким образом, и Эпселанти был не в своей тарелке. Его маневры против турок не удались, и он принужден был оставить поле чести, предав вечному проклятию бояр Саву Дуку, Василия Парлу, Георгия Мано, Григораша Сутцо, Николая Скуфо и Василия Каравию. Остаток армии ятиристов был преследован турками до переправы с Кулянской через Пруд. Здесь был последний бой пред вратами спасения. В это время от ожесточенных турок сбежались толпы жителей Молдавии к переправе. Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, ятиристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом, но турки ринулись к переправе и воздержались только готовностью нашей батареи, а между тем испуганные беглецы кинулись вплав через реку, переплывали и тонули подстреливаемые турками. Почти этим, исключая нескольких битв в оградах монастырей Молдавии и Валахии, кончилась етерия этих княжеств. Не помню, но, кажется, в исходе этого года пронеслись слухи, что едет в Кишинев прославленный уже юный поэт Пушкин. Пушкин приехал в Кишинев в то время, как загорелась греческая война. Александр Сергеевич Пушкин прибыл в Кишинев в сентябре 1820 года за полгода до начала греческой революции, а уехал в июле 1823 года, то есть почти три года он находился в центре драматических событий. Не помню, но, кажется, что он был во время скулянского дела, и стихотворение «Война» внушено ему в это время общего голоса, что война с турками неизбежна. Война подъята наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет вкруг меня губительный свинец. И, наконец, в конце он с нетерпением восклицает, что ж медлит ужас боевой, что ж битва первая еще не закипела. В это время исполнял должность наместника Бессарабии, главный попечитель южных колоний России, генерал Инзов. Инзов, под чей надзор был отдан ссыльный поэт, считался современниками незаконным сыном Павла Первого. Происхождение или рождение генерала Инзова, вспоминал Раевский, есть тайна. Но наместник Бессарабии менее всего подходил для роли надзирателя за политическими ссыльными. Он был, пишет тот же Раевский, всегда самый добросовестный человек, мягкосердечный и целомудренный до старости. По доброте его души мы всегда его называли Инзушка. Вскоре узнали мы, что под его кровом живет Пушкин. Наконец, Пушкин явился в обществе Кишиневском. Здесь не пропущу я следующее, касающееся до тогдашнего моего самолюбия. В Кишинев русская поэзия еще не доходила. Правда, там за несколько лет до меня жил Батюшков. Это ошибка, Батюшков никогда не бывал в Кишиневе, но в 1815 году жил в Каменец-Подольском, где стоял под начальством Бахметьево, который в то время управлял Бессарабией, примечание Майкова. Но круг военных русских его времени переменился. С переменой лиц и память об нем опять исчезла. При том же он пел в тишине, и звуки его не раздавались на берегах быка. После него первый юноша со склонностью плести рифмы был я. Хотя эта склонность зародилась еще на 12 году в молельной комнате Московского университетского благородного пансиона, и потом воспаленная песнью Жуковского восстание русских воинов, породившую трагикомедию изгнания французов из Москвы, была самая жалкая, но я между товарищами носил имя Кишиневского поэта. Причиной этому названию были стихи на Кишиневский сад, в которых я воспел всех посещающих оной, профонически подражая воспеванию героев русских. Вельтман вспоминает свое стихотворение «Простите коль моей нестройной лиры глаз», сатирический групповой портрет Кишиневской знать. Эти стихи Вельтмана пользовались большой популярностью, переписывались и заучивались наизусть, так что ко времени приезда Пушкина за ним действительно закрепилась слава Кишиневского поэта. Не стыдясь однако пеленок своих, я осознаюсь, что если чудные звуки Жуковского породили во мне любовь к поэзии, то приезд Пушкина в Кишинев породил чувство ревности к музе. Но все мое поприще ограничивалось письмами. По какой-то непреодолимой страсти я не мог написать всего письма в прозе. Непременно нечувствительно прокрадывались в него рифмы. Да еще я начинал писать какую-то огромную книгу в стихах и прозе заглавия не помню, кажется, Этеон Илоида, что-то вроде поэмы из крестовых походов, только действия на Ниле. Встречая Пушкина в обществе и у товарищей, я никак не умел с ним сблизиться. Для других в обществе он мог казаться ровен, но для меня он казался недоступен. Я даже удалялся от него, и сколько я могу понять теперь тайное безотчетное для меня тогда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки. Слава Пушкина в Кишиневе гремела только в кругу русских. Молдавский образованный класс знал только, что поэт есть такой человек, который пишет поэзии. Пушкин, заметнее других носящих фраг, был только потому, что принадлежал, по их мнению, к свите наместника. В обществе же женщин, шитый мундир, статность, красота, играли значительнее роль, нежели слава, приобретенная гусиным пером. Однако ж живым нравом и остротой ума Пушкин вскоре покорил и внимание молдавского общества. Все оригинально странное не ушло от его колючих эпиграмм, несмотря на то, что он их бросал в разговоры как будто только по одной привычке. Память молодежи их ловила на лету и носилась с ними по городу. Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках будки, коляски ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыт. Ему нужен был зять русский, сильная рука которого поддержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Варфоломея Кирилович Кириак и Ордаки 1764-1842 член Верховного Совета Бессарабии, генеральный откупщик Бессарабской области, колежский асессор. Горчаков вспоминал, жил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кирилович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым домом, был богат или казался богатым, состоял на службе и был членом Верховного Совета. Все это вместе взятое давало ему право на так называемое положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кириловича и радушие жены его, Марьи Дмитриевны, постоянно сближало с ним многих. Мы с Пушкиным были постоянными их посетителями. При этом Горчаков не упоминает лишь об одной причине их сближения с домом Бессарабского откупщика, о Пульхерице. А причина такого умолчания становится ясна из воспоминания Вельтмана. Горчаков был в числе неудачных соискателей сердца Пульхерицы. В рассказе Илья Ларин есть такой диалог. А помнишь молдаванского боярина, что дом вверх ногами построил, что дочка Пульхеринька, Пупочка, где она? Помню. Вышла замуж. Ах, малявочка, а помнишь по ней сходил с ума Владимир Петрович? Да Пушкин. Помнишь, он стихи ей писал. В 1824 году Варфоломей окончательно разорился, был снят со всех должностей и лишился своего великолепного Кишиневского дома, но его дочь Пульхерица в 1835 году все-таки благополучно вышла замуж за греческого консула Константина Мано. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей приветливым пуфтим, просим. Его жена Марья Дмитриевна была во всей форме русская, говорливая, гостеприимная помещица. Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка. Она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка-кокетства, нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не припомнит из знавших ее в продолжении нескольких лет, что она на кого-нибудь взглянула особенно. Казалось, чтоб каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаковым удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину, так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала по-французски. Ах, какой вы, мсье, Пушкин! Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти. Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе. Стоит, чтоб сказать мои сомнения насчет ее. Многие искали ее руки, отец и мать изъявляли согласие, но едва желающий быть нареченным приступал к исканию сердца, все вступления к объяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала французским «Ах, какой вы, все-то вы шутите». И все отступались от исканий. Сердце ее никто не находил. Может быть, его и не было, или, по крайней мере, оно было на правой стороне, как у анатомированного в Москве солдат. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться вместо дочери в одного из моих товарищей, но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. Мсье Горчаков говорил ему Варфоломей, вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам. Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить. Поверьте мне, что она вас любит, говорил Варфоломей, но товарищ мой не верил клятвам отцовским. Смотря на пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. Отчего думал я у Варфоломея только одна дочь, тогда как и он и жена еще довольно молоды? Все движения, которые она делала, могли быть механическими движениями автомата. Не автомат ли она? И я присматривался к ее походке. В походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза, прекрасный спокойный взор двигался вместе с головой. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутую лайкой. Но Пульхерия говорит. Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры. Она все слушала кавалера своего, улыбалась на его слова и произносила только по-французски «Что вы говорите? Ах, какой вы!» И иногда «Все то вы шутите». Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное и необъяснимое. Неужели это новая Галатея? Думал я. Но последний опыт так убедил меня, что Пульхерия не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал, ест ли она, поверит ли мне кто-нибудь, она не ела. Она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных вокруг залы, за которыми располагались гости, по произволу кадрилями. Обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла по-французски, «Почему вы не кушаете?» И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она говорила, «Ах, какой вы!» и отходила. «Пульхерия не существо», думал я, «но каким же образом ее отец, сам ли гений механического искусства или приобретший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтобы выдать ее замуж?» И тут находил я оправдание своего предположения. Ему нужно утвердить за дочерью большую часть богатства, чтобы избежать от бедствия несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов. Зятю же своему он запер бы уста золотом. При том же, кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма? Странно, однако, что никто не женился на Пульхерии. Спустя восемь лет я приезжал в Кишинев и видел вечную невесту в саду Кишиневском. Она была почти та же, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось. Пушкин часто бывал у Варфоломея. Добрая таинственная девушка ему нравилась, нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерицы, которые я, однако же, не припомню. Происходя из арабской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение. В нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах воинственность и бесстрашие, в отношениях справедливость, в чувствах страсть благоразумная, без восторгов, и чувство мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои. Я уже сказал, что Пушкин по приезде жил в доме наместника. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе. Стены дома треснули, раздались в нескольких местах. Генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти, длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город с карандашом и листом бумаги. По возвращении лист весь был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин. Из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах «Кавказский пленник», «Разбойники», «Начало Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал ковидию и сказал, «Но есть ли обо мне потомок поздний мой, узнав, придет искать в стране сей отдаленной, близ праха славного мой след уединенный, брегов забвений оставя хладну сень, к нему слетит моя признательная тень и будет мило мне его воспоминание». Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я в те дни, как на бригаду ная, великодушный грек свободу вызывал, и ни единый друг мне в мире не внимал, но не унизил век измены беззаконной, совести, ни лиры непреклонной. Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям. Чаще всего я видал Пушкина у Лепранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. Существующие воспоминания Лепранди существенно дополняют это сообщение, тем более, что в них упоминается Вельтман. Все офицеры генерального штаба того времени, вспоминал Лепранди в 1866 году, составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых. Наконец, он умел среди всех отличить Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже, и не был страстным охотником до танцевальных вечеров у Варфоломея, но он один из немногих, который мог доставить пищу уму и любознательности Пушкина, а потому беседы с ним были иного рода. На это свидетельство Лепранде есть, в свою очередь, уточнение Горчакова. Воспоминания кишиневских друзей Пушкина тем и уникальны, что они корректируют друг друга, который добавлял, в первоначальный период пребывания Пушкина в Кишиневе Вельтман, посвойственной ему исключительной самобытности, не только не сближался, но даже до некоторой степени избегал сближения с Пушкиным. Сам Вельтман вспоминал о том же. Я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая веселая беседа, экарте, карточный термин, и иногда для разнообразия направо и налево, чтоб сквитать выигрыш, иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. На короткое время приезжал Стойкович, пишет Лепранди, профессор Харьковского университета. Он был серб, но виделся с Пушкиным раза два и очень ему не понравился. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Лепранди и Раевский, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся физики заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Из подволь склонили они разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собой, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных. Читателем Евгения Онегина известна фамилия Ларин. Ларин родня Илье Ларину, походному пьяному шуту, который потешал нас в Кишиневе. Смотрите рассказ Вельтмана Илья Ларин. Отставной унтер цейквахтер Илья Ларин, подобно Кохрену, был ходок бродяга и исходил всю Россию кругом, не по страсти путешествовать, но по страсти к разнообразию для снискания пищи и особенно питья между военной молодежью. Не имея ровно ничего, он не хотел быть нищим, но хотел быть везде гостем. Прибыв пешком в какой-нибудь город, он узнавал имена офицеров и, внезапно, входя в двери с дубиной в руках, протягивал первому руку и говорил громогласно «Здравствуй, малявка! Ну, братец, как ты поживаешь?» «Ха-ха, суконка, узнал ли ты Ларина, всесветного барина?» Подобное явление, разумеется, производило хохот, а Ларин, между тем, без церемоний садился, пил и ел все, что только стояло на столе и, вмешиваясь в разговор, всех смешил самым серьезным образом. Покуда странность его была новостью, он жил в обществе офицеров, переходя гостить от одного к другому, но, когда начинали уже ездить на нем верхом и не обращали внимания на его хозяйские требования, он вдруг исчезал из города и шел далее незваным гостем. Ларин явился в Кишинев во время Пушкина как будто для того, чтобы избавить его от затруднения выдумывать фамилию для одного из лиц Евгения Онегина. Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит через толпу мирно. Раздраженный неуважением людей к своему божеству, как человек, он также забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступается за правоту своего приговора. На поле дело решается Божьим судом. В верстах в двух от Кишинева на запад есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, только не от русского слова малина, здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаям полю. Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по избивающейся между виноградными кустами тропинки, на лугу под сенью яблонь и шелковиц. Близ дубовой рощицы стряпчие вымеряют поле, осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платья и становятся на место. Осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их. Эта фраза отсутствует в последней публикации воспоминаний о Бессарабии Вельтмана. Пушкин в воспоминаниях современников, том 1, Москва, 1985 год, страница 294. Здесь два раза поливал и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного поля, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жало критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах. Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. Вы должны отвечать за дерзость жены своей, сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее, вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женой, отозвалась на мужа. Этим все и заключилось. Только с тех пор долго бояре дичились Пушкина. Но время скоро излечило рожу на лице Тодора Балша, и он теперь заседает в диване князя Молдавии. Я полагаю, что поэма «Разбойники» внушена Пушкину взглядом на толгаря Урсула, толгарь-разбойник, Урсул-медведь. Это был начальник шайки, составившийся из разного сброда военолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования турок после скулянского дела. В Молдавии и вообще в Турции разбойники разъезжают отрядами по деревням, берут дань, пируют в корчмах, и их никто не трогает. Урсул с несколькими из отважных ограбил на дороге от Бендер к Кишиневу купца. Вздумали пировать в корчме при въезде в город. В то время еще никто не удивлялся, видя несколько вооруженных с ног до головы арнаутов. Но ограбленный Урсулом прибежал в Кишинев и, заметив разбойников в корчме, закричал «Толгарь! Толгарь!» Народ сбежался. Письменная почта была подли. Почмейстер Алексеев, отставной храбрый с ними к корчме, дав знать между тем жандармскому командиру. Урсул с товарищами, видя себя окруженным, вскочив на коней, понеслись во весь опор через город. Только крики «Толгарь! Толгарь!» успевали их преследовать по улицам. Народ заграждал им путь, но выстрелами прокладывали они себе дорогу вперед, однако же выбрали плохой путь. Через Булгарию улицу Булгарскую Булгары осыпали их и принудили своротить в сторону к огородам. Огороды лежали на равнине по берегу быка. Принадлежа разным владельцам, все пространство было в загородях. Лихие кони разбойников перелетали через плетни, но загородок было много, а толпы булгар преследовали их бегом и догоняли. Постепенно утомленные кони падали с отважными седоками и булгары как пчелы осыпали их и перевязывали. На окованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения. Когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал. Я уверен, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину разбойников, в которой он подражал рассказу Байрона в шильонском узнике, только привычным своим размером. Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали мысль написать Пушкину картину цыган, хотя это несчастное племя ром, истинные потомки плебеев римских, изгнанные илоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина. Ром так называют себя цыгане. Если вы спросите у цыгана, кто он, цыган будет отвечать. Ром ман э гов сын рима римлянин. Цыгане суть действительно племя первобытных римлян. Примечание Вельтмана. Изгнанные илоты илоты земледельцы древней Спарты. В публикации воспоминаний о Бессарабии Александр Сергеевич Пушкин в воспоминаниях современник в том первой Москва 1985 год страница 296 допущена досадная ошибка. Вместо илоты напечатано плоты, что в контексте выглядит нелепицей. Изгнанные плоты там не столь милы, как в поэме Пушкина. Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность рабов боярских, между тем, как молдаване народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских. По большей части они живут на краях селений в землянках платят владетелю червонец семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они или кавачи, или певцы-музыканты. Скрипица и кобза, два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии нанимает постоянно двух или несколько цыган-музыкантов для джоков хороводной пляски по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек-музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком повара, чернее вымазанных смолой чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которое похоже на отделение ада, это страшно. Их кормят одной мамалыгой или мукой кукурузную, сваренной в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезают на части и раздают. Кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой бринзы, творог овечий. Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских. Эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части. По одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это просто обычаи в Бессарабии, в Молдавии, в Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляют прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительная неопрятность кухни невозможно достаточно сблизить в воображении. Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю полную арнаутов. Перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей. Пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод. Перед вами вправо и влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную. Тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платье в какой-нибудь коцовейке, фер-мале, без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольно скажете. Он важен, важен, очень важен, усы в три дюйма и седа, его в два локтя борода, янтарь, воршин, чубук, в пять сажен, он важен, важен, очень важен. Стихи Вельтмана из Странника. Вас сажают на диван. Арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, вкованной серебра позолоченной броне, в челме из богатой турецкой шали, перепоясанной такой же турецкой шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мунштук, подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая неопрятная цыганочка с флокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане, а потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносят каву в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается безотстоя. Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти земферску или земфиру, которую воспел Пушкин и который, в свою очередь, поет молдавскую песню орды-ма, фрыджи-ма, на карбуне-пу-ны-ма, жги меня, жарь меня, на уголье клади меня. Но посреди таборов нет земфиры. Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным. Но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся «у» с краткой, должна и писаться правильно с краткой, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление «у» с краткой, и привел на обум следующие четыре стиха. Жуковский, Батюшков и Пушкин, Парнаса русского певцы, Пафнутьев, Таушев и Слепушкин шестого корпуса песцы. Наду не должно быть краткой. И лишнее в стихе. Должно сказать «Пафнутьев, Таушев, Слепушкин», кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении «у» краткое, то «и» должно быть. В это время вошел Пушкин. Ему объяснили спор. Он был против меня, и тщетно я уверял, что «у» в фамилии Таушев то же, что краткое «и», и что следовательно в стихе «Пафнутьев, Таушев, Слепушкин», и необходимо. Ничто не помогло. Пушкин не хотел знать «у» с краткой. Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже подписываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах под заглавием Янг-Чебан «Пастух Янг», навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из Янка. Три песни этой нелепой поэмы Буффы были уже написаны. Зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего Янка великана и дурня, которые, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери, и младенец, преломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца. Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил Странника уже в Москве. Я непременно буду писать о Страннике, сказал он мне. В последующие свидания он всегда напоминал мне об этом намерении, обстоятельства заставили его забыть об этом, но я дорого ценю это намерение. Молдавская сказка Вельтмана Янка Чабан два отрывка из которой включены в Странник. В библиотеке Пушкина сохранилась вторая и третья части Странника с надписью автора Александру Сергеевичу Пушкину Вельтман. Без ведома Пушкина в литературной газете 1831 год номер 30 была опубликована отрицательная рецензия на повести Вельтмана Беглец и Странник. Я сейчас увидел в литературной газете писал об этой публикации Пушкин нащекину разбор Вельтмана очень неблагосклонный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват. Поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора, но некогда было. Это письмо датировано первым июня 1831 года, а чуть раньше, 8 мая 1831 года, он писал хитрово. Посылаю вам, сударыня странника, которого вы у меня просили. В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант. Самое замечательное, что автору уже 35 лет, а это его первое произведение. Пора нам перестать говорить друг другу вы, сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему, Пушкин, ты поэт, а жена твоя воплощенная поэзия. Это не была фраза обдуманная. Этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты. Теперь где тот, который так таинственно так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося странника. Костежские скалы В 1800 в таком-то году один юный офицер де императ так называли молдаване офицеров свита его императорского величества по квартирмейстерской части производящих съемку земель Бессарабии примечание Вельтмана сидел в белой раскрашенной вавилонами снаружи и внутри кассе селения Каменки касса дом хата сидел в сонливом а может быть и грустном положении склонив голову на перекрещенные руки на столе боэр дом боярдорми хозяин спит спросила хорошенькая миленькая ленкуца дочь хозяйская входя в комнату с букетом цветов в руках юный офицер которого мы назовем хоть световым молчал яка флуара посмотри кого цветы сказала ленкуца нежно эй кто тут есть скоро ли лошади вскричал юный офицер де императ подняв голову взор его был мрачен я давно сказал афанасьеву чтоб запрягал отвечал притворив двери денщик офицер опять склонил голову на руки ты сердишься сказала ленкуца печальным голосом а тебе что за дело сказал светов приподняв голову взор его блеснули как у победителя как что за дело отвечала ленкуца так ты любишь меня ленкуц нет как нет я и хотела бы да не могу тебя любить от чего ленкуца скажи дракуца моя от того что ты любишь другую это кто тебе сказал а я сама знаю ты только в будни говоришь что любишь меня а сам всякий праздник уезжаешь бог знает куда что ж такое как что кто любит тот праздники проводит с теми кого любит вот и сегодня едешь я езжу к товарищам и полно что ты нашел у товарищей уверяю тебя ленкуца если ты любишь меня так не поедешь мне должно ехать так поезжай сказала ленкуца вырвав свою руку из рук светова и быстро выходя из комнаты казалось бы что одно только образование может дать природной красоте очаровательную приятность голосу сладость взором томность движением непринужденность стану статность а сердцу нежную любовь но это все было в ленкуце дочери мазила или молдаванского однодворца ленкуца скромно удалялась от юношеских преследований светов он был в отчаянии в первый еще раз она высказала ему неожиданно свою любовь но он не мог исполнить ее требований остаться дома для свода съемок он должен был съехаться с товарищами и эти съезды обыкновенно бывали по праздничным дням колокольчик зазвенел четверка быстрых коней запряженная в маленькую коруцу украшенную резьбой подъехала к хате ах какая скука вскричал светов готово ваше благородие сказал вошедший пионер кому прикажете с собой ехать молдавану или мне ты поедешь пионер здесь запер светов накинул на себя плащ и хотел уже садиться в коруцу как вдруг с горы несется во весь опор четверка и прямо повратила на двенадцатисоженную веху которая возвышалась над палацем светова и на вершине которой был воткнут соломенный ивашко-белая рубашка правил конями кто-то в широких шароварах в белой куртке и в белой фуражке правил стоя как аполлон конями солнце и свистел как соловей разбойник это наше ваше благородие сказал Афанасьев лейб возница светова радостно смотря на полет коней кто же так отчаянно правит не успел светов произнести этих слов кони как вкопанный в пении в паре остановились подли хат лихой кучер бросил к черту вожжи соскочил с коруц лезвик вскричал светов каков у нас кучер крикнули сидевшие в коруце которых под пылью нельзя было узнать в лицо лугин и фонтанов вы под пылью как мертвецы в саванах ай лезвик чудо я думал что вас под гору несут лошади прямо с крутизны к черту как бы не так сказал лезвик уж мы править не умеем не с большим в три четверти часа двадцать верст как бы не двадцать ну теперь пошел лезвик спорить да разумеется двадцать одна и триста сожений да и где три четверти часа мы выехали половина десятого после поспорим лезвик а теперь позавтракать да и в костэшти а у тебя уж светов и лошади готовы прикажи нам дать свежих лошадей да мы трое усядемся на твоей коруце а лезвик опять будет править вместе веселее так уж лучше знаете ли что я велю запрячь воловью коруцу засядем в нее и будем играть дорогой в бастон браво славная выдумка приказывай эй афанасьев ступай распорядись чтоб сейчас же была воловья коруца запряженная двенадцатью русистыми волами коруцу обтянуть и покрыть сверху коврами накласть в нее подушек и разослать на них мой большой ковер не успел денщик светова поджарить куриных котлет как послышался скрыб коруцы крики и хлопанье бичами как прикажете ваше благородие а я не умею править волами сказал вошедший афанасьев а ты не знаешь службы что прикажут то и должен уметь уж конечно ваше благородие наше подчиненное дело то то же поставишь в коруцу складной стол и четыре складных стула да в погонщике валов двух верховых покуда завтрак кончился все уже готово около коруцы собралась вся громада села то есть мир сельский примечание вельтмана все заботливо как будто делали важное дело помогали афанасьеву укладывать и устанавливать в воловье коруце которая стояла как дом на колесах в ширину сожень в длину две колеса в два оршина в диаметре а ничем не смазанные буковые оси в палец толщины вообще молдавские воловье коруцы бывают без обшивки бока их составляют параболу рогами вверх и на подставках это что за кавалерия вооруженная бичами я приказал двух погонщиков а их наехал целый взвод отвечал афанасьев но мы поедем с боярином сказали вершники молдаване которых набралось человек десять только двух нужно сказал свет лаз бояр лаз оставь их боярин оставь сказал ватаман кланяясь ну пусть их едут хайт мимо ста могил садимся товарищи засели в коруцу покрытую сверху и завешанную по сторонам коврами афанасьев хлопнул хворостиной по валам вершники крикнули хайт и хлопнули залп бичами буна друм бояр доброго пути боярину крикнула вся громада сняв кушмы и провожая коруцу которая со скрипом потянулась из селения хэ хэ мары драку ностра бояр то-то кака соларота пус хэ большой черт наш боярин целый дом поставил на колес по неровной дороге берегом реки каменки и в гору валам дозволялось идти обычным своим шагом светов лугин фонтанов и лезвик играли спокойно в бостон но едва валы выбрались на отлогий скат к реке пруту верховые и молдаване гикнули хлопнули бичами по ребрам валов и валы поскакали складной стол прыгнул с ножек карты полетели один из бостонистов опрокинулся на подушке крича восемь всюрах всюрах в козырях проклятые расстроили игру какая же игра господа на почтовых валах пошел хайт повторили в десять голосов лихие колораши вооруженные всадники свистнув и хлопнув по ребрам валов арабниками выпучив глаза и подняв хвосты валы скакали коруца не уступавшая величиной вагону железной дороги мчалась быстрее паровоза верховые молдаване как сумасшедшие скакали по сторонам с криками и хлопаньем лезвик не утерпев выскочил на передок выхватил из рук Афанасьева хворостину гикнул одно мгновение коруца была уже на береговой дороге повернула к костэште и вскоре очутилась на пространстве ста могил лезвик сказал лезвик ни крик ни крик ни араб ни араб ни араб ни что не везет нечего делать послали Афанасьева в костэште пригнать пары три свежих валов а между тем лугин фонтанов лезвик и светов вышли на отдельную высоту полюбоваться игрой природы так называемые скалы костэшские выдаются из крутого берега реки прута и берега реки чугура и перелегают зубчатой стеной через реку прут которая течет сквозь брешь пробитую вероятно волнами всемирного потопа лезвик уже стал спорить что это искусственные а не природные скалы но пригнанные три свежих пары валов втащили на гору прежних двенадцать и коруцу пора было ехать чтобы не опоздать в костэште к обеду товарища радского девять пар валов прибыли наконец к деревне костэште тут им придали рыси и они скоком приволокли коруцу к хате радского все что было у него товарищей выспала девица торжественному приезду патриархальной колесницы посмотрите господа сказал лезвик едва только успели надорваться груди от смеха вот говорят что это природные скалы смех раздался снова похоже на природные ну какие же природные господа сказал один офицер димпера это искусственные это просто плотина которую прорвала вода сказал лезвик пойдемте посмотрите сами пойдемте пойдемте сами вскричали все пойдемте до скал было не более двухсот шагов от квартиры радского берегом реки подошли к гранитным воротам сквозь которые катился сжатый пруд и где впадал чугур по камням пробрались на другую сторону где был пикет казачий что лезвик искусственные скалы плотина разумеется спросите хоть у казака эй казак это что плотина или природные скалы чертова плотин ваш благородие отвечал лихой казак все таки моя правда сказал лезвик согласны если черт строил ее а по мне все равно кто строил только я говорю что искусственное а не природное действительно ваше благородие черт строил только не русский а молдаванский по имени драку имя драку носит в бессарабии черт в память о воеводе дракуле известном своей жестокостью и бесчеловечностью ты не был ли при этом нет ваше благородие это было в давние времена при моем деде он вот как раз стоял на этом месте на часах и видел как все происходило а как же все это происходило долга сказка ваше благородие да при том же и не даровая а вот тебе задаток сказал светов подавая казаку золотую монету извольте слушать сказал казак вот по сю сторону чугура было царство болгарское а по ту сторону жили хохлы руснаки у хохлатского царя была дочь лунг царевна а у болгарского хана бритая голова плеша засаленная был сын тартаул царевич великий богатырь и наездник когда пришло время выдавать прекрасную лунг царевну замуж хохлатский царь послал гонцов во все царства с портретами своей дочери и просил царей царевичей к себе на пир великий и ротоборство кому честь и слава и рука царевны вот съехались со всех стран царей царевич и богатыри великие сам царь встречает и саулы гостей под руки принимают началось поливание всех победил угорский королевич ну говорит богатыри и витязи с кем еще копья померить силы изведать или нет больше ни храброго ни удалого есть еще один крикнул богатырским голосом витязь светлая броня ничьим копьем не оцарапана не нужно говорит ворота творять моему коню высокий тын не помеха глядь уж стоит посреди поля разъехались добрые молодцы тупым концом позабавились не успели глазом моргнуть а угорский королевич лежит на земле повели витязя в палаты под руки встречают его с кубками заздравными подносит царевна венец ему просит снять шлем богатырский снял витязь шлем а под шлемом шлык так все и ахнули шлык островерх шапочка нет говорит царь хохладский не пойдет моя дочь замуж за бритую голову царь государь сказал витязь не в хохле дело а в том полюбит ли меня прекрасная черь твоя если любит то я изволь отращу хохол до пяты царевна сладко очи потупила а царь сказал ну будь по-твоему будь ты мне зять нареченный проси у твоего родителя благословения поехал тартаул к своему родителю просить благословения жениться на единородной чере царя хохладского как говорит хан бритая голова плеж засаленная чтоб ты женился на хохлачке на бараньей голове молил молил тартаул отца своего ничего не берет но говорит тартаул если не позволяешь так уж быть беде струсил хан любил он сына хорошо сказал согласен только пусть дает в преданное за дочерью море поехал тартаул к возлюбленной невесте и говорит царю так и так помилуй твой отец с ума сошел у меня и море нет в целом царстве земли сколько хочешь хитер у меня отец сказал тартаул что делать есть говорят чародей чугур поеду посоветую с ним у него есть на все от воды поехал к чугуру жил он отшельником в горе посреди леса сидел сиднем на пне и не двигался с мест приехал рассказал свое горе вот так и так что делать драк ушти черт знает сказал чугур коли черт знает так попроси его сделай милость научить что делать а что дашь что хочешь а видишь в вашем владении у гнилого моря есть сто могил моих предков перевези их все сюда совсем что в них есть изволь хоть тысячу обрадовался тартаул и тотчас же отправил подводы на гнилое море вот их и перевезли на то место где теперь сута мод жили ну сказал чугур спасибо я тебе услужу ступай к отцу и скажи что царь хохладский дает море в преданное дочери вези его на свадьбу поехал тартаул к отцу говорит ему так и так будет море в преданное да откуда он взял море спросил хан не могу знать верно было какое-нибудь быть не может поедем а если моря нет так нет тебе и согласия моего поехали подъезжают цари царицы их под ручки принимают забранные столы сажают ну говорит хан болгарский дочь твоя хоть куда царевна а где же ее преданное где же море где нам взять море любезнейший наш брат хан болгарский только что он сказал это вдруг слышат шум точно морские волны хлещ о берег глядь в окно не река пруд течет а бушует пространное море перед палатами ба-ба-ба да как же сказали мне что в твоем царстве и моря нет да какое ж это море сказал хан болгарский царь хохладский от удивления не знает что и говорить у нас море черное а это море проточное отвечает за него тартаул царевич если так то сдержу мое слово сыграем свадьбу вот начали играть свадьбу сыграли сели забранные столы вдруг прискакали гонцы из царства ордынского к хану и говорят помилуй нас хан великий многомилостивый зачем позволил ты строить чертову плотину на прутье все наше царство пересохло черное море иссякло ни капли воды нет как крикнул ордынский хан а тут же и к царю прибежали люди земские батюшка царь смилуйся зачем ты позволил царю ордынскому чертову плотину на реке пруть и строить вода разлилась по всему царству вздулась словно море все топит подступает под твои царские палаты как крикнул и царь хохлацкий а потом оба в один голос так такие-то вещи ты царь хохлацкий со мной делаешь вздумал пересушить все мое царство плотины строить эй ломать плотину так такие-то вещи ты хан болгарский со мной делаешь плотины строить вздумал затопить все мое царство эй ломать плотину едем сын пошла дочь в свою светелку помилосерствуйте любезнейшие родители плотину не выстроили ни царь хохлацкий ни хан болгарский а плотина сама построилась на мое счастье как да так позвольте я пойду с народом снесу ее вот и принялись ломать плотину ничто не берет ни лом ни топор как быть поскакал тартаул царевич к чугуру нет его на пне искать искать а он поселился в пещере вот что со стороны дороги и сидит там молча благодетель ты мой говорит тартаул царевич помоги вот так и так плотина твоя затопило царство хохлацкое пересушило все земли болгарские помоги сделай спуск нелегко тут от руки ничего не сделаешь надо прогрызть зубами помилуй какой зуб возьмет надо попросить зубатого попроси кого знаешь что дашь постой не нужно обещай сослужить мне службу холодно мне стало на белом свете перенеси ты мои косточки туда где сто могил моих предков и приодень землицей изволь дедушка чугур целой горой завалю твои косточки но добре ступай будет по-твоему как настала ночь дедушка мой стоял здесь на карауле служил он в чередном казачьем полку на границе стоит себе как я пика в сошках а голая сабля на руке вдруг видит кто-то идет кто тут убью здешний откликается мошуль зубатый дедушка примечание вельтмана как взглянул на него дедушка мой так и остолбенел черные зубы из пасти точно тын железный как начал он ни слова не говоря грызть каменную плотину так и хрустят камни погрызет погрызет да оселком зубы поточит к утру прогрыз вот как видите целые ворота да не остерегся вода как хлынет вдруг сбила его с ног и понесла только его и было вот царь с ханом видит что дело пришло налад помирились и принялись снова пировать как оженился царевич сдержал слово чугуру перенес его посадил посреди ста могил прикрыл землицей вот самый большой курган это его сто первый видишь хан болгарский сказал царь хохладский чего нет того и не проси царь и хан наделили молодых свежими землями собрали всех молодцов и всех красных девиц и отдали им в приданые вот и пошли перы и младаванье я там был мед пил по усам текло а в рот не попало спасибо казак вот тебе на придачу покорнейше благодарю ваше благородие если угодно мы еще кое-что порасскажем например про надежду царевну магнитные глазки в другой брат раз я говорил что это плотина ты прав ты прав лезвик теперь мы знаем что и сто могил не обвал смейтесь пора обедать господа сказал Рацкий и все отправились к нему на квартиру стол уже был готов после обеда привели верховых лошадей все вооружились хлыстиками засели на коней и на луг начались бары или игра в войну игра колонна вожатых в осташкове название без сомнения происходит от бара сражаться примечание вельтмана осташев осташков селение недалеко от москвы где проходили полевую практику учащиеся московского учебного заведения для колонна вожатых под руководством генерала муравьева потом во время чая по обычаю началось очередное чтение повестей стихов статьи ученый военный каждое произведение поступало в рукописный сборник которого части по прошествии известного времени разыгрывались по жребию кому достанется в память товарищества и молодости лет проведенных не без пользы день прошел пора по домам господа в следующее воскресенье ко мне кстати я и именинник сказал светов прощаясь с товарищами что и назад в колеснице воловьи нет покорно благодарю еду на легких четверка лихих коней управляемых Афанасьевым стояла уже у подъезда светов вскочил в коруцу и при свете ночного светила помчался в каменку где бедная ленкуца таяла от ревнивой любви в продолжение всей недели она не показывалась на глаза юному чем свет уедет в поле воротится поздно или уйдет в кассу своей тетки и ткет ей ковры воскресенье приближалось светов распорядился к приему гостей подле дома не было саду лес близок ни почем в один день весь двор обратился в сад усыпанный свежей душистой травой и цветами за десять рублей чиновник дии исправничий я привез десять возов разных плодов воз арбузов воз дынь яблок груш персиков абрикосов слив воложских орехов вишен винограду а усердная команда развесила все на деревья для гостей на кухне шпарит и потрошат баранов уток гусей цыплят на погребе заготовлены янтарные одубешти полынковые и мускатные для джока выписаны цыгане музыканты для громады взят в корчме несколько ведер ракю чучело навехи одета в новую красную рубашку джок жег молдавский танец настало воскресенье юный проснулся грустен сходил в церковь его поздравили с именинами деньщик вся команда вся громада парентий священник принес огромную просфору а ленкуца не идет поздравить его к полудню товарищи съехались расположились на коврах посланных на мягкой траве посреди армидина сада курят трубки беседуют в ожидании завтрака армидин сад волшебные сады героини поэма итальянского поэта тассо 1544 1595 освобожденный Иерусалим армиды увлекшие в эти сады ринальдо свет прилег на голой траве вдруг прошла ленкуца в хату взглянув мельком на свет его ба формошика формошика красавица крикнули все в один голос увидев ее не твоя ли хозяйка свет да отвечал он а что ж ты покраснел и не думал браво 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 закричали все понимаем как умильно нежно она взглянула на тебя мечта это господа суровая красавица не слишком нежничает с нашим братом фата формоза прелестная девушка вскричали все снова увидев ленкуцу который вынесла из хаты прекрасный махровый ковер не обращая ни на кого внимания она подошла к светову и разослала свое преданное но светов не хотел обратить внимание на ее услугу ему стыдно было товарищей добрая хозяйка а как она заботится о своем постояльце а подарила ли ты ему что-нибудь в день именин нет еще сказала она он верно сердит за это на меня и вдруг ленкуца бросилась к светову обняла его пламенно поцеловала он вспыхнул она скрылась браво браво повторили все захлопав ладоши поздравления посыпались на бедного светова он надулся этот случай помешал общему веселому расположению все как будто подозревали что светову веселее дома без гостей и светов что-то был невесел он как будто сторожил не придет ли ленкуца чтобы ее поцеловать так же пламенно но без свидетелей после обеда оживились вдруг колокольчик кто это афанасьев прибежал запыхавшись полковник едет ваше благородие вот тебя раз вскоре коляска остановилась подле хат с генералом ваше благородие действительно полковник убей меня бог прекрасное местоположение здравствуйте господа каким это образом вы все здесь у именинника ваше превосходительство и прекрасно вот и все планшеты здесь ваше превосходительство сказал полковник планшеты приспособления на которых закреплялись во время топографической съемки карты чертежные листы и прекрасно так я смотрю работы и прямо отсюда в хатин хатин в описываемое время городок крепость на севере бессарабии там производилась обработка материалов топографических съемок прикажите мне переменить лошадей господин светов вы сдадите свою съемку и поедете со мной светов побледнел так поразили его эти слова мы выберем вместе места для смотров вы снимете их и потом явитесь ко мне укладывайся сказал светов денщику почти со слезами на глазах что брат горя говорили товарищи шепотом подходя к нему по очереди что такое отвечал им свет вскоре свежие лошади были запряжены в коляску светов простился с товарищами посмотрел кругом нет где ленку ци нет только и видел он ее райна королева болгарская глава первая перенесемся за тысячу верст за тысячу лет вы слыхали о великом преславе стольном городе дунайской болгарии где знаменовались подвиги нашего удалого богатыря добросанного князя святослава где ж этот белый град великого царства какие холмы венчались его твердынями никто не знает кроме султана который в фермане своем именует владыку шумлинского преславским славный и страшный для греческой империи двадцатый болгарский король симеон не возлюбив первой жены своей женился на названной сестре одного греческого деспота из армян по имени Георгия Сурсувула Симеон восемьсот семьдесят восьмой девятьсот двадцать седьмой князь а с девятьсот девятнадцатого года царь Болгарии с его правлением связан период наибольшего могущества и культурного расцвета первого болгарского царства под предводительством Симеона болгары в восемьсот девяносто четвертом девяносто шестом годах вели победоносные воины с Византией которая вынуждена была уступить часть Фракии Македонии территорию Албании и выплачивала болгарскому царю дань по общей наклонности каждого грека к филархии Георгий нашел случай очаровать Симеона красотой сестры и таким образом по праву зятя королевского и по обычаю времени воссел у самого подножия престола в звание великого комиса или по-нашему великого конюшева и вместе с этим дядьки и кормилица наследников царства филархии здесь чистолюбие властолюбие хоть король Симеон имел уже наследника вояна но мачеха не родная мать пасанок должен был уступить свое место у сердца отца кровным ее детям вояна воспитывали в монастыре и по наклонности его к чтению церковных и мирских книг по страсти к наукам искусствам и художествам и ко всему несвойственному чести королевского детища решили посвятить его келейной жизни и пострич в монахе но воян бежал все пришли в ужас потому что он унес с собою какую-то заклятую черную книгу книга эта с незапамятных времен заперта была в одной из башен и никто не смел до нее коснуться поэтому или по другому случаю только в народе пронеслись слухи что воян продал душу бесу и не быть добру в самом деле вскоре королю Симеону приключилась смерть чудным образом однажды роман лекапен василевс восточного римского царства возвратившись с облавы на азиатской стороне босфора покоился от трудов во дворце феофилии построенном по образцу дворца халифов багдадских где стены горели золотом где разливались прохлады от цветущих платанов и водометов роман первый локапин лекапен византийский император 920-944 из македонской династии происходящей от армянских крестьян вел тяжелые войны с болгарским царем Симеоном после смерти которого распространил свое влияние на Болгарию укрепил армию сражался с русским князем Игорем 941 год и заключил в 944 году мирный договор с Русью возобновив старый мир нарушенный уже много лет два пункта этого исторического договора имеют самое непосредственное отношение к событиям 960-70 годов первый из них гласил и да не имеют русские право зимовать в устье Днепра в Белобережье и у святого Елферея но с наступлением осени пусть отправляются по домам в Русь а вслед за этим следовал второй пункт если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской стране то приказываем князю русскому чтобы не пускал их иначе причинят ущерб и его стране повесть временных лет Вдруг великий логофет донес ему что на Таврической площади совершилось великое чудо статуя представляющая Белерофона на коне превратилась в образ болгарского короля Симеона логофет в Византии название некоторых высших государственных должностей логофеты ведали государственной казной сбором налогов Белерофон герой греческой мифологии совершавший свои подвиги на крылатом коне Пегаси победитель злобного чудовища Химеры одна из легенд о Белерофоне приведена в рассказе Вельтмана два майора Роман содрогнулся в это время Греция опасалась Болгарии и воинственного духа Симеона за четыре года перед тем он едва не взял Царьграда а так как на мраморном подножии статуи была высечена таинственная надпись заключавшая в себе по словам толкователей судьбу Царьграда и завоевания его некоим великим героем то очень естественно что это событие возмутило весь Царьград как предвещание падения греческой империи тем более что известие о новом восстании Симеона на Грецию было причиной падения духа не только в народе но и в войске император желал лично увериться в истине события возложив на себя багреницу и диадему сделанную по образцу Тахта царей персидских и подобную горе Эльборджу блистающую алмазами и лаллами с двумя истоками перлов падающих на плеча роман роман воссел с помощью протестатора на коня и сопровождаемый деспотами севастократорами панхи персевастами доместиками и телохранителями выехал на Таврическую площадь где теснился народ в страхе и унынии около статуи Белеруфона превратившейся в короля Симеона Кто избавит меня от этого проклятого Симеона вскричал роман взглянув на статую Эльборджу Эльбрус Я отвечал выступая из безмолвной толпы безобразный человек в странной одежде Кто ты? спросил роман А вот кто Видите это изображение под копытами коня Это я В самом деле неизвестный был совершенное подобие химеры в человеческом виде изображенной под копытами Белеруфона Читайте надпись продолжал Неизвестный В ней сказано Всадник придет покорить Царьград Но до этого не допустят человек изображенный под копытами коня всадника Дайте мне меч Я снесу голову Симеона с чужих плеч Ты безумный сказал один из вельмож романа Мраморной шеи не перерубишь Если не снесу эту мраморную голову и она не сгорит на огне раскладывайте костер сожгите меня отвечал неизвестный Исполните его желание сказал Роман и поворотив коня медленно поехал ко дворцу Вот тебе острый меч сказал один из телохранителей Не сдержишь слово сожжем крикнула толпа Раскладывай огонь сказал неизвестный и взяв меч из рук воина вскочил сперва на мраморное подножие статуи потом на круп коня схватился за шишак всадника взмахнул мечом и голова Симеона отделилась от туловища Беллерафона Видели? скричал неизвестный показывая голову изумленному народу Соскочив с коня из-под ножия он бросил голову на пылавший костер Ее обхватило пламенем Огонь затрещал Искры посыпались водометом Испуганный народ разметался во все стороны Видели? раздалось снова в толпе обданной густым дымом Дым пронесло ветром Где же он? спрашивали с ужасом все друг у друга смотря то на на истлевший костер то на обезглавленного Белерафона то озираясь кругом и не видя нигде чудного человека Это событие исторически верное излечило народ от панического страху при одном имени Симеона И если бы Симеон перешагнул через городские стены то все спокойно были бы уверены что Царьград непобедим Но страннее всего было то что Симеон умер в тот день и час в который превратившемуся в его образ Белерафону снесли голову По смерти Симеона вступил на болгарский престол сын его Петр При нем Болгарию стали одолевать беды турки хорваты и сербы узнав о смерти грозного Симеона поднялись на нее войною Тучи саранчи с еврейскими таинственными писаниями на крыльях носились над полями и опустошали Нивы Брат Петра Иоанн по тайным внушениям стал питать зависть и строить ковы Петр постриг его в монахи заключив в темницу но он бежал в монашествующем Михаиле третьем сыне Симеона загорелась также жажда к власти и он сбросив рясу явился в голове недовольных во всех этих бедах комис Георгий старшим своим сыном Самуилом так искусно умели проявить себя в глазах Петра и народа хранителями царства что без них судя по громкой молве погибнуть бы Болгарии страшные неурожаи вынудили Петра обратиться к помощи Греции и искать дружественных отношений отправленный послом клеврет комиса Георгия Сурсувула уроженец Херсонеса Георгий Калакир из собственной филархии вопреки выгодам друга своего подал благой совет Василевсу Роману запустить как говорится лапу в Болгарию посредством родства с Петром Георгий Калакир в повести Вельтмана как и в византийских источниках Георгию Калакиру уделяется немалые мест в истории Льва Дьякона сообщается что Патрикий высший придворный чин в Византии Калакир посланный к Тавросаксам по его Никифора царскому указу прибыл в Скифию завязал дружбу с Катархонтом Тавров так в Византии титуловали киевских князей совратил его дарами и очаровал льстивыми речами Калакир уговорил Сфендослава собрать сильное войско и выступить против мессиан болгар с тем чтобы после победы над ними подчинить и удержать страну для собственного пребывания а ему помочь против ромеев в борьбе за владение престолом и ромейской державой миссия Калакира Георгия вполне удалась Святослав будучи мужем горячим и дерзким да к тому же отважным и деятельным поднял на войну все молодое поколение тавров византийский хронист даже сообщает что Святослав соединился с Георгием Калакиром узами побратимства Лев Дьякон История Москва 1988 год Роман для такого благого дела не пожалел внуки своей Марии дочери Кесаря Христофора Калакир возвратился в Преслав с Патрицием Никитой торжественно объявил об успехе своего посольства и тайно возмутил душу Петру неописанной красотою Кесаревны сообщив ему образ ее как живой писанный на доске и облеченный в наряд царственный шитый золотом и осыпанный драгоценными камнями очарованный Петр принял предложение Василевса приехать в Царьград тогда как комис Георгий готовил для него невест на выбор от комиса скрыто было намерение короля и потому он не противился поездке его в Царьград сочетание Петра и Марии совершено было в присутствии всего синклита в церкви Святой Богородицы при Кладезе и Роман повелел устроить славное и прибогатое угощение комис был поражен как гром узнав об этом событии влияние его на Петра кончилось с прибытием Марии в Преслав от Марии Петр имел двух сыновей Бориса и Романа и дочь Райну мирским именем Береслав Марии держался мир Болгарии с Грецией сыновья ее воспитывались в Царьграде при дворце отца и все отношения были дружественны и выгодны обоюдно но едва умерла Мария влияние хитрого комиса на ум Петра возникло с новою силою комис приобретал всеми средствами общую любовь это был коварный народоласкатель потворствуя страстям он уловил всех вельмош и бояр которые имели голос и вес все доброе шло от него все злое от Петра вся гроза от короля вся милость от комиса по образцу эллинской и римской премудрости его окружали люди шепотники на языке службу носящие старшему и любимому своему сыну Самуилу передал он власть твои начальника прочие его сыновья Давыд Моисей и Аарон творили волю отца в областях боясь присутствия при короле взросших уже и образованных сыновей его Бориса и Романа комис умел устроить так что при вступлении на престол Константинопольский Никифора они остались заложниками условий возобновленного мира Едва мир был утвержден как он уже изыскивал средства нарушить его по условию болгары обязаны были не пропускать торков или угров панонийских через Дунай в свои земли делать набеги на греческие области но угры свободно проходили на разбой Никифор напомнил об условиях наконец стал грозить вот краль Петр сказал комис до чего мы дожили нам велят стоять на страже по границам греческим доберечь их кто велит спросил горделиво Петр которого самолюбие легко затрогивалось Кир Никифор велит ну что ж делать придется выгнать весь народ на Дунай насторожу чтобы не пробралась где шайка угров да прошла в Грецию и не ограбила какую-нибудь деревню за всякую собаку которая перебежит через нашу землю и укусят грека мы обязаны отвечать Киру Никифору я буду ему отвечать скричал Петр будешь если обязался старик Георгий на голову твою выпал снег и верно кровь застыла в жилах нет не остыла если моя воля давно бы очистил я загорье от греков не стал бы с ними ни родниться ни братац знаю я их дождь пока припадает да хуже море топит первый раз говоришь ты мне такие речи сказал Петр нрав твой склонен к миру и воля твоя клонилась к миру а воле твоей королевской противиться я не мог союз с греками служил нам в пользу да угладили они нам путь к гибели по воле своей ты сроднился с кесарями по воле покойной королевы дети твои в царьграде так что ж прервал сердито Петр ничего еще они жили у родных при романе им было хорошо а при правителе стратеоте Никифоре и наследником романовым стало плохо да не о том дело стратеот Никифор теперь уж муж феофании вдовствующие василисы и правит царством и требует от нас покорности воли своей Никифор второй фока византийский император 963 969 из знатного малоазиатского рода проводил политику отражавшую интересы стратеотов военная реформа Никифора Фоки признала катафрактов основной силой армии с которой император вел победоносные войны с арабами Никифор начал в 966 году войну с Болгарией которую судя по византийским хроникам люто ненавидел убит в результате заговора Иоанном Семисхием у себя во дворце Стратеотами в Византии назывались крестьяне обязанные завладение неотчуждаемым земельным наделом военной службой в 10 веке из них формировалась тяжелая закованная в латы кавалерия катафрактов зажиточные крестьяне свободные от всех государственных налогов кроме поземельного стратеоты дали империи немало видных государственных деятелей этого никогда не будет вскричал Петр вижу теперь сына Симеонова на угрозы отвечают грозою сказал хитрый комис и пользуясь необдуманным гневом Петра немедленно отправил посла греческого с отказом на отрез Болгария не область греческая стережет свои границы а чужих стеречь не будет эти варвары глупы не знают собственных выгод с ними дружбы не сведешь сказал Никифор известному уже нам Калокиру который по соглашению с комисом служил при дворце цареградском употреблялся при сношениях с Болгарией и двоил душу как слуга императора и друг комиса о деспотас сказал он Никифору вместе с ответом Петра на твои требования пришли ко мне вести из Болгарии недобрые вести благо мое в твоих руках и я не изменю пользам твоим говори мне эти вести сказал Никифор я истинно знаю продолжал Калокир что король Петр заключил дружбу с аварами пананийскими и сербами чтоб внезапно напасть на Грецию думаю что это делается почему-нибудь внушению ты смутил душу мою сказал Никифор задумавшись подозрения твои справедливы у меня есть враги ну пусть перейдет Петр горы я выйду к нему навстречу а вместо знамен сарисофоры понесут перед моими полками на копьях Бориса и Романа пусть посмотрит он как хламиды их будут развиваться в воздухе о деспотос сказал Калокир усмехаясь этого то и добивается дядя короля Петра и мой друг кому же наследовать престол как ни ему или не его сыну когда королевский род прекратится для меня все демоны равны а во всяком случае надо покуда оградить границы от болгар не хартиями а оружием теперь все силы мои в Азии нанять некого фаранги служат у пап да в войске императора западного а рус с рус с рус сами предстоит тебе союз славный дозволь мне ехать в русь отвести дары к великому жупану киовии и вызвать его воевать булгарию фаранги здесь франки служившие наемниками сарисофоры от греческого сарисса длинное копье копьеносцы тяжело вооруженные пехотинцы составлявшие фалангу аварийский каганат с центром в панонии был окончательно разгромлен в седьмом веке а сами авары древнерусские обры растворились в массе других племен отсюда пословица повести временных лет погиб ша аки обре здесь вельтман имеет ввиду угров венгров сын патриция если исполнишь это удачно и мне по сердцу земли ферсонесе таврическом во владение колукир поцеловал порфиру Никифора и вскоре отправился в Русь порфира багреница пурпурная царская одежда а между тем в преславе комис строил новые ковы старший сын его Самуил страстно был влюблен в королевну Райну он как будто угадал желание отца своего который давно обдумывал этот союз как надежное звено для своих помыслов после смерти королевны Марии по его избранию приставлена была крайне в мамы старая Тулла посредством ее думал он действовать на душу королевны и поджечь юное сердце в котором не загоралась еще заря любви когда комис назначил приступить решительнее к делу Тулла как морская черепаха поднялась на задние лапы вытулила из костей сухощавую голову вытаращила глаза и вооружась костылем стала ухаживать зарайной обаять ее всеми таинственными наговорами любви и распалять воображение девушки чтобы заманить ее голубиную душу в сети и сдать с рук на руки Самуилу она выражила и гадала ей просуженного описывала Самуила с головы до ног черновлас велиок полнома очима чернома зеницама взнесенома бровма луконос смагл надрумян телом на четверти коротоши посмедающ усом доброрек борс и храбр вот какой твой суженный королевна какой нелепый точно как Самуил отвечала со смехом Райна дитя дитя что выходит на долю твою то сбудется смотри если не сбудется от предречения не уйдешь теперь кажется тебе что не нравится а как само сердце загадает душа запросит любви и будет тебе снится все он да вон кто он суженный что вышел на долю твою луконосый армянин произнесла Райна с презрением старуха видела что без чар не обойдешься велось некогда доброе поверье будет у тебя голуби сердце будешь любим всеми заветный смысл этого поверья исчез посреди невежества и обмана потому что легче было вынуть сердце из голубя и велеть носить его за пазухой нежели научить что уподобляясь нежностью и добротой души белому голубю можно приобрести взаимную любовь и вот умному поверью дали толк безумный на злой истине и на гибель белым голубям Туллада была голубя и голубку вынула из них сердце нашептала что-то над ними высушила в печи зашила владанку и велела Самуилу надеть на себя доверчиво исполнил он наставление старухи для него было все равно чем бы не приобрести согласие райно отвечать на его любовь взаимным ли сочувствием любви или соблазном и чарами старух глава вторая посреди общего расстройства дел дух короля Петра также был расстроен по смерти королевны Марии он сложил все заботы на комеса который издавна приучил его тяготиться ими и любить только блеск и свои преимущества торжественность празднований охота травля и ловля были главными его занятиями а все остальное время негой отдохновения ничто не доходило до слуха его иначе как через уста комеса однажды что-то разбудило его он очнулся и видит перед собой старца совершенное подобие отца своего Петр Петр произнесло видение верился ты в комеса погубит он и тебя и детей твоих и царство твое пришел я предупредить тебя Петр вскрикнул от ужаса видение скрылось наяву было это или во сне но он не мог уже сомкнуть глаз до утра и встал мрачен и задумчив воспитанный в суеверии дядька и кормильцам своим он верил в предвещание явление и слова отца совершенно возмутили его душ комес вдруг стал ему страшен и он думал как бы удалить его от себя Петр никогда не любил комес но уважение к воспитателю своему и убеждение в его верности и преданности привычка зависеть от его советов сделали комеса правой рукой Петра которую страшно было отнять от плеча когда комес вошел Петр содрогнулся ты что-то не в добром духе король сказал ему да задумался о детях они живут при Никифоре как заложники мира а мы нарушаем мир не бойся король мы их выручим из рук Никифора отвечал комес он не смеет ничего сделать королевским детям или возвеличен до родства с царской кровью ношу имя твоего дяди хотя покойная королева мать твоя и не была родной мне сестрою но если твоя воля проси проси сказал Петр как к родному лежало мое сердце к тебе и если оно чувствовало что предстоит мне высокая почесть какая же спросил Петр скрывая гнев и догадку свою говори я воздам тебе почесть дозволь мне умолчать теперь король сказал комес целуя рук Петра милости твои не из глагола Ны и если ты изречешь и эту милость то старость моя не перенесет счастье догадываюсь я сказал Петр с притворным спокойствием да знаешь ли ты Георгий сердце моей дочери о если дозволишь сказать тебе истину знаю отвечал комес радостно целуя рук Петра с малолетства отличила она сына моего Самуила милостями своими и я знаю сердце моей дочери и говорю за нее что за моего раба она не пойдет замуж произнес горделиво Петр комес побледнел скажи же свату продолжал Петр грозно указывая на дверь чтоб он съезжал со двора когда я возвращусь чтоб его ноги здесь не было глаза комеса запылали зверским мщением он вышел а взволнованный Петр казалось сам испугался гнева своего и последствий и немедленно поехал в малый прислав где был красный дворец королевский и зверинец прошел день другой король Петр не возвращался райну привыкшую видеть отца ежедневно начинает беспокоить его отсутствие вдруг на третий день рано утром раздался соборный звон нэда нэда вскричала райна к подруге своей слышишь что это значит звон набатный ах не сбор ли на войну против греков отвечала нэда что ты это говоришь нэда братья в цареграде так слышала я королевна давеча побоялась я спросить при тулле зачем это вооружается дружина королевская и строится на дворе это не даром проговорила печально райна отца нет не дядя ли иокит сделал опять набег королевна иокит говорят давно умер умер все говорят что умер а комис георгий говорит что не умер что его и мертвого надо бояться против шайки тати и гусаров будут ли собор собирать что что это такое нэда спросила опять райна ой война война кровавая постеля проговорила печально нэда ой нэда нэда нехладный камень сердце опало проговорила райна со вздохом слова одной песни чу по всем монастырям звонят точно как плачевный звон по покойной королевне ой нэда нэда не из-под камня бьет ключ горючий продолжала райна и на очах ее копились слезы ни отца ни братьев со мной и головы преклонить некому мая моя были мне радость покуда ты была жива а умерла горький мне плач и огненные слезы чу бубные трубы шум какой скричала нэда пойдем на вышку призови тулу да узнай не приехал ли король нэда выбежала а райна боязливо смотрела в окно из которого видны были сквозь деревья только скалы над монастырем и виноградники моторские красота юной райны уже славилась в народе добросанна добра и благородна королевна наша говорили все кто видел ее красен и чуден ее образ ясны очи черный зениц румяный лик приосенен долгую владью нет ей двойнички на белом свете да верно недобрая весть пришла кричала тула входя в горницу королевны какая же весть скажи тула о боже пронеси мимо нас печали что ж ты молчишь тула не знаю не знаю сама что такое отвечала старуха да чему же худому быть ведь над нами бог отчего же измерла душа твоя пойдемте на вышку и райна схватив старуху за руку повлекла ее за собою они прошли сене и переходы вышли на стену и потом взобрались на башню летнего дворца королевского возвышавшегося на одном из холмов посреди саду с вышки открылся весь преслав он лежал в ущелье хребта отделявшегося от гема с юга и севера его ограждали скалистые крутизны а со стороны восточной каменная стена за которую взор блуждал под цветущей роскошной природе по горам одетым лесом по скатам устланным бархатными цветными коврами лугов по мрачным ущельям по холмам и скалам вышеград или главный королевский двор венчал зубчатый оградой холм над ручьем извивающимся от святаго кладезя в горах с западной стороны города на луговой стороне были палаты митрополичьи при соборном храме святого Георгия вокруг стен гостиный двор с лавками греков и армян дома жителей были разбросаны по скатам между виноградниками и по холмам посреди фруктовых садов мировинги первая королевская династия во франкском королевстве 457 751 соборный храм святого Георгия был одинакового зодчества со всеми храмами которые мы привыкли называть храмами греческой архитектуры но которые свойственнее называть зодчеством восточной церкви оно существовало в Галии еще при мировингах это было четвероугольное здание с мрачными сводами на четырех столпах с головой и кровлей крытой медными и вызолоченными листами внутренние стены покрыты были священной живописью мозаикой позолотой и резьбой перед алтарем иконостас вокруг храма крытая паперть украшенные также рядами изображений святых старого и нового завета ликами патриархов пророков и великомучеников с восточной стороны паперти была крытая площадка выдающаяся на площадь здесь в стен было место королевское и отсюда повещали народу решение собора весна только что водворилась посреди очаровательной природы которая как щедрая богатая мать устилала детскую колыбель шелковыми узорчатыми тканями и дышала так благотворно убирая вязями цветов майское дерево к наступающему семейному празднику на яблонях черешнях и абрикосах распустились опалы капли росы то искрились как алмаз то подернувшись инием осыпали листья мелким перловым бисером тут все богатство было живое вся роскошь одушевленная весь блеск неискусственный то была небезобразная пустыня куда изгнанник и отшельник от бытия райского сносили камни и металлы с кладбищ природы и посереди труда уныния души и вечного недостатка в жизни становились живыми мертвецами не да не да вскричала райна смущенным чувством когда перед ней открылся весь прислав посмотри народ стекается со всех сторон звон по всем монастырям дружина выступает со двора на площадь да да сказала тула всматриваясь это комито пул самуил ведет ее комито пул сын комиса ах не да не да мне что-то страшно проговорила райна чего же нам страшиться сказала тула очень спокойно под защитой сына комиса георгия нам нечего страшиться королевна дерзый храбрый юнак сам стрелец посмотри как душица моя кажется это под ним выступает гордо конь да под кем же и гордится коню как не под ним посмотри ка ведь это он солнцем блестит шитая златом гунь сверх брони шлем кованый из злато членка серебряная меч в руке что он гунь телогрея кожух чельник головной наряд членка боевой значок хорук ах не говори мне об нем тулла сердито отвечала райна не говори я не тебе и говорю я сама себе говорю что краше и храбрее его нет во всем царстве я старуха долюбуюсь глядя на него а девице не диво и заглядеться тулла скричала невольно райна господица ты да еще не госпожа моя что так изволишь окликать произнесла старуха озлобясь не в послушнице к тебе я приставлена оставь меня сказала райна отходя от старухи не знаю кого слушать тебя ли кралицу незрелую или короля родителя твоего он приказал мне тебя его и слушаю родной матери нет так какая есть раба король отец мой не дал тебе материнской власти надо мною напрасно величаешь меня болгариней я не болгариня неподвластная я все-таки не ослушаюсь приказа королевского да впрочем бог его знает где теперь король комесу поручил он власти двор свой пойду к нему скажу что ты изволишь изгонять меня не ждать же суда королевского дождешься его или нет горькая армянка вскричала райна взглянув с ужасом на озлобленную старуху глава третья кому неизвестен русский великий князь святослав отец того владимира которому волжские болгары бог мечи предлагали семьдесят гурий на том свете с тем чтоб на этом свете свинины не ясти вина не пите и который отвечал им руси есть веселье пите не может без того быть повесть временных лет под 986 годом приписывает эти слова великому князю владимиру святославичу святослав был последний представитель быта владетель рода руссов поколения древних земных богов воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца святослав шел по стопам великих предков воителей жил на коне спал на седле не под шатром а под богом острая сабля под боком так уж и прочие вои его мяху вси ус его был злат как у перуна борода бритая для воина которому вечно должно быть молоду борода бы изменила так велось истори и в царстве индейском где также раджи не носили бороды и свято исполняли закон которым воспрещено было каждому раджану воину употреблять против неприятеля бесчестное оружие как например палку заключающую в себе остроконечный клинок зубчатые стрелы стрелы напитанные ядом и стрелы огнеметные раджаны не нападали ни на спящего ни на безоружного ни на удрученного скорбью ни на раненого ни на труса ни на беглеца таков был и святослав так уж и прочие вою его бяху все терпеть не могли немецкого оружия клинков а любили полосы слово полоса вельтман в данном случае производит от древнерусского слова полос полоса меча здесь показывается что россы хранили традиции своих индоевропейских предков возможно автор учитывал и сообщения римских авторов о преобладании у древних германцев сайван которых он считал славянами длинных рубящих мечей над колющим оружием рода руссов поколение древних земных богов в работе индо-германцы или сайвани вельтман производил слово руссы от древне-индийского раджи воспитанный в обычаях и древнем веровании деда и отца в летописи о воспитании святослава сказано когда святослав вырос и возмужал стал он собирать много воинов храбрых и легко ходил в походах как пардус и много воевал в походах же не возил за собою ни вазов ни котлов не варил мясо но тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях так ел не имел он и шатра но спал подослав потник с седлом в головах точно так же и прочие вои его в си бяху уз его был злат как у перуна борода бритая в истории льва дьякона приводится описание внешности святослава святослава вот какова была его наружность умеренного роста не слишком высокого и не очень низкого с мохнатыми бровями и светло-синими глазами курносый безбородый с густыми чрезмерно длинными волосами над верхней губой голова у него была совершенно голая но с одной стороны ее свисал клок волос признак знатности рода крепкий затылок широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные но выглядел он угрюмым и диким в одно ухо у него была вдето золотая серьга она была украшена карбункулом обрамленным двумя жемчугами лев дьякон история москва 1988 год таков русский князь в восприятии византийского хрониста этот облик противоречил всем нормам самих ромеев которые стригли волосы только по случаю траура или судебного осуждения серьги среди мужчин носили только дети и моряки поэтому трудно судить насколько достоверно это описание хотя и сделано оно современником но сделано по уже существовавшим канонам подобным же образом описывался могущественный и зловещий вождь гуннов от Тилла сфендослава как и других россов ромей называли скифами применяя к ним уже сложившиеся стереотипы основанные на контрасте общепринятым нормам вполне возможно что перед нами именно такой случай с измола святослав рос богатырем с измола не любил просто ходить а любил ездить хоть на палочке да верхом скакал он по палатам и за малейшую несправедливость объявлял войну и сражался то с мамой то с няней то с кормильцем своим свинальдом будучи еще в детском лет десяти он подал знак к сражению как говорит летпись и суну копьем на деревляны вельтман имеет ввиду знаменитую сцену из повести временных лет под девятьсот сорок шестым годом боевого крещения святослава когда ольга взяла с собой малолетнего сына в поход на древлян и когда сошлись оба войска для схватки святослав бросил копье в древлян и копье пролетело между ушей коня и ударило коня в ногу ибо был святослав еще ребенок и сказал свенельт и осмут князь уже начал последуем дружина за князем и победили древляне неизвестен лишь точный возраст святослава год его рождения в летописях не указан скорее всего ему было два-три года а не десять речь идет о ребенке хоть копье недалеко улетело лететь сквозь уши коневи и ударил в ногу коневи бэбо детск но князь почал а дружина кончила дело победы в девятьсот шестьдесят четвертом году ольга передала державу сыну своему это был год его возмужания по обычаю бояре старшины всех областей народ собрались навеч дружина дружина святослав во всеоружие окружила посад старый жрец совершил богам молитву и возгласил что следовало по обряду как водится море народа безмолвно внимавшая словам вещуна вдруг заколебалась загрохотала во здравие великому князю четыре могучих воина выступили вперед из рядов взяли большой щит княжеский святослав воссел на щит воины подняли его на плечи и понесли вокруг посада сопровождаемые вельможами двора при шумных кликах народа и ударов дружины мечами в кованые щиты совершив три раза круг святослава взнесли на посад перепоясали мечом облекли в багреницу и весь чин великокняжеский потом он извлек меч из ножен а все боярство и дружина его сложили щиты обнаженные мечи обручи и все оружие на землю потом изрек он со всем боярством своим и дружиною верную клятву клялся оружием и перуном ходить по вере и закону хранить любовь правую ко всем и же суть под рукой его светлого князя не облазна и не преложно покуда солнце сияет и весь мир стоит и быть щитом и оградуя русским людям и да сохраним аз и иже со мною и подо мною да имеем клятву от бога и в него и в него же веруем да будем злоти яко золото и своим оружием да иссече не будем Вельтман перефразирует клятву русичей из договоров Руси с греками 912 и 945 годов приведенных в повести временных лет описание во княжение Святослава художественная реконструкция в источниках это событие не отражено по окончании обета поднесли Святославу за здравную чашу браги певцы загремели здравия он поклонился на все четыре стороны выпил и хваляя славе бога сел на столе дедни и отни только что наступила весна Святослав начал собирать рать полки славян чуди кривичей мери древлян родимичей полян север хорват дулебов и тиверцев под общим именем руси сошлись на берегах Днепра славянские племена вошедшие в состав древнерусского государства перечислены в повести временных лет с ними решил Святослав положить конец хазарскому владычеству прежде всего покорил он вятичей подвластных хазарам их старейшины тюны и жрецы веданы встречали по берегам оки и волги победителя с хлебом и солью Святослав принимал от них дары и клятвы в керметах а хазарам правителям и обладателям их говорил вы досы топили и яли и ныне идите уже прочь и велел им идти к своему кагану чтоб выставлял на всех градах хазарских знамя войны бог ощу навы идти на другое лето Святослав сдержал свое слово по летописям восточном в 358 году эгиры то есть в 968 году пришел он по в Волге на пятистах судах покорил города Болгар Хазеран Итиль и Семендер изгнал отовсюду и хазар правителей и их ученых халдеев и с этого времени об хазарах ни слуху ни дух в описании хазарского похода Святослава 965 год Вельтман опирается на сообщение повести временных лет и книгу путей и государств арабского автора второй половины десятого века Ибн Хаукаля смотрите в книге древнейшее государство на территории СССР материалы и исследования Москва 1976 год Святослав как войник не мог пробыть безратного дела особенно в то время когда благие духи а за ними вслед священная египетская птица аист и птицы певчие тысячегласные и ласточки благовестные и сковранцы прилетают из райских стран погостить в скифские земли одушевить собою красное лето посереди пустынь оживить человека и научить его петь песни возвращаясь из походов к началу руйной осени и сотворив требу богам с людьми своими и пир на весь мир Святослав как легкий парт тружася ловы деять и таким образом время его проходило на зною и на зиме на войне и на лове ночь и день не ведая покоя не блюдя живота не щадя головы тружася ловы деять вельтман цитирует поучение владимира мономаха но в повести временных лет сохранилось упоминание о грандиозных ловах княгини Ольги рано женила Ольга прекрасного и воинственного сына своего желая смирить в нем дерзый нрав от своей княгини имел он двух сыновей Ярополка и Олега но когда порасцвело сердце Святослава он полюбил хорошенькую мелянку ключницу и ларечницу Ольги она была дочь боярина Малыша из Любича что на Днепре близ Чернигово брат ее Добрин или Добрыня Малкович рос вместе с Святославом и был им любим за силу и удальство от Ольги не скрылось что сын ее приступает заповеди в гневе своем сослала она меляну в село Будотина на покаяние он полюбил хорошенькую мелянку ключницу и ларечницу Ольги сообщение о Добрыне Уе дяде князя Владимира и его матери ключницы Малуше есть в повести временных лет под девятьсот семидесятым годом перед тем как отправиться в поход на Дунай Святослав сажает своего старшего сына Ярополка в Киеве а Олега у Древлян свободным остается Новгород и тогда Добрыня подсказывает новгородцам просите Владимира Владимир же был от Малуши ключницы Ольгиной Малуша же была сестра Добрыни отец же им был Малк Любичанин и приходился Добрыня дядей Владимиру существует предположение что Малуша была непростая рабыня ключница а дочь того самого древлянского князя Мала за которого древляне убив Игоря хотели выдать саму Ольгу чем и объясняется ее жестокая месть древлянам но Ольга не просто сожгла дотла древлянскую столицу Искоростень старейшин забрала в плен а других людей убила третьих отдала в рабство мужам своим а остальных оставила платить дань дочь князя Мала Малушу она сделала своей ключницей рабыней летописи сохранили упоминания о гневе Ольги на Малку сосланную в село Будотино где и родился Владимир на этих сообщениях на этих сообщениях от Ольги не скрылось что сын ее приступает заповеди в гневе своем сослала она Миляну в село Будотино на покаяние вельтман вельтман исходит из того что Ольга став христианкой не могла допустить многоженства сына Святослав не любил своей княгини Святослав полюбил Миляну так из дружбы к ее брату Святослав не знал страсти он знал еще только любовь к удальству и его душа порывалась на бой испеченная на углях конина или верина посереди ратного поля нравились ему более лакомого обеда который готовил торчин старейшина поваров княжеских ему любил только отдых на поле побед когда стоя на костях неприятельских под черным знаменем по совершении тризны по убитым прилегал он на седло и смотрел как воины его радостно делили богатую добычу коней и оружие неприятельское после рушения хазарской власти святослав собрал снова великую рать чтобы идти на волгу но послы от заволжских племен явились с покорностью и святослав не знал где искать ему врагов со всех сторон приходили к нему с дарами и предложениями дружбы и мира с запада от германского императора с юга от греческого василевса с севером он был в родстве и в ладу что было делать воинственной душе святослава посереди всеобщего мира святослав не любил пировать и столовать как впоследствии пировал сын его по обычаям заморским вельтман основывается на былинных описаниях по честных перов князя Владимира Красное Солнышко противопоставляя ему святослава говоря о зазорных женах Владимира вельтман основывается на конкретном описании повести временных лет был же Владимир побежден вожделением и вот какие были у него жены Рогнеда которую поселил на Лыбеде где ныне находится сельцо предславина от ее имел он четырех сыновей Изяслава Мстислава Ярослава Всеволода и двух дочерей от гречанки имел он Святополка от Чехини Вышеслава а еще от одной жены Святослава и Мстислава а от Болгарыни Бориса и Глеба а наложниц было у него триста в Вышгороде триста в Белгороде и двести на Берестове в сельце которые называют сейчас Берестовое У Вельтмана были основания для противопоставления спартанского образа жизни Святослава пированием его сына его столы были не браные яства не сахарные питья не медвяные не любил он и сидеть на золотом стуле на рытом бархате на червчатой комке суды рассуживать ряды разряживать грозно костылем махать не было у него ни себе ни людям неги и роскоши жило все по старине и обычаю ни сам он ни бояре теремов высоких не строили красных девиц не неволили идет князь большой на меньшего не прячется на суде умный дураком не ограждается виноватый на правого вины не складывает вокруг него нет невольников все охотники нет жен зазорных ни в предславине ни в Вышгороде ни в Белгороде ни в Берестовом не метали при нем старцы и бояре жеребья на отроков и девиц чтобы резать их в жертву богам не осквернялись еще кровьми земля русская и холм той где стоял двор теремной да не стоял еще идол все эти заморские обычаи выведены были сыном его из-за моря что было делать Святославу в мире мир наступил а разбоем идти на чужие земли он не хотел по обычаю моряков северных и охота ему надоело он уже думал распустить собранную рать в это время на счастье или на беду его прибыл в Киев посол от греческого Кира Никифора известный уже нам Георгий Калакир подъезжая к городу и увидев шатры великой рати по берегам Днепра и людей на Днепре посол спросил что это значит кого воевать сбирается русский князь а идем воевать греков брать с них золото доменять старые полотняные паруса на поволочитые отвечали ему Калакир поверив торопился предстать перед великого князя умилостивить и уластить его дарами когда доложили святославу о прибытии греческого посла он велел по обычаю созвать старцев городских бояр и нарочитых людей Калакир явился посереди сонма со всем запасом даров низко поклонился трижды князю положил перед ним златой паволоки и приветствовал от имени Никифора как от данника приславшего оклады награды русские на Киев Чернигов Переясловль Полтес Кростов Любич и на все прочие грады где сидят великие князи подвластные Святославу объявил что царь Никифор здравия желает брату своему великому князю русскому и что для дружной Руси все врата Греции отперты и ежели приедет Русь с куплею да покупает сколько душе угодно паволок и не запретит царь словом своим всем приходящим из Руси и дает брашно и якори и ужи и парусы сколько потребно а гости получат месячину на полгода и хлебы и вина и мясо и рыбу и различные овощи оклады награды русские дань с Византии установил Олег в год 907 согласно летописи русские пришли к царьграду и разбили греков и приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по 12 гривен за уключину а затем дань для русских городов прежде всего для Киева затем для Чернигово для Переяславля для Полоцка для Ростова для Любича и для прочих городов ибо по этим городам сидят великие князья подвластные Олегу и различные овощи пересказ договора Руси с греками помещенного в повести временных лет потом поднес он Святославу драгоценный меч и просил да обнажить его на непокорных и насилующих Грецию болгар да покорит их королевство и держит его во власти своей и храня дружбу с царем да поделит с ним Дани под 944 годом повесть временных лет сообщает что разгневавшись на предупреждение болгарами византийцев о русском походе Игорь повелепи ченегом воевать болгарскую землю а сам взяв у греков золото и ткани на всех воинов возвратился назад к Киеву лицо святослава просияло милостиво велел он идти послу в посольскую избу ждать решения и сказал старцам и боярам своим царь греческий шлет ко мне посла своего и дары многие не любы мне паволоки золотники и серебряники и камень ядрогое и хламиды багряные и вина и овощи многоразличные а люб мне этот меч добро и честь великая тебе княже отвечали старцы и бояре повелишь угостить послов и гостей всяким брашном и медом угостим повелишь отдарить скорую воском и челядью отдарим с греками любы нам мир держать от них нам дары злата серебра и паволоки болгары данники греков крамола ведут на царьград продолжал святослав насильникам уграм путь кажут через горы царь греческий зовет нас воевать землю болгарскую и держать во власти своей о богата земля болгарская княжа сказал сторожевой воевода дружины великокняжеской претич в годину войны с греками был я там с отцом твоим светлым князем Игорем там земля садом цветом и дубравами украшена горами опоясана велики в той земле горы под облаками так велики что солнце катится по вершинам хороши и города в загорье железняк там родится железо и куют там мечи и сабли с золотой насечкой и копья и стрелы колят а скаты гору сеяны розовым цветом из него же чинят благовонный елей багр и сениту красят там на диво а свежая овощ красная всякая ягода вертоград земной в дубнице кони верховые в то время греки дары вынесли нам а болгары даже не хотели давать и послал меня отец твой княже с наемными печенегами воевать землю тут-то собрали мы добычу оружием богатым борзыми конями шелковыми уздечками с бахромой да с золотыми бляхами а печенеги волки в стаде придет в дом напьется насыть эту тробу а потом требует с хозяина платы за то что ломал зубы свои об его хлеб и по делом ходящим в нечистотах та же бог митова вражья сила сказал великий жрец нет отец они кресту поклоняются и народ добрый храбрый говорят людским языком не то что наши наймицы варяги увидишь сам господине мой княже там тебе бы краситься и славиться дело решенное сказал святослав отпустить посла с честью и дарами рать готова корабли снаряжены пусть скажет царю что иду так богу угодно сказал жрец великий да возвеличится в тебе княже сила сильных и слава славных колокир был отпущен по слову князя а вскоре святослав оставил воеводу претича охранять киев прощался с матерью и детьми садился на свой великокняжеский корабль с шелковыми снастями с парусами поволочитыми у корабля великокняжеского как у птицы вместо очей были яхонты вместо бровей черные соболи вместо клюва два ножа булатные крылья поволочитые чертог муравленый на чертоге беседа слоновый клык подернута рыком бархатом воеводом оставил воеводу претича охранять киев претич упоминается в летописи под девятьсот шестьдесят восьмым годом когда святослав был в болгарии киев осадило бесчисленное множество печенегов собрав войско претич рассчитывал переправиться через днепр и спасти из города княгиню княжичь воодушевив дружину словами если не сделаем этого погубит нас святослав воевода смело двинулся через реку печенегам же показалось что пришел сам князь и побежали от города в рассыпную стали уже поднимать якори как вдруг прискакали от печенежского князя куря гонцы на лихих конях примчались о них к берегу соскочили сбросили япончи и предстали перед князем в шелковых с закидными рукавами бешметах перепоясанных кушаками в желтых четвероугольных шапках с бобровыми околышами и с красными кистями в сапогах с высокими каблуками за плечами лук и колчаны за поясом ножи без особых приветствий сказали они что приехали от своего князя куря а узнав куря что белый царь поднимается на войну и сам идет своей ордой служить по найму у белого царя печенегов по сообщению летописи нанимал князь Игорь повесть временных лет подчеркивает что в девятьсот восемьдесят шестом году в отсутствие святослава они впервые пришли войной на русь пойдем не нужно отвечали им воля ваша а мы все-таки пойдем следом за вами крохи подбирать а случай будет может и понадобимся не велит светлый князь отвечали им ну что ж не велит ведь мы не с вами будем делиться с черной птицей уж запретите и ей летать за собой отвечали они сердит хоть в проводники возьмите сотню сказал один мигнув своим товарищам и прибавив тихо по-своему пусть возьмут сотню в сотне будет место и целой орде не нужно отвечали им не нужно так не нужно мы не навязываемся пожалеете после отвечали печенеги накидывая япончи и садясь на коней за великокняжеским крытым кораблем выгребали из пристани насады попарно при звуках рогов и песен старая княгиня Ольга провожала сына со слезами ей было более осьмидесяти лет народ стоял толпами по берегу и по горам дай вам боже путь дорогу и доброе здравие раздавалось повсюду воины совершили молитву поцеловали родную землю обняли родных и милых и вступили в насады как дружная стая лебедей потянулись насады вниз под днепру запасные ладьи в середине с хлебом и солью живой птицей и с клетками вестовых голубей кони пошли берегом громко заливалось обычная песня то неясен сокол вылетал из гнезда то не белый орел вон выпархивал выезжал князь великий из Киева светлый князь святослав из престольного изменив имя князя владимира на святослав вельтман вводит в повесть отрывок из былины глава четвертая на площади преславской между королевским двором и владычным стекался народ толпами князи сельские с кметами и момцами мчались к раду преславскому желая скорее узнать причину соборного звону здесь сельские старосты с десятскими и подручными вельтман использовал современные ему значение слов в десятом веке фраза означала бы с воинами и оруженосцами рада соборная площадь егуменство из ближайших монастырей и старейшины из своих пригородков ехали также верхами к собору сопровождаемый служками и приспешниками посередине говора шума и побрякивания оружием раздавались взаимные вопросы и догадки о причине сбору но но причина известна была только великому комису да одному старцу гусляру который ходил между народом по площади и водя смычком по гусли напевал печально ой горе горе великая тушба не стало орла не стало петра а орловичи петровичи у грачей в полону вельтман и здесь точен в описании южно-русские гусли это смычковый струнный инструмент типа древнерусских гудков скрипка на русских гуслях звончатых как на греческих формингах и арфах на афинских кантеля играли перстами кто вслушается в слово гусляра идет за ним что он за песню такую напевает гусляр не останавливается а толпа за ним больше и больше что ты поешь гусляр спрашивают его а он как глухой продолжает песню не обращая ни на кого внимания ой горе горе великая тушба чем тут тушбу сбыть куда схоронить в это время из королевского двора выехал великий комис а за ним дружина королевская под предводительством сына его самуила во всем наряде в золотом панцире на полукофтане зеленом с золотыми источниками сверх всего малиновый бархатный плащ на голове шлем нарядный серый конь его в яблоках согнул шею крутым кольцом и кланялся побрякивая браной уздечкой с кистями и подвесками ой филин филин ночная птица запел гусляр идя вслед за поездом комиса комис вступил в собор самуил с дружиной стал у крыльца народ тесно обступил ограды собора а темные слухи о смерти Петра переносились уже из уст в уста слышите король умер как умер где умер а гусляр напевал ой подскочил к нему льстивый враг поразил в широкие персии тяжкий млад зашумел застонал жалобный темный лес ой вышиб он ему душу душеньку вылетала она через гортань вылетала из гортани красными устами отходила ой хлынула волной его теплая кровь за подружкой душкой струею течет ой враны гавраны поднялись с гнезд на белое тело сели кричат ой погубил орла хитрый льстивый враг не хоронит никто орла короля похороним его в утробе своей ой убили короля Петра громко пронеслось по народу кто мутит вскрикнул комито пул подскакав к толпе дружина двинулась за ним в толпу кто мутит подавайте его крикнул снова Самуил грозным голосом но бледный и смущенный народ отступая от коней смолк озирается кругом ищет гусляра а гусляра нет нигде мгновенная тишина изумление было прервано выходом владыки комиса бояр и старейшин на крыльцо общее внимание обратилось на них но в это самое время послышался звук трубы сторожевой башни и на вершине ее захлопал красный стяг воины бояре и народ содрогнулись от неожиданной вести и посереди всеобщего онемения гонец от русского князя святослава явился перед собором с красным знаком на копье от русского великого и светлого князя святослава сказал он подъезжая к крыльцу с какой вестью спросил дрожащим голосом комис русский князь велел сказать королю царства болгарского его боярам всем людям его что идет он полком на вас стройтесь против ой горе горе тужба великая не стало орла короля петра не стало людей в царстве его раздалось в толпе что скажешь ты еще от своего русского князя спросил смущенный и бледный комис ничего отвечал гонец так скажи своему князю продолжал комис что за двадцать шесть лет храбрые болгары лозою изгнали из своей земли насильников руси печенегов тоже будет и теперь то есть в девятьсот сорок первом году когда согласно повести временных лет был отбит набег игоря на царьград но не в повести временных лет не в новгородской первой летписи использовавшей более древний чем повесть источник не в хронике георгия амартола не в краткой полей не наконец в обширнейшем рассказе жития василия нового нет известий об участии в походе печенегов и о столкновениях русичей с болгарами вельтман домыслил этот эпизод исходя из того что первый мир руси с печенегами был заключен уже в девятьсот пятнадцатом году а болгары могли преследовать проходивших мимо них воинов игоревых гой любо вскричал народ лазой изгоним лицо комиса просветлела одарите и угостите гонца пусть едет сытый сказал он государским жалованием всего у меня много ничем не скуден сыты своим хлебом чужого не нужно а готовьтесь угощать гостей нашего князя с дружиной отвечал гонец горделиво конь его взнесся на дыбы перекинулся и народ отхлынул от лихого всадника который горцуя по площади наконец скрылся за городской стеной братья возгласил комис к народу честный собор преосвященный владыка и все духовные строители церковные князи и властители царства болгарского в плачевные ризы облечься бы нам по блаженным светлом короле петре погибшим от руки брата своего иван изгнанного из царства за смуты да злое время злую игру сыграла не в плачевные ризы облечемся а вратные след бы нам в византию идти дозвать на престол королевича бориса да он в залоге и в неволе у греческого царя греческий царь неровного себе хочет на престоле болгарском а слугу себе данника безмолвного честный собор король петр заложил детей да не заложил воли нашей воли своей никому не дадим произнес один болярин не дадим не дадим повторила толпа выбирайте же правители себе и военачальника покуда бог дела устроит произнес комис поклонясь владыке и окинув смиренным взором всех избранного богом да изберем произнес владык да здравствует король георгий крикнули приверженцы комис владык побледнел его слова не поняли и воспользовались ими в войске и в народе повторилось имя комиса но это был не громовой голос всего народа вызванный любовью и желанием общим это был голос подобострастия некоторых и привычка носить оковы комиса посреди необдуманного возглашения раздавались и порывистые крики короля бориса пойдем за ним с огнем и мечом на греков благодарю владыку боляры всех людей произнес комис возвыся голос кланяюсь за честь великую возданную мне за службу царю и царству но этой чести не принимаю я все умолкли притворное великодушие комиса поразило всех не принимаю повторил он теперь ущетим болгарию от врагов освободим нашу загорю от греков комис знал дух народа несколькими словами он увлек его и вызвал общее довольствие и согласие громкими восклицаниями никто не почувствовал как накинул он на всех свои бразды и направил волю честного собора на путь своих желаний соединимся же миром и любовью будем готовиться на брань с Русью и греками идите вооружайтесь братья станем за себя народ громогласно повторил станем за себя и повинуясь властному голосу стал расходиться но тихо как будто шел в неволю ой дали филину над собою волю заведет вас филин в темную ночь пел явившийся снова гусляр приостановится прислушивается к песне что поет гусляр а на душе грустно что то не так глава пятая между тем сердце райны предчувствовала ожидавшие горе оскудела в ней душа взалкала крепости и не обретала слезы катились потоком тушили зарю нет ей утешения от любящих гонит от нее старая тула и сама утешает ее ласками словами бездушными и вдруг пожаловал в ее горницу нежданный гость комис о чем она плачет ты сказала ей спросил он по-армянски тулу нет нет и не думала отвечала тула райна вздрогнула увидя комиса в первый раз посторонний осмелился войти к ней кто дозволил тебе вход в моей горнице комис спросила она вспыхнув отец твой королевна отвечал комис тих король мой отец где ж он сам проговорила беспокойно о чем плакала ты королевна продолжал комис не отвечая на вопрос райны недобрый сон видела или какие-нибудь предчувствия о боже мой что ты на меня так смотришь вскричала райна с каким-то невольным ужасом взглянув на комиса который устремил на нее черный глаз возмущающий душу участие королевна продолжал комис горя искупается слезами взор райны блуждал она оказалась искала выхода чтобы бежать не предвещающих добра я и сам плачу прибавил комис отирая сухие глаза свои и не продолжал более кровожадный ворон смотрел он райни в глаза и каркал про беду все чувства ее онемели тулла произнес он шепотом удаляясь успокой королевну старуха призвала на помощь себе и повторила им приказание комис обе они сами плакали стараясь привести району в чувство когда район вздохнула они торопливо отерли слезы свои района стала приходить в себя взглянула на них сначала в этом взоре проявилась живость на устах улыбка но вдруг райна схватилась за голову и как будто припомнив что-то содрогнулась и побледнела не да произнесла она приходил комис говорил что-то я ничего не помню голова кружится призовите его призову отвечала тула бросив строгий взор на нэду и велик нэда и велик стояли подле райны молча и с трудом воздерживались от слез что вы такие скучные спросила райна нэда и у тебя как будто заплаканы глаза нэда припала к плечу королевны и целуя его чтобы скрыть выступившие на глаза слезы отвечала ничего королевна нэда мне никто еще не сказал для чего был собор в отсутствие отца моего да где же он сам говорят что русь идет на нас войною отвечала нэда а где ж король спросила она опять сквозь слезы верно какое-нибудь несчастье от меня скрывают да говори же нэда ну что ж говорить королевна отвечала нэда я не знаю комиса нет в городе комис куда-то уехал сказал тула входя в горницу уехал не навстречу ли королю пойдемте на вышку отец мой должен же возвращаться я хочу встретить его он еще будет далеко а я буду уже радоваться его возвращению сопровождаемая мамой и своими подругами райнов зашла в башню села на скамью и безмолвно смотрела вдаль едва кто-нибудь покажется на дороге а босс или верховые она вскрикнет не да это кажется король и с нетерпением ждет приближение но все мечты ожидания разрушиваются нет не он говорит она со вздохом и шлет узнать не возвратился ли комис несколько дней прошли для райны в тоскливых и тщетных ожиданиях она истомилась из не могла на третий день тула сказала что идет комис райна бросилась к дверям где король спросила она и с новым трепетом и отвращением отступила от комис он приказал произнес комис медленно и остановился сядем королевна он приказал сказать тебе чтоб ты порадовала его душу и исполнила волю его какую волю говори скорее святую волю короля и отца произнес комис протяжно как будто наслаждаясь истязанием чувств райны какую же волю конечную его волю райна вскрикнула тула подскочила к ней и поддержала ей голову опавшую как цветок на сломленном стебле глаза без слез уста без рыданий но каждая жилка трепетала в райне а комис с притворным чувством горести томил ее рассказами о смерти его несчастное событие говорил он король возвращаясь из зверинца заболел и не мог продолжать путь прислал за мной я нашел его при последнем издыхании в это то время напал на нас злодей иован бог спас меня как будто для того чтобы передать тебе конечную волю отца безмолвная на все бездушные утешения старухи райна казалось наконец вслушалась в них сбросила с головы драгоценную повязку сорвала кованый золотой пояс сдернула с плеч саян тканые из пурпура и золота бросила кольца и поручни и залилась горькими слезами где комис говори мне последнюю волю отца я ее исполню и умру произнесла она успокойся сперва королевна отвечал комис теперь теперь же говори я хочу знать мой король поручил мне заменить тебе отца начал комис заменить отца так же как она заменяет мне мать сказала райна показывая на старуху отеческими попечениями а тебе я заслужу твою дочернюю любовь не трудись же я принадлежу теперь одному богу он мой отец а обитель моя у гроба матери нет королевна сказал комис последняя воля твоего родителя изрекла союз твой сыном моим самуилом этого не будет скричала райна дрожащим голосом передаю тебе слова отца его волю веди меня на могилу отца я умолю его родитель мой отец мой не отдавай меня людям отдай богу он смилуется кто знает где могилы его сказал комис не возмути неповиновением души родительской сказала тула будет она носиться над могилой и изнывать в жалобах на тебя и изноет и не свидится тебе с отцом и матерью на том свете рейн и рейн заряд и комис посмотрел на нее с улыбкой довольствия потрепал старую тулу по плечу и вышел ох королевна королевна начала тула когда истощились слезы рейн и сердилась ты на меня а не я ли правду тебе говорила не избежать того что сулила судьба видела я сама что сердце твое не знает еще иной любви кроме дочерней да не на век родители бог указал любить после них суженного а уж кто суженный как не тот кого указала воля родительская а воля родительская идет от божьей воли я не противлюсь родительской воли отвечала райн а исполнили ее бог ведает душа моя не лежит к самуилу божьей ли и родительской воли насиловать душу мою она не обвенчается с самуилом в храме вылетит из тела пусть берет он за себя бездушный труп кто ж будет изневоливать тебя королевна а сказать правду и меня отдали замуж не по сердцу плакала я плакала а после самой слюбилась тула торопилась утешить усластить райну в которой от избытка горя измирали все чувства именем отца требовали чтоб она не отлагая времени принесла себя в жертву дайте дайте мне хоть выплакать слезы мои на могиле матери помолиться за упокой души родителей отвечала она на все утешения и слова тулы ей дозволили выход заутренне в храм монастырский где погребена была королева мария туда сопровождала ее тула и неда была с ней в плачевной одежде стояла она заутренню на коленях перед гробом матери здесь только обильно текли ее слезы и облегчали душу никого из прихожан не было во время мольбы ее в церкви но на другое утро пробрался туда один блаженный бледный с длинными волосами распадающимися на плечи в черной кашулье припоясанной веревкою табалец пастырский за плечами и с костылем в руках кашулья сермяга нищенская одежда табалец с ума мешок уважение к этому роду людей было в старину так велико что им никто не осмеливался затворить двери храма припав на колено и сотворив молитву старец посмотрел на райну и отер слезу посмотрел на ее мамку тулу и нахмурился потом подошел к неде встал за нею и начал молиться почти вслух господи владыка царь небесный грешник молит тебя не остави его посещением своим да исхитить присущую агнецу из челюстей волчьих недостоявшая задумчиво и не заметившая появление блаженного с испугом оглянулась молись девушка молись не оглядывайся продолжал он знаю я о чем ты молишься ты любишь королевну и я ее люблю бог нам в помощь господи владыка царь небесный да будут разум мой и рука моя орудиями благости твоей молись девушка молись не оглядывайся есть в палатах царских слуги печалующиеся о царе и роде его господи помоги их печалованию есть между ними избранный акипетр ключарь царствия небесного перемолви с ним девушка перемолви помолимся господу сил да кто правосудство и премудрого промысла дело добре смыслям нит будет уба будет восстание правдив бог и терпящим его мздодатец будет не да вслушивалась в слова блаженного и он казался ей явлением свыше возвратясь с райной во двор она пересказала ей чудо и все что слышала слова блаженного проливали в душу сирой райной какое-то утешение и надежды но она задумалась и сказала тебе это чудилось нет не чудилось отвечала я как теперь слышу между царскими слугами есть избранный акипетр ключарь царствия небесного перемолви с ним эти слова намекают на обриня я еще больше уверилась когда он встретился нам на крыльце обринь добрый старик любил родителя да чем он поможет мне отвечала райна а бог ведает сказала пока нет тулы я выйду на крыльцо неда выбежала в сене и увидела что ключарь обринь сидит под навесом крыльца на лавке задумавшись боязливо вышла неда на крыльцо и поклонилась ему здравствуй сказал он что скажешь доброго какие тучи ходят по небу проговорила неда не знаю что сказать тучи мимо идут как и печали наши что королевна ты думаю знаешь что в палатах царских есть верные слуги царские которые печалуются о царе и роде его боязнь неды исчезла обринь обринь сказала наша королевна теперь сирота она умрет ее принуждают идти замуж за сына комис принуждают произнес старик гневно комис говорит что это конечная воля короля она не воспротивится воле отцовской и умрет злодеи ложь и обман проговорил обринь бог только слышал конечную волю короля не убийцам посланным от комиса говорил он ее неда содрогнулась да неда но королевна после все узнает а теперь ей одно спасение бежать из этого царского дворца обратившегося в вертеп разбойников и предателей пусть королевна молится богу и положится на верных рабов божиих и царских ступай покуда чье-нибудь коварное ухо не подслушала чей-нибудь предательский глаз не проник в нашу думу обринь отошел от неды неда побежала в горницу королевны о верю верю они злодеи они убийцы отца моего скричала райна выслушав рассказ неды боже боже что ж я буду делать одно спасение сказал мне обринь бежать королевна бежим от злодеев нет я не бегу пусть убьют меня произнесла райна решительно в каком-то иступлении чувств лицо ее разгорелось дыхание было тяжко но светлый взор устремила она на кивот образов и пала пред ним на колене королевна проговорила неда оставь неда сказала она я хочу молиться неда посмотрела на одушевившиеся лицо райны и ей стало страшно в это время послышался стук клюки неда выбежала в другой покой чтобы скрыть от старухи расстроенные свои чувства не отмолишься прошептала тула входя райна встала опять поплакала нет что ты веселей на душе отвечала ну и слава богу проговорила старуха посматривая с недоверчивостью не век плакать что польза изнурять себя слезами на то ли дана нам молодость да отвечала райна и она все решилась что будет то будет вот видишь бог послал и решимость на родительскую волю всегда достанет доброй воли тула не знала как нарадоваться перемене которая произошла в райне она считала это успехом своих чарующих речей и убеждений и даже влиянием голубиного сердца простенькая подумала она и не тебя бы мы переделали по-своему пользуясь добрым духом райны она заговорила было о свидании с женихом но райна резко отвечала нет в плачевной одежде он меня не увидит на такой час и принарядиться в светлые одежды не грех лукаво заметила тула нет отвечала райна до вечера я черница глава шестая днепр лелеял насады святослава плывут они рядами как лебеди стая за стаей с крутыми шеями с распахнутыми крыльями гребцы влад подзвонкие песни вспенивают воду на каждом насаде по сорока пеших воинов красные щиты стеной у борта кони идут берегом под знаменами своих городов щиты за левом плечом копью правого колчаной стрелы за спиной тут же идет и охота великокняжеская ловчие с ворами гонщих и борзых сокольники с челегами и с соколами челеги ловчие птиц там где днепр пробил каменные горы половецкие начинались кочевья ордынские мирно прошел святослав между ними выплыл на простор русского моря мирно и русское море лелеяло его корабли близко уже был дунай ветер попутный вздувал паруса грибцы сложили весла и насады управляемые только кормчими плавно шли в виду берегов сторожевая стая кораблей вступила уже в священные устья дуная засмотревшись на отдаленные выси гор болгарских и на холмы покрытые яркую зеленью никто не заметил как завязалась на склоне ясного неба громовая туча невидимым узелком и вдруг накатилась клубом разрослась в черную ночь разразилась над кораблями святослава разметала их часть прибила к берегу посадила на мель другую умчала в открытое море между тем сторожевой отряд кораблей прошел уже герло стал переправлять с левого берега дуная на правой передовую конницу под бурью кончил он свое дело и расположился на берегу дуная под горою в ожидании главных сил не заботясь о предосторожностях все думали только о том чтобы надежнее укрыться от ливня и грозы огнемир воевода сторожевого отряда благодарил богов что они послали среди белого дня мрак ночи который способствовал ему без битвы переправить конницу через дунай и стать твердой ногой на земле неприятельской огнемир воевода сторожевого отряда и первое поражение руссов нужны были вельтману из художественных чисто композиционных соображений так же как и обвинения суврусула в убийстве болгарского царя петра у льва дьякона об этих событиях рассказывается так святослав собрав ополчение состоящие из шестидесяти тысяч храбрых воинов кроме обозных отрядов отправился против миссиан с патрикием калокиром миссиане услышав что он проходит уже мимо истро и готовится сделать высадку на берег выступили против него с тридцатью тысячами войск тавры быстро сошли с судов простерли пред собой щиты извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады они болгары не выдержали первого сего нападения обратились в бегство и к стыду своему заперлись в дорастоле укрепленный город миссиан тогда говорят предводитель их петр человек благочестивый и почтенный тронутый сим нечаянным бегством получил параличный удар и вскоре переселился из сей жизни но болгары были уже готовы к встрече руси они видели переправу сторожевого отряда и выжидали удобные минуты чтобы напасть на него внезапно во время самого развала бури накрыли они его всеми своими силами кто успел взяться за меч кого не охватила целая толпа тот защищался и пал со славой все прочие и даже сам воевода были перевязаны и приведены перед главаря рати болгарской самуила комитопула само счастье казалось служило ему но он узнав что корабли русские разбиты бурей не воспользовался бедой их довольный первым успехом он возвратился в прислав и был торжественно встречен как спаситель царства от нашествия русов ай-гай поднимай на щит раздавалось в толпе народа бегущего с возгласом радости за комитопулом пленными и добычей ай-гай повторялось снова и самуила как царя возводимого на царство подняли на щите и понесли к собору лицо комиса рдело от радости народу выкатили бочки вина и мед народ блаженствовал и убил бы того кто осмелился бы произнести посередине его радости ой горе горе великая тужба празднество готовилось к другому дню во всю ночь горели по улицам зажженные смоляные бочки когда райна узнала обо всем случившемся душа ее обмерла решительность и какое-то насильственное спокойствие полное воли и замысла вдруг исчезли она сидела безмолвно как будто углубясь в бездну ожидавших ее несчастье по временам вздрагивала и бесчувственно обводила все окружающее ее потухшими взорами тула нахвалилась наславилась геройством тулу стал уже клонить сон несколько раз уже напоминала она райне что пора на покой но райна качала головой и тихо произносила не хочу тула долго крепилась в сердцах но наконец задремала неда сидела подле королевны бледная с беспокойством смотрела она на старуху и когда голова тулы отяжелела и повисла неда тихо вышла вон еще тише возвратилась она подошла к забывшейся от утомления райне и взяла ее за руку райна вздрогнула ах это ты неда произнесла она а мне показалось и неда почувствовала трепет ее королевна прошептала неда нас ждут все готово пойдем что готово спросила райна пойдем королевна повторила шепотом неда куда спросила опять райна бежим от злодеев кони готовы обрин ждет райна по первому движению казалось готова была встать и идти за недой но вдруг задумалась и громко произнесла нет пусть ведут меня в храм божий что что такое спросила вдруг очнувшись стула ничего отвечала неда дрожащим голосом мутные глаза старухи снова закрылись и голова повисла на плечо неда встала на колени перед райной схватила ее руки и только взорами полными слез умоляла ее идти за собой нет повторила райна решительно неда закрыла лицо руками и заглушив в себе рыдание вышла из покоя райны воротилась снова снова стала умолять ее но райна не отвечая ни слова качала головой а между тем ночь озарилась пробрезгом светлого дня все пропало проговорила неда взглянув в окно рано на другой день явился к изнуренной райне комис взял ее за руку и сказал бездушно нежным отеческим голосом что в день торжества великой победы когда все царство в радости и она должна снять плачевную одежду и облечься в светлую венчальную я готова отвечала райна смертная бледность покрыла ее лицо руки ее дрожали в руках комис но она твердым голосом произнесла я исполню волю родителя ясное утро заволокло облаками день был пасмурный на небе копились тучи но дождь не падал на землю так и юное чело райны затмилось горем на очах копились слезы но ни одна слезинка не упала на грудь день был начат торжественным обрядом и пиром народным к вечеру весь город осветился собор и палаты королевские горели огнями между собором и палатами на площади народ уже ликовал около выставленных бочек вина в это время райна облачилась в злототканые новые одежды подруги расплели девичью косу ее и заплели снова в две косы прицепили к ним струи золотой конетели на грудь ее возложили луницу гривенную вокруг шеи жемчужное ожерелье убрали всю драгоценными серьгами перстнями обручами луница гривенная полукруглая драгоценное ожерелье отличавшиеся от гривны тем что застегивалась на плечах а не вокруг шеи рейна ни слова гнеда держала уже червленицу чтобы накинуть ее на плеча королевны и качала головою с горестным чувством но не смело плакать тула стояла с покрывалом заключающим наряд невесты как мурана готовая накинуть верву на шею девы которую идольники обрекали по жребью зарезать богам мурана по предположению вельтмана мурана дух ужаса в древне славянской мифологии комис отпустил сына в церковь в сопровождении братьев и вельмож а сам отправился в освященные королевские палаты где должна была праздноваться свадьба королевны с его сыном самуил уже в храме соборном в блестящей одежде в багряной мантии нетерпеливо ждет он невесты облик его некрасив но черные глаза яркие владыка в облачении собор полон боляр и вельмож у входа королевская стража вот посередине общего молчания загремел клирос самуил встречает невесту свою райна под покрывалом вступает в храм в сопровождении болярыни подруг приостанавливается с содроганием колеблется чувства ей изменяют но взор ее обращается к небу и она идет вперед хор умолк общее молчание глаза всех обращены на жениха и невесту владыка идет им навстречу самуил хочет взять руку райны прочь злодей вскрикивает она и откинув покрывало вбегает нам вон боже и вы братья дети отца моего произносит она прерывающимся голосом избавьте меня и царство от его убийц нет здесь кровных моих бориса и романа которые бы отомстили хищнику власти за пролитую кровь короля но есть здесь верные ему а я дочь его сирота перед богом и вами вызываю на суд тень отца моего и его убийц обезумило помогите помогите вскричал громогласно побледневший как смерть самуил бросаясь к райне прочь убийца вскричала райна хотела говорить но голос ее был беззвучен посереди восклицаний самуила она заколебалась и упала на руки прибежавших женщин ее понесли из храма постойте дайте я донесу ее раздался чей-то голос в темноте под сводом выхода на паперть и кто-то выхватил райну из рук нэды болярань своротил в боковую дверь и исчез подруги ее и тула торопится протесниться сквозь толпу вслед за нею но у входа в храм раздается народный крик идут идут толпа нахлынула к паперть и навстречу выходящим оглашая своды восклицаниями своего восторга едва показался в дверях самуил кидая мутные вокруг себя взоры крикнула толпа и его схватили за руки и понесли к палатам королевским комис ожидал молодых в трапезной перед престольную палатую где была великолепная столица королевская под парчевым шатром тут должны были восседать молодые и принимать поздравления окруженный сановниками королевскими комис восседал как преобладатель царства на нем была пурпурная царственная мантия не доставала только вместо драгоценной капы венца королевского и вместо властного костыля державы но посреди королевских оруженосцев и сановников он величался как король капа шапка нетерпеливо ожидая конца обряда он был мрачен но взор его просветлел когда послышались крики народа идут сказал он вставая шум близко в сенях встречные певцы за переславление идут рядами становятся у дверей трапезной комис готовится принять молодых в объятья и вот с безумным криком народ несет сына его на руках Самуил страшен мечет иступленные взоры хочет вырваться но толпа проносит его прямо в престольную палату тут только раздается стой братья и Самуила чинно становят перед отцом на землю снимают шапки и здравствует где ж владыка где молодая спрашивает комис сына а он смотрит неподвижными шатер королевский дрожит всем телом схватил отца за руку король король раздалось по всей палате комис оглянулся на престоле сидит король петр и подли него райна как вкопанный смотрит комис на видение а взор уже помутился лицо помертвело члены не 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 а казалось силы духа превозмогли ужас он бросился вслед за другими вон из палаты и грянулся в трапезной пласт о землю а на улицах огни крик шум песни пляски народ гуляет все навесили и между тем посереди говора носятся страшные слухи что король петр ожил и разогнал всю свадьбу но редко на кого действует уже страх народ любит догулять пей братья допивай королевское вино гей лада ладо ле гей лельё лельё ле гудцы гудят плесовую а плесуны припевают гей дивно игралище гей дивно пивалище и схватив друг друга сзади за пояса крутят выкидывают ногами притоптывают порывисто и дружно выпадают вперед дружно отскакивают гей лельё лельё ле вдруг перед самым рассветом пронеслись по воздуху с восточной стороны огненные змейки и послышался за стенами города иной шум и гай народ онемел от страха на стражнице вспыхнуло пламя но уже поздно подало оно весть о предстоящей беде ударил соборный колокол но и он опоздал с воплями бегут жители от стен на площадь а за ними конники на конях и сила многое руси глава седьмая в двенадцати часах езды от приславля при стоке реки малой камы и поныне видно ещё городище котёл развалины древнего болгарского города на вершине горы из подножия который бьёт кипучим ключом вода есть нырище вроде провала под землю спустившись на несколько сажений глубины вы очутитесь под обширными сводами в какие времена человеческая рука образовала в этом подземелье две палаты неизвестно но стены украшены резцом и непонятными чертами с правой стороны от входа бьёт из стены фонтан алмазная струя его падает в бездонный провал находящийся под ним это подземный ключ малой камы в описываемое нами время подземелье казалось было обителью благочестивого отшельника в калугерской одежде сидел он на ковре у самого нырища сквозь которая проникал дневной свет в калугерской одежде одеяние пилигрима калик перехожего русских были перед ним стоял низенький стол треножник на столе лежала развернутая книга тут же листы белого с полотно пергамента медная чернильница с напитанным чернилами шелком перья кисти и бруски краск то призадумывался он и про себя шептал ой долго их нет то перекрестясь принимался тщательно писать или накладывая листы на золото выводить кистью узоры в передней палате заметны были все жилые удобства но вторая освещенная лампадой перед образом отличалась некоторую роскошью и более похожа была на рабочую мудреца и вместе художника воятеля нежели на приют отшельника тут на полках множество книг несколько восковых бюстов и все принадлежности церопластики или воскования стены были увешаны оружием и разной одеждой в рассказе иоланта 1837 год сюжет которого основан на вере в чародейство с помощью церопластики вельтман дает примечание объяснения церопластика искусство вояния по воску в средние века в западной европе вероятно в подражании древним лики святых делались из воску бюстами или восковой живописью но неизвестно в какое время явилась чарование имея начало свое в язычестве это мнимое средство порчи и убийство в двенадцатом веке было в большом употреблении во франции мщение чтобы не подвергать себя большим хлопотам и опасностям делала восковую фигуру совершенно похожую на врага своего или соперника и исполнив над ним все установленные обряды церкви начинала ее терзать воображая что живой человек изображение которого мучат чувствует эти муки даже за три девять земель а идут сказал отшельник послышав звук рога и прибрав предметы своих занятий принялся за хозяйство разослал на стол шерстяную полость положил обвернутый в полотенце хлеб поставил на блюдах копченую рыбу и свежий сыр гэй братя радо ван лестницу раздался голос из провала под фонтаном ой пора пора заждался я вас думал что и возврата вам не будет отвечал он опуская доску с набивными ступенями в провал и утвердив ее в углублении на каменный уступ не бойся королевна держись крепко за меня и с этими словами сильный статный мужчина по наружности средних лет с черными пылкими очами и с черными локонами распавшимися по плечам из-под капы на саян болярский выбежал по лестнице из пропасти на руках его была райна в венчальной своей одежде саян здесь кафтан за ним следом вышли из провала два человека в черных хитонах и скуфьях но под хитонами видны были мечи и буздаваны буздаваны точнее буздыганы здесь палицы здесь светлая наша королевна райна здесь ты безопасно от преследований врагов твоих сказал неизвестный опуская райну на лавку крытую мягким ковром с содроганием райна окинула взором освещенную лампадой палату скажите мне кто вы добрые люди или злые где я успокойся рейн нечего тебе нас страшить мы враги только твоих врагов не царствует уже грех в мертвенном теле нашим мы отшельники от мира братья радован угощай светлую королевну чем бог послал а мы сбросим с себя чужие перья неизвестный вышел в другую палату а старец радован поставил подле райны на лавке маленький круглый столик накрыл скатертью принес соты молока разных плодов хлеба и сыру и радушно просил вкусить чего-нибудь добрая наружность старца более лик божьей матери успокоили райну но она отказалась от пищи ей представлялось каким-то непостижимым сном и невольно содрогнулась она видя себя посередине известных ей людей бог ведает где ты меня не узнаешь теперь райна произнес знакомый уже но вместо черноволосого смуглого балярина явился перед ней старец в колугерской одежде ты не узнаешь меня райна а я тот же человек который извлек тебя из волчьих челюстей и принес сюда на своих руках не удивляйся королевна все просто под небом и нет чудес кроме божиих неволя принудила меня быть не тем что я есть все в жизни неволя и нет воли кроме божией ты принимаешь участие во мне благочестивый старец но скажи же мне кто ты где я ты воззвала к богу и людям да избавит тебя и царство от злодеев и убийц меня послал бог в орудие избавления твоего а кого пошлет на избавление от них царство не знаю здесь в обители моей всевышний положил прибежище твое райна у меня светлая моя дитя мое и я не нарадуюсь что мне бог помог спасти тебя близкую сердцу моему кто ты произнесла райна всматриваясь в черты старца который стоял перед райной сложив руки и умиленно смотря на нее прослезившимися очами не всматривайся не признать тебе меня ты меня никогда не видала а я тебя видел еще на руках матери твоей и любовался так же как теперь любуюсь посмотри сюда вот младенец райна на лоне королева марии узнаешь ли ты себя старец откинул дверцы ставня висящего на стене боже великий это мать моя вскрикнула райна и упала перед выпуклым восковым изображением королевны держащий на руках прекрасного младенца дочь дитя мое доброе дитя вскричал радостно ты узнала мать свою верно похож образ ее о отрекся я от родных и кровных хотел умереть заживо для всех и для всего кроме молитвы и созерцания бога в природе и в душе моей да не мог не сладил сердцем райна оно возмутило дух вопило неумолкаемо поди посмотри на сродников счастливы ли они не пригодится ли для них кроме молитв о божьей помощи и твоя человеческая помощь добрая моя прелестная райна сердце вещун а бог подал мне способ избавить тебя от общих наших злодеев скажи же мне кто ты добрый старец голос твой внушает веру в слова твои благодарить тебя за участие твое могу только слезами кто я райна я дал обет утаить от людей и существование свое и имя зачем им знать и видеть того кто уродился лишним на свет для которого нет заготовленного угла на земле и места в сердце но от тебя райна не утаю перед тобою огонь сердца пожег облачение мое сродница моя племенница моя обними воина брата отца твоего воина произнесла райна с невольным содроганием вижу испугалась ты этого имени сказал старец с горестным чувством и до тебя верно дошла недобрая молва извык в художестве волшебства вызывает мертвых из гроба обаять живых волхованиями да может быть люди и правы наука без веры родила суеверия грешен я обида и во мне возрастала злом и я питал месть не смею обнять тебя чистую непорочную сродницу мою и крупные слезы покатились из глаз воина он не поднимал рук чтобы принять в объятия райну которая бросилась к нему на шею да простит тебя бог в твоих прегрешениях а я не судья брату отца моего сказала она племенница моя произнес воин глубоко вздохнув скажу тебе трудную повесть мою да теперь не время прими пищу отдохни с миром покуда враги наши властвуют покуда братья твои не воссядут на престоле отца поживи в моем убежище здесь ничто не нарушат ни скорби сердца твоего ни молитвы к богу воин вышел задернув занавесом дверь говар в передней палате утих и райна оставшись одна посереди тишины подземелья погрузилась в тяжкую думу и не сводила очей с изображения матери это я повторяла она заливаясь слезами и как будто завидуя счастью младенца который отвечая на нежный взор матери радостно смотрел ей в глаза и кажется тянулся поцеловать ее и в памяти райны оживала прошедшие со всеми светлыми днями юности но все оживающее все милое сердцу быстро проносилось и как будто вызывало ее душу лететь за ним она забылась но тихий сон ее был прерван каким-то странным звуком какими-то страшными голосами райна очнулась с содроганием а перед ней стоит неда и в полном чувстве радости целует ее руки теперь ты будешь спокойнее райна сказал воин ты здесь не одна посереди старцев отшельников подруга твоя неда с тобою о королевна если б ты видела что теперь делается в преславе русь обложила город и может быть уже взяла сказала неда боже мой умилосердие над нами произнесла райна чему бог помог то сделано а чему быть впереди бог поможет сказал воин покуда прощай райна я еду в преслав там совершаются судьбы господни королевна это тот блаженный которого я видела в храме сказала неда когда вышел воин неда это мой дядя воин отвечала и она рассказала удивленный как он спас ее о если б ты знала королевна в каком ужасе была я когда прибежала домой нет тебя нигде ах думаю унес волк каметопул агнецу мою королевну вдруг слышу голос его я и спряталась в синях где ж она кричал он не знаю не знаю отвечала тут только услышала я как она застанала а бешеный самуил бросился вон слава богу думала я по крайней мере и побежала к обриню и ожила он обрадовал меня вестью о твоем спасении и тотчас же отправил меня к тебе королевна мне одно счастье быть с тобой райна обняла неду глава восьмая святослав каким-то чудом явился нежданно под стенами столицы болгарской военные хитрости были известны и древним героем не менее чем новым а быстрота движений и внезапность составляли их отличительные свойства святослав же обозов с собой не возящие ни котла ни мяс ни варя кометопол самуил разбив сторожевой отряд руси отправился торжествовать победу в прислав войско болгарское хотя и осталось на дунае но мало уже заботилась о неприятеле а между тем святослав немедлил узнав наутро что страже его погибло он вспыхнул местью и приказал старейшему своему воеводе свенальду не ожидая севших на мель кораблей идти в дунай конницу переправить на болгарский берег и пустить малыми отрядами по неготовым дорогам через горы и леса к приславу сам же посадив на сто больших кораблей по осьмидесяти человек воинов пеших и по четыре лошади пустился на парусах вслед за ветрами тесной стаей и в отдалении от берегов по пути к царьграду не доезжая до приморского города варны во время ночи пристали корабли русские к берегу высадили войско и прежде нежели узнали в приславе о появлении неприятеля со стороны моря святослав путеводимый греческими проводниками пробрался тайно к стенам столицы царства болгарского он предвидел что главные силы болгарские на дунае остальное войско сторожит ущелье гор на границах греческих и преслав без защиты только одно мщение за нападение на сторожевой отряд и желание выручить из плену любимца своего огнемира побудили святослава столь неожиданно напасть на преслав в летописных источниках о взятии святославом преслава ничего не говорится в первом дунайском походе о котором рассказывает здесь вельтман святослав довольствовался занятием дунайской болгарии и в том числе переяславца малого преслава на дунае по-видимому без боя но во время отлучки в киев когда святослав согласно редписи заявил матери не любом не сидеть в киеве хочу жить в переяславце на дунае там середина земли моей туда стекаются все блага из греческой земли золото поволоки вина различные плоды из чехии и из венгрии серебро и кони из руси же меха и воск мед и рыба провизантийская группировка при дворе нового болгарского царя бориса одержала верх переяславец был осажден и захвачен болгарами повесть временных лет рассказывает далее как вернувшись в 971 году из киева пришел святослав в переяславец и затворились болгары в городе и вышли болгары на битву против святослава и была сеча велика и стали одолевать болгары и сказал святослав своим воинам здесь нам и умереть постоим же мужественно братья и дружина и к вечеру одолел святослав и взял город приступом и послал к грекам со словами хочу идти на вас и взять столицу вашу как и этот город последние слова летописца достаточно ясно показывают что в столкновении с болгарами русь винила греков именно на греков а не на царя бориса в преславе двинул свои войска святослав калеными стрелами повестил он городу о прибытии своем никто не успел еще опомниться ни от упоений празднества не от ужасу внушенного рассказами о событиях в храме и во дворе королевском а русь вступила в город без сопротивления и крови полагайте оружие сносите его под знамена святославли и будете здравы и невредимы раздавался русский клич по городу владыка с болярами и старейшинами город встретил святослава хлебом и солью на площади и молил помиловать город королевская дружина сложила оружие и за нею явились и пленные руссы приведенные самуилом в столицу для торжества победы а король ваш где спросил святослав владыку и боляр почил волею божию король петр отвечал владык а воеводы ваш где неведаем отвечали ему и он почил тяжко тебе телу без головы сказал святослав сопровождаемый чином и вельможами болгарскими он вступил на королевский двор охранная княжеская дружина рядами шла вперед и занимала все входы в воротах встретил святослава ключник королевского двора обринь святослав поднялся на крыльцо вступил в сене в трапезную о да я помешал пиру великому сказал он смотря на горящие повсюду светильники и браные столы вокруг стен а этот один за всех упился продолжал он показав на комеса простертого на земле боляре с ужасом обступили комеса а святослав сопровождаемый своими оруженосцами продолжал идти далее кованым золотым дверям престольный палат обринь откинул червчатый занавес это что такое мертвы мертвы или живой король сидит на престоле своей королевой это изваяние короля петра и его дочери повторил святослав подходя к восковым изображениям петра и райны во всем великолепии облачения царского долго смотрел он безмолвно на лик райны и казалось выжидал чтобы она подняла на него поникшие взоры приосененные густыми ресницами о велик художник сказал он наконец сотворивший чудный велик которому нет подобного в творении богов дал он красоту да не вдохнул жизни не уподобится во веки творения земного художника творению небесного который облёк нашу светлую королевну райну нерукотворную неизобразимую красотой сказал обринь сердце мое и хитрый воятель сольстили образу королевны как греческий художник сольстил образу матери моей и старость ее притворил в юность не не видал князь вели вели хитрый криво и теперь не знаю если была здесь то и должна быть здесь сказал святослав таится ей от меня не для чего и он велел огнемиру идти королевне кланяться ей от русского князя и просил чтобы дозволили ему быть гостем своим огнемир возвратился и сказал что королевны нет ни в палатах не в городе дочь короля петра здесь но утаилась от меня сказал святослав боляром болгарским из города выйти она не могла вам должно быть известно ее убежище скажите ей что не тать и не кровавые мужи со мною не слабыми изведывать силы пришел я и не жженами сладости не убогих привел исхитить ваше богатство не голодных кормить на вашей земле не без приютных жить под вашим кровом пришел я решить вашу распрю с греками скажите королевне чтобы она возвратилась к престолу отца своего бог свидетель правоты слов наших до замкнет навеки уста наши если и с глаголем ложь не ведаем где королевна отвечал владык боляре повторили слова его идите же и ищите свою королевну произнес грозно святослав или дружина моя найдет ее и приведет как продажную пленницу боляре вышли с поникшими головами а святослав утомленный от трудов ратных сложил себя бранные доспехи добрыня как друг его был с ним не разлучен ему поверял святослав все свои помыслы но теперь он желал никого не видеть никого не слышать не знать ничьих дум и свои таить от всех ему хотелось быть самому с собой добрыню он отправил с отрядом на встречу конницы идущие к преславу от дуная мрач находил святослав по палатам смотрел в окна на прислав на цветущую веселую природу его окружающую и как будто завидовал что не здесь провел он юность терял время на безумном разгуле по степям на бойне людской и остря меч тупил душу свою проникнутый какой-то скукой смотрел он на все украшения дворца входил и в престольную палату смотрел в образ райны и уходил мрачен как будто пробуждаясь от сна в котором чудились ему невоплощаемые призраки примчался гонец известием что великая сила болгар идет к преславу пусть идут и сложат головы у стен столицы моей отвечал святослав поиски королевны были напрасны убежденный что она скрывается в преславе святослав казалось готов был на последние средства срыть город до основания чтобы найти ее но гнев превозмог в нем все прочие чувства хотят обаять меня вдруг вскричал он и схватив меч иступленно бросился в престольную палату перед ним живая райна очаровала вызвала нам щение за равнодушие свое они поднимает очей не вздрогнет от ужасу не просит о пощаде и король петр устремив неподвижные глаза на иступленного князя безмолвно смотрит а святослав стоит как изваянный убийца над трупом своей жертвы и кажется думает что это за бездыханный враг передо мною не дух не существо а воплотилась в чужой душе и живет в ней как живая окинув взорами вокруг себя как будто боясь присутствие живого человека святослав вышел из престольной палаты потребовал коня велел огнемиру стеречь прислав а сам пустился с дружиной в чистое поле искать боя разбил каметополу самуила собравшего войско прошел тучей по поморью болгарии и по дунаю а дождил калеными стрелами и камнями города душа его снова удовлетворилась бы победы и славы но победы его были так легки что он чувствовал от них только утомление приказав свинальду сосредоточить и устроить морские силы в доростоле он возвратился в прислав чтоб отсюда начать покорение на горной части болгарии разбил каметополу самуила речь идет о завоевании дунайских гирл когда согласно летписи святослав взял 80 городов вскоре после этого болгария разделилась западная болгария управлявшиеся каметополами заняла антивизантийскую позицию и святослав не предпринимал против нее никаких военных действий где ж королевна ваша спросил он равнодушно у боляр скажите же ей что меч мой поезд а гроза спалит царство ее отца в тот же день донесли святославу что какой-то чернец богомолец просят дозволения поклониться великому князю от неизреченно светлого лица от матери моей подумал святослав и велел допустить к себе старца в черном хитоне вошел седой старец и низко поклонился князю великий князь святослав сказал он окинув очами людей княжеских я не злым умыслом пришел к тебе а с добрым поклоном с миром и любовью и я и слово мое безопасны для тебя святослав окинул взором добрую наружность старца и велел выйти людям своим князь святослав продолжал старец я к тебе послом от нашей королевны райны дочери блаженной памяти короля петра не от извоенного ли ее образа спросил святослав с грозной улыбкой велела королевна кланяться тебе продолжал старец и спросить что сделала тебе русскому князю болгария за что возложил ты на нее руку гнева своего напряг лук свой и поставил ее знаменем на стреляние за что насыпал горестью и напоил желчью не в меру ли было ей борьбы с державой римской за независимость свою а ты княже ва чье имя воюешь за какие вины отверзь уста и хочешь поглотить царство наш так говорила райна королевна болгарская умна ваша королевна сказал святослав с смешкой а который ей год от роду в отсвете она первой юности а скудели очи ее в слезах смутилось сердце изливается душа да не налона матери нет у ней матери светлого отца ее извел хищный зверь воскормленный у престола братьев ее никифор держит в плену и хочет за выкуп взять нашу волю и вложить узду в челюсти наш где ж королевна спросил святослав тронутый словами старц скрывается от врагов своих в пустынные обители отвечал он пусть возвратиться в отчий обитель я не враг женам не от тебя князь великий оставила на отеческую кровлю не от тебя и таится но от злодеев роду своего теперь безбоязненно может она вступить в дом родительский чушь то он стал ей она дева и только под кровь братьей может возвратиться лукавая извергают уста твои сказал святослав вспыхнув снова гневом да хранит тебя бог на правом пути твоем князь великий отвечал старец да и женит верую безверие твое воля твоя стать за правое дело или за лукавая отдать наследие короля петра сыну его старейшему или врагам нашим грекам владей лучше сам не алчат душа моя чужого престола а рука не отнимет отвечал святослав сын петра сядет на отчим золотом столе а болгария какую носила дань грекам такую и будет носить по старине а мне дани вашей не нужно не было у нас князь великий такой невольной старины и постыдного обычая не платила болгария дани грекам и даров не носила а принимала дани и дары от них все загорье до железняка было наш греки искали родства с нами дочь кесаря христофора была за королем петром наверное наступило последнее наше время изнурил нас голод прузии посевы наши истощили а греки грачи хотели искривать наши тела да еще не мертвы мы были знали они что мы изгоним за море хищную стаю их и призвали тебя князь великий воевать нашу землю потемнело наше золото изменилось серебро наше доброе рассыпались камни святыни достояние наша обратилась к чуждом дом и коноплеменникам отпала красота слонит дев как овны беспожити идем мы перед отцом гонящих нас старец сказал умиленно святослав дай мне время на думу и на веру правде слов твоих воздам правду и дел когда сын петра приедет в прислав тогда предстань перед лицо королевича с поклоном от сестры его и помыслы и дела твои благи князь великий отвечал старец и радостный вышел от него смиренным чернецом пробрался он за город в лесу за стражницую ожидал его спутник калугер с заводным конем они пустились по дороге городищу котлу к вечеру приехали они к вершине строй реки своротили в гору лесом спустились в крутой овраг пробрались сквозь чащу под навес скалы и скрылись во мраке пещеры из которой катилась и журчала по каменистому лону алмазная струя источника кони верно знали путь под сводами подземелья бодро шли они углубляясь в преисподний мрак наконец вдали показался слабый свет и путники выехали в настоящий котел среди гор стенами этого котла были обрывистые скалы осененные лесом они поднялись на лужайку тихо заржали кони им отозвались товарищи под глухим навесом вековых дерев путники привязали своих к прочим и возвратились в ущелье здесь также струйка пробиралась между камнями из пещеры они вошли в пещеру и вскоре под землей послышался глухой звук рога глава 9 теперь мы должны обратиться крайне вы помните то время когда воин привез ее в подземелье и снова уехал в прислав проведать что там делается подъезжая городу он заплакал плачем иеремии о сионе древнееврейскому пророку иеремии седьмое начало шестого веков до нашей эры принадлежат вошедшие в библию проповеди и изречения а также плач иеремии от друга своего обриня узнал он подробности о взятии города и о смерти комис о недаром же я извоял лик петра чтобы убийца смотрел на него и казнился им сказал воин но когда обринь рассказал ему что князю русскому полюбился ли королевны райны и что он велел искать ее повсюду воин содрогнулся за участь рай он знал нравы и обычаи северных героев и разгульную их жизнь боже боже вскричал он из одного корня возрастает доброй зло да нет не достанется племенница моя в руки насильнику и женолюбцу брат обринь едем со мною боюсь я он не поверит чтобы кто нибудь из боляр дворовых не знал где королевна и будет пытать ну что ж друг кто пытает тот и убивает свою жизнь отдам я на муки и смерть а ничьей чужой на поругание насильником не выдам и братья за что упрекнул ты меня сказал воин усомнился ли я в тебе я ли не верю что твоей благочестивой душе лучше быть у бога чем в теле да может быть пригодится она еще добрым людям а мне дорога без тебя скудеют и мои силы обринь убедился чувствами дружбы воина и решился ехать с ним но из города выезд был уже воспрещен есть выход сказал обринь непрочны верно убежище и ограды людей что они кроме торжественных ворот заготовляют на случай собачью лазейку когда настал вечер он провел воина в одну из башен дворовых они спустились по лестнице в из-под башни один из диких камней основания был устроен на оси при небольшом усилии обринь повернул его и открыл подземный ход темно уже было когда воин и обринь добрались до выхода в скалистом утесе горы вне города и выбрались на дорогу котлу райна с чувством радостном встретила обриня верного друга и слугу отца своего старик прослезился безмолвно целую руку королевны и райна прослезилась уста немы а душа высказывает свои печали в продолжении двух недель воин боялся выйти на белый свет и никого из братьей не выпускал из подземелья время проходило однообразно здесь светлая моя райна ты мне радостней света покуда покажет бог надежный исход из беды здесь и зноет сердце моё если ты углубишься в думы об этом свете здесь в тихой обители есть тихая прибежище и мыслям питая их святой пищей чтоб не разлетелись как птенцы от души матери своей искать пропитание на воле и не измерли от голоду и жажды по совету воина райна внимательно слушала святое писание которые читал вслух обринь и душа ее спокоилась сам воин также слушая чтение занимался любимым своим занятием священной живописью райна сказал он однажды теперь горе поутихло в тебе выслушай трудную повесть мою исповедь облегчают душу от горьких воспоминаний райна села под для него и он начал первая жена крале симеона была пленница говорят будто мадьярка дочь одного вельможи угорского наверное не знаю я знаю только что она была язычница и как не любила короля но креститься не хотела когда родился сыну короля симеона а этот сын я он умолял мать мою принять святое крещение да она стояла на своем знай же что ты не венчаешься со мною на царство и сын язычницы не будет моим наследником сказал симеон в гневе своем и сдержал слова вскоре мать мою вместе со мною заключили в монастырь а король женился на мнимой сестре одного греческого выходца георгия сурсовула из армян когда от нее родился сын пётр твой отец райна король на радости пожаловал георгия в сан комиса возмущается душа моя при воспоминании всех зол которые причинил этот честолюбец всему роду царскому и всей болгарии уловив все эти свои душу короля хитро ловил он и души людей окружавших его и сеял семя раздора между отцом твоим и его братьями до семи лет рос я при матери в монастыре с молоком всасывал желчь злоба ее против симеона с колыбели слышал одну песню расти расти материнские слезы на злодеи вымести когда наступил отроческий возраст мой меня разлучили с матерью король указал отдать меня в науку в другой монастырь тут только проникла в мою душу отчаяние матери и из ее горьких слов понял я кто ее злодей она не перенесла разлуки со мною и вскоре умерла а я жил сыноком моим учителем и возлюбил науку как мать свою учитель мой был художеством и конописец и воятель скоро перенял я его художество и превзошел учителя у другого изучался я музыки и пению тут подружился я с обринем племянником настоятеля святое писание смирила бы душу мою и сердце мое предоставила бы богу вымещать симеону обиду матери и отвержение меня от наследия но на погибель души моей в книга хранилище учителя моего была плевела посереди пшеницы писания отреченные книги мудрствований отводящих от бога чаровник коледник путник научающих к вам еретическим и двенадесять звезд на пагубу безумным верующим волхование призывающим бесов на помощи и идущим к дням рождения своего санов получения урока житию и различных напасти и смертей из этих книг почерпнул я много таинств природы но наука неуправляемые верою создавшего все во благое есть демонское орудие нож в руках злодея сила в мышцах насильника чаровник коледник путник афанасьев приводит перечисления подобных отреченных и отметных книг пришедших на русь вместе с грамотностью именно из византии звездочетцев родословий определение судьбы по рождения громовников волховников чаровников сюда же входили зеленики описание волшебных и целебных трав путники приметы и предзнаменования о встречах в пути трепетники истолкователи примет основанных на трепете различных частей человеческого тела а щи верх главы потрепещет лицо или уши горят в ухо десное и левое пошумит длань посвербит и так далее поэтические воззрения славян на природу том 3 москва 1869 год страницы 609 610 стали меня готовить к искусу на пострижение но не монашество лежало у меня на сердце я бежал и стал обаять и мутить народ недобрыми предвещаниями разгневанный симеон велел поймать меня и заключить в темницу я принужден был оставить болгарию и удалиться в царь град который давно хотелось мне видеть можно ли было найти в целом мире лучше этого поприще для игры необузданных страстей вот он царь земных городов думал я пробираясь сквозь толпы народа который казалось мне сошелся со всех пределов мира на годичное торжество что за праздник сегодня почему открыты все ворота и храмы и народ так безумно гуляет по стогнам спросил я у одного проходящего это и верно новый человек здесь отвечал он посмотрев на меня сегодня большой праздник пойдем пойдем в мой приход и взяв за руку он повел меня на лестницу одного великолепного здания с трудом пробрались мы сквозь толпу входящего и выходящего народа в обширных покоях шумно пировали гости вокруг столов молец пищи и питья вскричал он усадив меня у стола нам тотчас подали вина и разных вкусных блюд покуда я смотрел с удивлением на все окружающее меня товарищ мой ел и хвалил вино и брашно какой же праздник сегодня спросил я его наконец как какой протасия в день так что ж такое как что помилуй приходский праздник ведь мы в приходе всех святых но с праздником сказал он допивая вино и вставая с мест так расплатить же господин с хозяином здесь уж такой обычай все в складку я даю праздник от и деньги и он оставил меня расплачиваться содержателем гостиниц этому опыту достаточно было для меня чтоб понять жизнь цареградскую но молодость увлекла меня и я понял только что есть условия жизни кроме тех к которым я привык на родине что можно жить за счет других что умный обман и умная подлость пользуется иногда всеми преимуществами жизни добродетельной преданный страстно искусству я не оставил его видел все лучшие произведения искусств скоро сам приобрел известность но все это так слилось с развратом души что не знаю выкупил ли я чистоту и и сорокалетним покаянием я свел знакомство с разгульной молодежью эвномии цареградской тут мог бы я видеть как подают пример попирать законы те которые должны и свещать их своим поведением но в пылу разгула я часто тешился вместе с ними в промышленную игру каким образом законным порядком правого обвинять виновного оправдать надо тебе сказать что года за четыре до моего прибытия в царь град дед твой симеон придав огню и мечу македонию и фракию стал уже станом близ в лохерны вельтман использует сочинение продолжателя хроники георгия а мартула далее в описании унижения романа он использует тот же первоисточник смотрите истрин хроника георгия а мартула петроград 1920 год том 1 патриарх и вельможи вышли с дарами просить о мире и пощаде города но он требовал чтобы сам император явился к нему как к победителю и сам просил его о мире роман должен был покориться необходимость можешь судить до какого унижения дошел новый рим под великолепием одежд своих весь двор и дружина императорская в торжественном облачении сопровождали романа в стан симеонов и народ смотрел саград цареградских как поклонялись перед варваром знамена греческие и как легионы ударяя в золотые серебряные и медные щиты возглашали его царем не было уже людей которые бы чувствовали и понимали это унижение в царь граде были промышленники облаченные в сан вельмож промышленники облаченные в блестящее оружие но не было ни истинных вельмож не воинов торговцам ли было думать о чести и славе общей они о собственной выгоде им ли было вымерять пальмы и взвешивать на весах ум и душу человеческую когда узнали что симеон снова поднимается войной на царь град злоумышленники возмутили народ распустив слухи что таинственные надписи на подножии мраморного всадника стоящего на площади таврической предвещают последние времена греческого царства и что придет великан и в прах разорит царь град эта статуя привезенная из антиохии просто было изображение беллерофона поражающего химеру по подобию человека в образе зверином поборника древнего змея но невежественный народ верит скорее недобрым слухом толпы стекались на таврическую площадь смотреть с ужасом на статую напрасно явились новые толкователи и уверяли всех что хотя по словам начертанным на подножии и придет какой-то великан разорять греческое царство но по другой надписи находящиеся на копыте коня до этого не допустит лежащие под стопами коня человек в странной одежде симеон в самом деле вступил уже в загорье и разбил сторожевое войско союзников греческих сербов народ впал в совершенное уныние посередине этих смут пришел ко мне дом мартин один из приятелей моих эвномитов у тебя говорит есть образ болгарского короля симеона извая его в большом размере зачем нужно после скажу возьми что хочешь мне нужны были деньги и я изваял в колоссальном размере лик отца моего смотри же сказал он взяв от меня изваяние это тайна никому ни слова а то будет плохо тут воин остановился и вздохнул ты слышала райна продолжал он про события случившиеся в царьграде перед смертью короля симеона ах слышала про это чудо отвечала райна но слушай же дальше как делаются такие чудеса когда до меня дошли слухи что белерофон обратился в образ симеона я не понял с какой целью это было сделано но прибежав на площадь и узнав как неизвестный человек сотворил чудо срубил мнимую мраморную голову и сжег ее на костре я понял в чем дело невольно содрогнулся я вспомнив чары чернокнижия каким образом извести врага своего заочно отпев и истерзав на части изваянный из воску его лик вечеру дом мартин пришел ко мне чтобы вместе идти к сенозохию знаешь теперь спросил он улыбаясь какое употребление сделал я с головою симеона знаю отвечал я не дурен отвод ну что же делать надо как-нибудь восстановлять спокойствие и дух народа панический страх обаял весь город надо было чем-нибудь помогать посмотри теперь все ожили откуда взялась в войске храбрость заходили молодцами каждый готов вызывать симеона на рукопашный бой вот что значит любезный друг сердце человеческое безумно гуляли мы насчет сердца человеческого когда дошла до меня весть что симеон умер именно в тот день и час когда голова его изваянная мною из воску растаяла на костре посереди площади таврической описание смерти царя симеона у вельтмана естественно относятся к области романического воображения в хронике георгия амартола на который опирается и повесть временных лет смерть симеона представлена более прозаично симеон ходил на хорватов и победили его хорваты и умер оставив петра сына своего князем над болгарами о райна райна страшно подействовал на совесть мою этот случай почернело белое лицо мое развелись и побелели черные кудри мои опали с меня листья юности моей я был союзником демонов убивших отца моего совесть стала пытать душу я бежал из царьграда и искал уединенного приюта в темных ущельях гор моей родины в народе носилось давнее поверье что это пещера челюсти смерти и все со страхом обходили ее я решился войти и нашел верный приют отшельничества цвет издавна тут жила уже братья благочестивых в тайне от людей и принимала в сожительство только тех которых и стены монашеские не могли скрыть от гонения и злобы людской я упрекал тень матери что она напела мне месть родному отцу волею или неволею я был орудием месть и в сорок лет пустынной жизни не умолил еще бога что помыл меня от греха и уберил душу мою не слова отдела выкупают душу в молитве о себе я забыл всех ближних моих не помыслил о том что может быть совет мой нужен им во благо а рука в защиту что еще в силах был бы я стоять на страже у брата петра против сетей комиса врага всему нашему роду злодейство свое сложил он на покойного брата иова на да послал же меня бог принять истину из уст раскаившегося грешника исполнителя злой воли комиса в вечеру перед тем как печальный звон огласил при славу смерть петра пришла мне мысль узнать что делается там с ближними и кровными моими и навестить обриня хотелось мне и на тебя порадоваться райн в царские праздники ты сама раздавала помощь бедным однажды я стоял на паперти храма в ряду нищих и болящих рука твоя рай на племенница моя подала и мне милостыню припомнишь ли ты старца всех ты отделила по сребренику а ему дала два о добрый сродник мой отвечала рай на теперь понимаю я от чего знакомы мне черты твои помню смирение твое мне казалось грешно сравнять тебя с теми которые готовы были вместе с милостыню оторвать благотворящую руку воин отер слезу и продолжал так вот я оседлал коня проехал котел вдруг слышу стон смотрю у самого входа в пещеру лежит человек прислоня голову камню в одной руке закоснел меч другая была отрублена и кровь била из нее как из ключа что с тобой брате спросил я соскочив с коня и подходя к нему кто это человек произнес он приподняв на меня мутные свои очи человек отвечал я и хотел перевязать ему руку постой вскрикнул он судорожно отдернув отсеченную руку люди обманули меня сказали что тут ход в преисподнюю хотел я сам снести туда душу свою да вышел опять на свет божий и голос его иссяк глаза закрылись снова кто ж тебе отсек руку братья спросил я кто отвечал он с усилием отсеки руку соблазняющую тебя говорят а моя рука злое орудие я отсек ее обманул меня проклятый оружие комиса не нанимался я проливать крови короля петра какая страшная встреча произнесла райна и слезы брызнули из глаз ее до райна продолжал воин не скрылись не только от бога но и от людей злодеяния комиса я хотел спасти жизнь убийцы чтобы уличить злодея но он истек кровью я торопился в прислав думал объявить народу на соборе о злодеяниях комиса но дьявол хитрее человек по его слову народ побил бы меня камнями и погибли во втуне мои печали о тебе я молчал и сторожил только над твоею участью предоставив все прочее на волю божию о если б ты видела как я и страдался в ту ночь когда надо сказала мне что ты отказалась от бегства и решилась отдать себя в жертву комитополу я стоял в храме как иступленный и знаешь ли что если б ты подала ему руку свою я бы убил его но ты как голубица вырвалась из когтей ястреба воззвала к народу да тут не было народа тут кроме меня были все рабы комиса голос твой отозвался только в моей груди бог помог мне воспользоваться общей самотохой и спасти тебя обними же теперь меня племенница моя рай набросилась в объятия воина сделай же мне еще милость сказала она я хочу посвятить себя служению богу постой рай на не обрекай себя посту и молитве ты едва только вступила на путь жизни а пути божие неисповедимы у тебя еще есть братья и не чужда судьба твоя всему царству кто знает кроме бога не соединена ли она с судьбой болгарии и ты не цвет польный и не просто крин благоуханный рай на молчала склонив печально голову завтра я поеду в прислав рай на сказал воин о что там делается проговорила на что делается совершаются судьбы божии отвечал воин тихо глава 10 поручив рай ну заботам обриня воин решился наконец ехать в прислав тут он узнал что рати предводимые кометополами разбиты на голову и что все города сдаются на щит грозному но милостивому святославу воин хотел видеть святослава лично молва а его великодушие пронеслась по всей болгарии никто не смел противиться грозе меча его но и никто не жаловался на насилие и грабежи полагаясь на доблесть души князя воин решился предстать ему от имени королевы нам известен уже разговор его с ним воин был очарован великодушием и красотой у князя веря обещанию что он не лишит наследников петра их достояния престола воин возвратился в подземелье и скрыл от рай на свидание свое с русским князем только обриню доверил он радостные свои надежды и поручил отправиться в прислав и ожидать приезда бориса из царьграда по обычаю принялся он за работу но не за кисть а заваяние в продолжении нескольких дней сряду неутомимый с какой-то любовью трудился он над изображением прекрасного мужественного лица когда черты обозначились уже явственно рай на обратила невольное внимание на его работу чей-то лик воин спросила она его увидишь рай на отвечал он внимательнее стала всматриваться рай на в изображение и часто оставляя книгу задумчиво любовалась на прекрасное произведение художника скажи мне воин это образ живого человека или ты создал его по мысли своей о это живой человек отвечал воин по мысли не создашь подобного воин зачем ты это делаешь спросила рай на тихим голосом воин так углублен был в работу что не слыхал вопроса рай на друг он или враг твой спросила она опять враг край на враг отвечал воин отрывисто и невнимательно рай на содрогнулась ей пришла на мысль исповедь воина цареградское событие и смерть короля симеона и рай на жалостью смотрела на образ неизвестного рай не казалось что воин похищает чью-то живую душу вот на плечах изображенного героя явилась багреница под багреницей броня кисть накинула на все черты цвет жизни в голубых очах отразился свет уста разрумянились о боже боже кого он изобразил на этом лике нет вражды и коварства на челе величие в очах светлая душа и сон райны был тревожен изваянный лик превратился в живого человека она трепещет за жизнь его хочет сказать ему чтоб он опасался воина и острова его резца но тут воин рай на не смеет произнести слова старается объяснить витязю знаками что его убьют чтоб он шел за нею что ей известен выход из подземелья но витязь как будто повторяет собственные ее слова нет я не бегу пусть убьют меня вот воин уже заносит резец райна вздрагивает и пробуждается настал день воин принялся за окончательную работу он вглядывается пристально в образ витязя поверяет сходство с памятью воин для чего тебе это изображение спрашивает райна боязливо погоди погоди прошептал воин вместо ответа окинув недовольным взором работу и бросив кисть порывисто схватил резец воин вскричала райна удерживая невольным движением его рук что с тобой райна спросил удивленный воин не убивай его проговорила райна умоляющим голосом понятно мне боязнь твоя райна сказал воин горько улыбнувшись суеверия быстро заражает людей знаешь ли чей это лик рай это лик врага нашим все равно произнесла райна не бойся племенница моя хоть это лик врага нашего однако ж не для того изобразил я это величие и красоту чтоб в безумном суеверии сокрушить свой труд нет я хотел только сохранить в память себе и людям лик добросанного князя святослава святослава произнесла с удивлением райна может быть из врага преобразится он в союзника и братья твои поставит этот лик в престольной палате сбудется лет сказала райна смотря задумчиво на извояние так ли отражается в глазах его великодушие как ты изобразил в самом ли деле так чуден образ его чуден образ его отвечал воин в женах нет тебе подобный а в мужах ему равного полонитом райна пробежал огонь на взор опустились густые черные ресницы она молчала едва переводя дыхание смотрела на образ святослава горячие и думки жарки мысли райны а между тем святослав мирится в душе с болгарией приехал к нему от греческого императора калокир поздравлять с победой утвердить любовь между греками и русью положить ряд разделе болгарии и писать речи на хартию на пергамент древнерусские рукописные книги назывались харатейными никифор назначил калокира правителем той части болгарии которая достанется по договору греком ступай к царю своему отвечал святослав скажи ему что чужого наследия не поделюсь ним пусть шлет с честью вприслав сына петрова бориса и будет он нам обоим не противник а друг и союзник никифор не мог противиться требованиям святослава он не имел ни сил ни средств ни желания ополчиться на внешнего врага его внимание было устремлено на личного врага которого он видел в военачальники цимисхии победы цимисхия в азии над сарацинами прославлялись народом имя его гремело в песнях и стало страшно никифору который припоминал что подобная же слава и победы над сарацинами открыли и ему путь к престолу видел охлаждение к себе народа и что-то недоброе в безмолвной покорности всех окружающих счастье никифора было на исходе в этом положении дел желание святослава было исполнено беспрекословно борис с братом своим с честью был отпущен из царьграда болярий и народ встретили его на крайнах царства а дружина несла на щите к преславу где ожидали его русский князь и все священство пораженный сходством бориса с изображением сестры его райны святослав крепко обнял его как брата и как хозяина ввел в палаты королевский теперь я твой гость борис начал он переступая порог престольной палаты но слова его замерли на устах лик королевны райны снова сидит на престольце вот он ожил и с криком брат мой бежит навстречу борису и бросается в его объятия князь великий святослав кто-то говорит святославу ты сдержал слово свое и королевна сдержала свое но он ничего не слышит в первый раз в жизни он счастлив и начинает чувствовать в себе полноту жизни брат борис сказал он наконец пусть и сестра твоя королевна меня не чужим называет райна этот благодетель наш сказал борис лапзая его лапзанием сердце как меня брата твоего люби его больше всех райна взглянула на святослава и вся сгорела красота ее как будто сбросила вдруг печальной одежды и явилась во всем блеске очарования ни одна победа не празднуется так искренно и радостно как подвиг великодушия народ со всей болгарии стекался в прислав на великий праздник на благодатную погоду после бури взоры всех слезились от радости и на народе как на облаке отражалась радуга мира знаменья завета между русью и болгарией когда в день коронования бориса дружина русская села забранные столы поставленные на оболонь и при славском и грянула мечами в кованые щиты во славу короля бориса и гости его великого князя русского святослава одушевленный благостью мира возгласил любимое слово своей матери братья раскуем мечи на орала а копья на серпы не на кровавом мы поле не на костях вражьих перу им не тризну правим на оболоне здесь под стенами крепости раскуем крикнула дружина и все сложили с себя оружие возгласили славу союзникам пир общий закипел весельем скину же и я духовное вооружение мое против радости мира сказал воин скину покуда гощу вас и разделю с вами радости мира в цвете лет и мужества взор святослава горел юношеским огнем посереди семьи королевской рано хотела ольга обуздать пылкий его нрав брачными узами но для изневоленного сердца они казались тяжкими оковами и сердце искала воли посереди удалых забав и мира посереди брани княгиня святославова умерла он был свободен но душа его привыкла уже к подвигам к кочевой военной жизни и к славе побед врагов святослав любил более нежели друзей и боевой встречи с ними радовался более нежели победе победа давала мир он боялся мира в приславе только почувствовал он мир в самом себе и как будто боясь чтоб он не нарушился чем-нибудь желал иметь верный залог этого мира кто кроме судьбы мог бы противиться горячему его желанию едва святослав задумал о чем-то посереди торжеств и перов вдруг явился к нему гонец из руси с вестью что великие силы печенегов грозят киеву и что великая княгиня ольга больна при смерти и молит сына принять душу матери и похоронить тело вслед за гонцом явились и старейшины киевские княже сказали они стужились мы по тебе чужой земли ищешь ты от своей отчуждался такой упрек согласно повести временных лет был действительно брошен святославу оставившему киев на произвол судьбы и послали киевляне к святославу со словами ты князь ищешь чужой земли а свою покинул а нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих если не придешь и не защитишь нас то возьмут таки нас неужели не жаль тебе своей отчизны старой матери детей своих услышав эти слова святослав с дружиной скоро сел на коней и вернулся в киев приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том что случилось с ними от печенегов и собрал воинов прогнал печенегов в поле и наступил мир без счета твоего и матерь твою и детей твоих пленили было печенеги или не пойдешь оборонять нас или не жаль тебе не отчины своей не близких своих не жаль горький были святославу эти весть горек упрек горька и разлука с преславом но он не медлил не задумался сел на коней с дружиною своею и скоком летом помчался киеву обнял престарелую мать и детей собрал войско загнал печенегов в далекие степи сын мой возлюбленный сказала ольга теперь ты со мною и не отпущу я тебя от одра моего до конца дней моих в диалоге ольги и святослава вельтман используют летописные источники относящиеся к юности князя довольно уже прославился ты путями ратными и победами теперь взыщи мира и правды по мысли об уставе земском устрой царство твое крепкое державное и честное не полагайся они на посадников не на беречей сотвори сам наряд в дому твоем раскуй мечи на орала а копья на серпы оружием не проложишь пути к небу будь людям твоим в сень от зною и в покров от хлада утеши у покой конечные дни мои мать моя возлюбленная отвечал святослав вкусившему сладкое горькое не по сердцу видел я красные земли дунайске похвалю ли русские пустыни не мил мне киев хочу жить на дунае там будет среда земли моей где сходится вся благая сына ярополка посажу я в киеве олега в древлянах а сам иду на дунай ольга знала причины которые влекли святослава на дунай добрыня открыл ей тайну от добрыни который до того уверен был что после смерти ольги сестра его милица будет великой княгиней не скрылись думы святослава нарушившие его надежды со вздохом глубоким сказал он ольге благоверная госпожа моя изгубили светлого сына твоего нашего великого князя святослава злые ковы и замыслы болгарские не взяли они его силой взяли хитростью размерят с греками и будут держать вместо счета против врагов своих шел он воевать болгарию обратился поборником и и там покинул он всю дружину свою в ограду чужого царства ольга пришла в ужас узнав что сын ее готов нарушить мир с греками она хотела узнать что обольстила святослава в болгарии смею ли тебе открыть княгине госпожа моя тайну сына твоего говорил ей добрыня распутная сестра королевича болгарского увелась змеей около сердца святослава ослепила ум его и поборола силу мастит ланита румянцам облекается в лепату рис и в злотые обложения хитра как плетение власть своих злое оружие хитростей болгарских беда нам настанет ольга поверила добрыне а желание святослава ехать на дунай убедила ее в истине всего сказанного сын мой отвечала она на слова святослава больно сердцу моему что ты не возлюбил родины и чуждаешься дома и кровных скажи мне истину какой бисер многоценный обрел ты на дунае кто посеял там для тебя благо что торопишься пожать его к чему приковалась там сердце твое в изволениях разума дам ответ сказал святослав но в изволениях сердце неволен там мирен я духом нет сын мой есть у тебя иное на сердце ты не смирился но пал духом кто обаял тебя взором своим кто умастил тебя ласками своими и усвоил вышел я из детского возраста отвечал святослав и старость не охладила еще меня сам не неволю ничьей души и моей никто не изневолит не силою не обольщением молод ты еще укорять старость холодом время дает опыт а ты испытал только строй и до пути ратные послушай опыта и совета матери прилепись к истинному богу он отведет тебя от наваждений дьявольских прилепился я к богу отцов моих и воли его отвергнуть меня от себя или беречь в путях моих сын мой произнесла ольга со слезами не сноси престола своего на дунай на дунае ищут души твоей шел ты за греков воевать болгарию враги греков были враги твои кто ж вражду твою превратил в дружбу а приязнь в размере обман и правда отвечал святослав сын мой сын знаю я все знаю какими ветрами злодеи болгары сбили корабль с пути знаю каким золотом прелестили тебя и за какую плату наняли в свои холопы зачем оставил ты рад свою в болгарии не оправдаюсь я перед тобою мать моя произнес вспыхнув святослав напутствуй меня благословением я иду к полкам своим о святослав произнесла ольга нрав твой упорен бог с тобой твори волю свою но дай мне умереть прежде не оставляй меня на смертном одре погреби меня и иди куда хочешь святослав не мог противиться последнему желанию больной матери но просил не говорить ему ни слова о болгарии описание вельтмана основано на рассказе повести временных лет видишь я больна куда хочешь уйти от меня ибо она уже разболелась и продолжала когда похоронишь меня отправляйся куда захочешь через три дня ольга умерла и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее и все люди в описании последних дней княгини ольги домысленно лишь коварная роль добрыни мраком покрылось лицо его и над взором как над утренним солнцем висели тучи изнывала душа прошла зима настала весна силы ольги быстро таяли вместе с снегом а душа ее с радостью готовилась к исходу как дух весны из земных недр только что проклюнулась яйцо нового птенца природы и прозябшие семя выбежала на решнее солнце и воскресшая жизнь подала голос в киев прибыл посол из царьграда и объявил что василевс опекун никифор умер державу принял иоанн цемисхий византийский император 968 976 прозванный цемисхием это армянское слово поясняет лев диакон в переводе на греческий язык означает туфелька такое прозвище было дано иоанну потому что он был малого роста происходил из армянской фэмной знати из рода куркуасов был стратегом фэмы антоликов род цемисхиев существовал до 12 века пришел к власти в результате аристократического переворота вёл активную внешнюю политику на балканах в сирии жестоко расправляясь с многочисленными восстаниями внутри империи первым условием возобновления мира греции с руси и цемисхий полагал вывод русских сил из болгарии по первому слову не умерюсь с царем вашим отвечал святослав хочет он построить мир и положить ряд между руси и греками по старине как было при отце моем пусть шлет оклады награды русские и хранит любовь ко мне и ко всем кто под рукою моею посол цемисхия отправился обратно с посланными от святослава которые обязаны были в случае размирья с греками явиться к свинальду военачальнику русских полков в болгарии с указом сосредоточить силы в приславе нанять в помощь конницу угорскую и ожидать великого князя венгры были давними союзниками руси в войнах с византией в тридцатых сороковых годах десятого века их нападение на греков согласовывались с действиями русских князей во время первого похода святослава в болгарию венгерская конница действовала на днестре когда в девятьсот шестьдесят восьмом году отношение святослава с константинополем обострились угры совершили набег на фессалонику святославу первому из русских князей удалось создать настоящий антивизантийский союз против появившихся в афракии армии патрикия петра и варда склира он сумел двинуть два отряда в первом были русские воины во главе с самим князем в ожесточенном сражении описанным русскими летописцами и византийскими историками они разгромили войска петра другой отряд состоял из трех частей первую составляли болгары и руссы вторую венгры третью печенеги а составе действиях этого отряда сообщали византийские хронисты лев дьякон и скилица на которых и опирается вельтман вскоре прибыл посол и от бориса с поклоном и дарами в болгарии было все спокойно но по горделивой осанке пословцы мисхия святослав предвидел угрозу которая готовит он на болгарию мать моя сказал он честь зовет меня на путь а любовь к матери не удержит сказала ольга издыхая вижу как душа твоя рвется к дунаю и тоскует я помолюсь богу чтобы он поторопил успение мое бог с тобой ольга забылась в молитве сын мой сын сказала она наконец преклони чело свое кустам моим бог с тобой да предохранит он тебя не омявенного крещением от пыла души твоей сын мой зачем не послушал ты слов моих и не принял божий щит в ограду путей твоих тихо произнесла ольга эти слова и закрыла глаза смоченные слезами пред текущие христианской земли как дениться перед солнцем как заря перед светом почила и плакались по ней сын ее внуки и все люди великим плачем первую христианку руси погребли вольмовой церкви во имя святого николая и святослав не творил тризны или погребального пира на гробе ее первые дни печали его нарушены были известием из болгарии что греки взяли прислав прислав пал уже после возвращения святослава в болгарию вельтман очевидно стремился снять бремя поражения с непобедимого до толи князя поэтому в повести вопреки историческим фактам святослав прибывает в болгарию к началу обороны доростола и тут же вновь покидает поле битвы бросившись спасать рай ну явно вымышленное спасение райны тем не менее правдоподобно подобную ночную вылазку двух тысяч русских воинов действительно отмечают византийские хронисты разгромив греков они вернулись в доростол правда рай на здесь ни при чем в осажденном доростоле начался голод вскипело сердце святослава посадив старшего сына ярополка на велико княжение и назначив в удел сыну олегу древлянскую землю он торопился в болгарию перед самым отъездом явились мужи новгородские и просили себе князя кого пошлю вам спросил святослав дай нам владимира отвечали новгородцы по научению добрыни вот он вам юный и своем своим добрынию добрыни будет кормильцем ему и отправился владимир с добрынию в новгород а святослав к преславу болгарскому глава 11 святослав предчувствовал как необходимо присутствие его в болгарии но ему нельзя было оторваться с холодным чувством и от гроба матери и от забот о детях и от попечений об устройстве земском по смерти ольги на него возлегли все тяготы с нитью жизни ее разорвалось ожерелье обычного порядка а между тем над болгарией собирались тучи никто не предчувствовал грозы кроме тоскующего сердца райны воин знал причину уныния племенницы часто навещал он ее беседовал с нею о том что занимало ее душу и как благотворная роса окроплял ее сердце из которого возрастали роскошные цветы светлый взор радостная улыбка и живой румянец райна ждала святослава как обреченная ему душой и сердцем судом и рядом тогда как борис принял отчую державу с любовью народной стал спокойно обдуманно без боязни кромол заботиться об устройстве земли своей измерший от голода и войны на престоле цареградском как на сердце прелестницы возлегали попеременно искать ли ее василиса феофрания по смерти романа за малолетством наследников его василия и константина избрала на престол и ложе в правители и опекуны людей по сердцу василиса феофрания василиса феофания феофана сообщает лев диакон будучи из незнатного рода превосходила всех женщин красотою и свежестью своего тела и потому император роман сочетался с ней браком после смерти романа она с сыновьями василием и константином приняла от совета и патриарха полиевк то власть самодержавную никифор фока захватив с помощью армии престол решил легализовать захват власть обручился супругую императора романа прекрасную лакедемонен кую и после воздержанного образа жизни получил склонность к мясо едению чрезвычайно плененный ее красотой говорит о никифоре хронист он имел к ней чрезвычайную благосклонность могучего воина хватило ненадолго вскоре мы уже видим его предающимся по ночам молитвам и спящим на полу а прекрасная феофания феофрания вызывает в столицу соратника никифора иоанна цимисхия прячет его у себя впускает ночью в опочивальню императора отдыхающего на полу на барсовой коже и красном войлоке вырвав никифору бороду заговорщики изрубили его и провозгласили императором иоанна цимисхия но патриарх полиевкт муж святой престарелый но пламенный духом потребовал у иоанна соблюсти видимость благополучия казнить заговорщиков и сослать феофанию новый император последовал его совет первой любимицы и с которым сочеталась она браком и облекла его в пурпур был никифор фока грубый безобразный но могучий и смелый воин духовенство и народ возненавидели его возненавидела вскоре и феофрани выбор ее пал на нового силача и временщика иоанна цимисхия этот дебил и армянин невелик был ростом но как кованный из железа наездник боец и поединщик прославившийся в боях с сарацинами сблизившись с ним феофрания обрекла никифора смерти и тогда как он спал по своему боевому обычаю в крепких оградах дворца на раскинутой на полу медвежьей шкуре 30 кинжалов приковали его к полу а злодей цимисхий хохотал над вылетавший душою предместника своего и вскоре избран был правителем восточной империи и опекуном малолетних детей василевса романа но феофрани ошиблась в цимисхии первым его делом было обвинить ее перед народом в убийстве отца мужа и любимца никифора заключить в монастырь и казнить ее сообщников к нему-то явился коми топол самуил с братьями и с бродом разных людей объявил себя воеводы сил болгарии и просил от имени всего народа защиты против насилия руси и поставленного имя короля бориса в этом дворце вскормила греция бориса говорил самуил а он подкупив святослава дарами и красотой сестры заключил с ним союз против греции воинолюбивый цимисхий радостно принял сторону кометополов во первых потому что они были также армяне родом а во вторых величаясь титулом победителя востока он хотел приобрести титул победителя севера отправив посла к святославу с требованием вывести русские войска из болгарии он велел перевести победоносную свою рать из азии в европу и собрать новые силы в македонии и фракии послы греческие возвратясь из руси с послами святослава нашли цимисхия уже в родосто куда перевозились на кораблях азийские войска и где было назначено сборное место всем прочим узнав от своих послов ответ святослава цимисхий велел сказать послам его что они отправятся вместе с ним в столицу болгарии и там примут ответ царя греческого к русскому князю назначив полководца василия предводителем главных сил и поручив передовой отборный отряд состоящий из наймичей стратегу федору сам цимисхий с десятью тысячами старых сослуживцев своих двинулся быстро в горы стратег в византии наместник области фемы обладающий в ней всей полнотой власти военной и гражданской стратег федор лицо историческое его передовую стражу составлял самуил с несколькими стами сброда сообщников своих зная все тайные пути гор они провели цимисхия мимо застав болгарских и он неожиданно явился из-за высот перед приславом и напал на русский отряд занимавшийся ратным учением на равнине перед городом взятие болгарской столицы было первоочередной задачей цимисхия если мы возьмем приславу говорил он то после того весьма легко преодолеем яростных россиян в описании штурма вельтман опирался на историю льва дьякона русский полководец свинальд был в это время в доростоле где стояли русские корабли в приславе было только стража королевская и 8 тысяч руси нечаянное появление неприятеля в то время когда никто не предвидел войны не готовился к ней и спокойно наслаждался миром привело всех в ужас не знаю кто неприятеля откуда явился но видя бой за городом русские в беспорядке бросились на помощь к своим завязалась битва а между тем ворота городские заперли и завалили окруженные со всех сторон русы дрались как львы в продолжении целого дня под самыми стенами их невозможно было впустить в город без опасения что с ними ворвется и неприятель десять тысяч пришедших с цемисхием должны были отступить но к вечеру в помощь цемисхию прибыл стратег федор наступившая ночь прекратила битву а к утру прислав был уже обложен всеми силами греческого войска начался приступ тщетно цемисхий требовал сдачи города руси болгары стояли на стенах и осыпали стрелами и калеными камнями греков которые под прикрытием щитов приставили лестницы и лезли на стены стало уже смеркаться усилия греков ослабели цемисхий потерял надежду взять прислав но злодей комитопу предложил употребить хитрость воспользуемся темнотой сказал он ему вели отступить от стен я со стороны леса поскочу с отрядом своим мимо твоих войск ты преследуй меня как неприятель в городе подумают что пришла помощь примут за своих отворят мне ворота и когда я буду в городе начни снова приступ суматохи русы и болгары бросятся защищать стены а я нападу на них стыла злодейский умысел понравился цемисхию и удался войска цемисхия отступила от стен войска приславские сложили щиты и прилегли на отдых с оружием в руках уже смеркалась на вершинах стражниц городских зажглись костры весь город и все окрестности озарились заревом вдруг за стенами послышался крик гай и стук оружия наши наши идут крикнули русы видя что полки греческие преследуют несущиеся во весь опор отряд конниц отпирай ворота покуда не налегли на них греки ворота отперли кометопол своим отрядом проскакал в город вслед за ним ряды войск греческих надвинулись на стены с лестницами оглашая воздух криками и ударами в щиты дружина приславская бросилась защищать стены но слышат крики и тревогу позади себя видят бой на прясли ограды сердца дрогнули руки опустились король борис окруженной семьей священством и вельможами едва только успокоился отразив первый приступ греков он уверен был что город выдержит осаду до прибытия свинальда из доростола и покуда стянут войска из пограничных крепостей болгарии когда донесли что отряд руссов сражаясь с греками приближается к городу все терялись в догадках свинальд ли это или сам святослав сердце райны билось в нетерпеливом ожидании вдруг раздались снова военные крики стук оружия гул трупы котлов и в эту минуту общего а не менее на двор королевский прискакал отряд всадников спасайтесь кричали они в один голос к страже двора греки ворвались в город спасайтесь братья несколько из них соскочили с коней бросились на крыльцо вбежали в палаты королевские борисы все окружение его пораженные иступленным криком вбежавших юнаков они имели от ужас только дети бориса вскрикнули и прижались к матери спасайтесь греки в городе кони готовы у крыльца ведите короля несите королеву и с этими словами один из вбежавших в кольчуге и шлеме с опущенным забралом схватил райну на руки и бросился вон моя теперь узнала ты меня узнала самуила повторял он спускаясь с крыльца коня брат на твоих руках король с семьей крикнул злодей и вскочил с ношей своей в седло обхватив правой рукой беспамятную райну взялся за узду сдавил коня и сопровождаемый тремя всадниками помчался во весь опор только что он исчез между зданиями как полк македонской пехоты преследуя болгар вышел на площадь отступая к королевскому двору они вбежали во двор хотели затворить ворота но всадники самуила бросились на них и открыли путь грекам борис ты мой пленник сказал один из них королю которого окружили уже враги его кто-то изменник вскричал борис кто я каме то пулар он если помнишь помню черная душа еще в детских играх наших ты был изменником отвечал борис с королевую с братом романом и детьми повели его во всем королевском облачении встан цемисхия здравствуй король с королевою или королевичами сказал цемисхий усмехаясь недолго ты гостил на родине здравствуй хищная птица на чужом гнезде отвечал борис который знал цемисхия еще льстивом рабом у подножия феофрани поезжай же в константинополь там еще целы твои игрушки сказал цемисхий бросив гневный и презрительный взор на борис и немедленно велел отправить бориса с семьей и брата его романа в царь град лев диакон сообщает об этих событиях тогда говорят борис юный государь миссиан взят был в плен с женою и с двумя малолетними детьми и приведен к императору который принял его с честью называл государем болгаров говоря что он пришел отомстить скифам за претерпенные миссианами обиды но здесь же сообщается что всей битве весьма много пала и миссиан сражавшихся с римлянами как виновниками скифского на них нападение то есть болгары и русские уже ясно видели своего общего врага византию разжигав шую между ними вражду прислав был занят уже греками но бой продолжался в одной части города с восхода зари утренней до восхода звезд несколько тысяч руссов стесненные в одной из улиц дрались отчаянно как косари двигались они вперед по жниву устилая землю рядами врагов смяли их вытеснили на площадь и здесь окруженные со всех сторон порабили они себе путь к двору королевскому бросились в отворенные ворота заперли их за собой завалили и вырубили всех греков которые расположились уже во дворе им легко было бы отстоять высокие ограды замка но на беду около стен были деревянные королевские службы греки стали бросать огонь подожгли пожар разлился по всему двору обнял палаты и несколько тысяч храбрых непобедимых руссов погибли в этом адском пламени глава 12 в тихой отдаленные от преслава подземной обители и в глубине души своей воин радовался о наступившем благоденствии болгарии племенники и райна умоляли его жить с ними но он не мог расстаться навсегда с уединением он привык к тишине подземной в свете копится богатство вещественное а в уединении душевные и то и другое не для одного себя есть какая-то потребность делиться с любимыми и добрыми людьми каждую неделю являлся воин вприслав с богатыми дарами души своей бориса ждал всегда от него мудрого совета а райна утешительные беседы несколько дней уже прошло как он не был в приславе никакой недобрый слух не дошел до него и через кого бы мог дойти разве вещун черный ворон сел бы над ныришем и прокричал горе горе спокойный с благими надеждами выехал воин из пещеры сопровождаемый одним из своих собратьей выбравшись из ущелья гор на дорогу к преславу вдруг видит он что навстречу им едет отряд конницы что за люди сказал товарищ воина по одежде не болгары и не русы одежда кажется македонская куда старцы крикнул начальник отряда по-гречески подскакав к ним вприслав едем храбрые воины отвечал воин удивленный встречи с греческими войсками о да какие у вас кони слезать к поменяемся возьмите пожалуй сказал воин только что после беды не было кони с королевской конюшни неужели тем лучше если ты из эллинов отец калугер так поздравляй и молись богу прислав наш нет старенькие съели зубы продолжал грек осматривая коней чей наш спросил воин вот хорошо чей здесь сам василевс иоанн король болгарский со всей семьей в плену о неисповедимы дела твои господи проговорил воин и у него невольно выступили слезы на глазах что заплакал от радости плачу отвечал воин и не постигаю что выговорить да отец калугер случилось так же что в приславе не успела заняться заря а мы уже взяли город орлами перелетели через стены а русы где спросил воин что нам русь петухи а болгары мокрые куры да они же сами просили василевса чтоб избавил их от насилия руси когда сами просили а как же тайно прислали комитопулов на переговоры комитопулов вскрикнул воин чему тут удивляться верь мне что так не удивляюсь если комитопулов взялись за дело так иначе и быть не может отвечал воин прощаете же боюсь опоздать к вечерни ну прощай а славные кони жаль что старенький грек поскакал с отрядом а воин склонив уныло голову продолжал путь в прислав то опустится быстрой рысью то думы так отяготят его что конь чувствует их и шагом везет свою нож когда из-за утеса открылся город стан греческие и легионы войска которые тянулись по дороге к дунаю воин остановился вздохнул глубоко и отер слезу душа сказал он спутнику смотри столица это болгарского царства или могила на какую беду ехать нам туда отвечал душан что ты это говоришь душан произнес воин с упреком и быстро пустил коня по дороге извивающиеся городу мимо греческого стана расположенного на возвышении смиренно просил он на заставах пропустить его в город называя себя иноком метрополии приславской из греков ступай ступай да не в болгарский прислав лежит этот путь а в греческий город иоаннополь слышишь старец повторяли ему тщеславные покорители столиц боже небесный что осталось с райной произнес воин подъезжая к королевскому двору еще дымившемуся после пожара дом ключеря обриня был подле двора но все дома на площади и поблизости заняты греческими войсками жители стеснились в отдаленных частях города туда поехал воин и по расспросам отыскал обриня старик сидел на завалине одной хижины все погибло брат воин сказал он качая головой сгорело гнездо наш злодея кометополы продали нас где король спросил воин в плену где рай на спросил воин где повторил обринь и закрыл лицо руками говори братья умерла о верно умерла в руках злодея самуила белые волнистые волосы на голове воина распустились повисли куделью лицо помертвела но ярко вспыхнули глаза самуил повторил он слушая рассказ обриня о событии которого он был свидетелем в палате королевской самуил повторил он еще грознее пусть накажет меня бог вечными муками прощай обринь куда брать куда не оставит ли голове в когтях ястребиных нет найду я ущелья хищника ищи братья ищи повторил обринь вслед воину который вскочил на коня и помчался обратно к своему нырищу маврин сказал он одному из своих собратьев помоги горю коршун кометопол похитил племенницу мою унес в свое гнездо негде ему свить его кроме трущобы шумской там нанимал он свою шайку тебе известны все притоны ступай брать разведай за какими оградами за сколькими замками темница королевны знаю знаю отвечал мавринь где быть как не в куле главаря урманской вольницы кула башня здесь укрепленное становище разбойников и мавринь вооружился с ног до головы накинул на себя вместо черной ризы суконный красный пласт и отправился в непроходимый лес который покрывал горы на запад за приславом пласт здесь плащ дубравец сказал воин другому старцу ступай братья к доростолу туда пошел цемисхий со всеми силами разведай что там деется чем решить с собой греков с русами узнай не прибыл ли сам святослав из руси дубравец отправился к доростолу смиренным иноком собирающим подаяния воин провел три дня как изнеможенный дряхлый старик лишившийся уже всех чувств жизни как пробужденный от сна вздохнул он когда возвратился маврин так и есть в куле у главаря я приехал прямо к старому своему побратиму году миру откуда браться из сербского плена ушел на радость и выпили коновку руйного вина ну как поживаете где главарь где момцы гусары что нового он развязал кошель высыпал все что за душой было главарь со всей вольницей на службе у каметополу самуила которого царь греческий обещал сделать королем болгарским и отдал в залог ему королевну а где королевна здесь в куле с меня и довольно было этих вестей прощай братца сказал я ему еду на войну что мне здесь сделать и уехал ну маврин спасибо сказал воин оживая теперь на долю нам трудная работа надо выкрасть королевну покуда тать не возвратился в вертеп свой выкрасть нет войны скулы не выкрадешь высокие стены крепкие замки там заперти живут жены главаря ни входа ни выхода ни им не к ним сторожат их обрезанцы да старые ведьмы а вокруг стен стража день и ночь можно бы взять теперь кулу силой да где силы взять где взять повторил воин задумавшись едем маврин найдем силу эх из дорастола нет вестей да все равно нечего медлить в святославе русском наша помощь другой нет едем к нему хоть в русь на пути встретил воин дубравца посланного в дорастол что нового что нового о битва великая идет на дуна и святославу бог помогает там он скричал радостно воин и не ожидая других вестей помчался во весь опор как лихой смелый юнак гонящийся за славы между тем как быстро всходили и созревали горькие беды болгарии от семян насажденных коварством комета и кометопулов между тем как народ поливал слезами опавший цвет благо своего а рай на измирая в печалях и ужасе молилась о смерти стоя на коленях перед светом божиим проникавшим через окно под потолком в келье ее заключения святослав летел на крыльях к дунаю и прибыл в дорастол когда над любимцем его огнемиром совершалось тризна и войско пала духом у кого на душе горе и отчаяние на лице печали боязнь кому смерть страшна вон из рядов и из стана русского вскричал он к воинам нет нам страху с тобою крикнули воины и душа встрепенулась у всех взоры ожили братья и дружина возгласил он устроив рать к бою все воротим кроме мертвых и дружина русская ударяя радостно в щиты двинулась за ним на горы возвышающиеся над дорастолом где был укрепленный станции мисхия облегавший город начала сечь 10 тысяч руссов шли на сто тысяч греков братья и дружина возгласил снова святослав к утомленным воинам собирайте последние силы не устыдим земли русской победим или сложим головы где твоя ляжет там и свои сложим возгласили войны прогремев мечами в щиты цемисхий почувствовал присутствие святослава имя русского князя разнеслось по рядам греческим и разбитые разметанные сто тысяч в беспорядке отступили с поля вельтман использует одну из самых известных сцен в повести временных лет когда воины святослава вышли на битву и убояшись а огромного неприятельского войска святослав обратился к ним со словами нам некуда уже деться хотим мы или не хотим должны сражаться так не посраним земли русской но ляжем здесь костьми ибо мертвые не принимают позора если же побежим позор нам будет так не побежим же но станем крепко а я пойду впереди вас если моя голова ляжет то о своих сами позаботьтесь и ответили войны где твоя голова ляжет там и свои голову сложим и исполчились русские и была жестокая сеча и одолел святослав а греки побежали укрепленный стан достался в добычу руссам ночь прекратила сражение святослав стал под черным знаменем на костях греческих в шатре цемисхиевом и послал сказать грекам потяну на вас до граду вашего и стану на костях ваших посереди града могучий боец цемисхий надеюсь на свою личную силу более нежели на войско предложил святославу вызов на поединок кто из нас победит тот и владеет обоими народами во чье имя и место царствует цемисхий в цемисхий спросил святослав посланного во имя и место малолетнего сына романова василия и брата его константина отвечал он так пусть же он на кон не ставит чужого добра и наследия а если ему военачальнику царскому наскучила жизнь так избираю он иной любой путь к смерти цемисхий был тот же человек который наездничал в азии перед полками и вызывал арабских витязей на бой но сорвав могучей рукой пурпур с плеч некифора ему незачем уже было тянуться осмелиться на решительную борьбу с святославом значило бы насиловать свое счастье и подвергать опасности приобретенную славу героя бой святославом нисколько не походил на азиатские игры в войну действительно в азии византии не сталкивалась серьезной пехоты и самым основным родом войск считалось тяжело вооруженная конница скоротечные столкновения кавалерии в которой одна сторона спасалась бегством засады и ловушки стали основной тактикой описанные не только в хрониках но и в трактате никифора фоки ошибках с неприятелем показательно что лев диакон посвятивший свою историю почти исключительно описанию войн особо подчеркивал стойкость русских воинов как скоро римские войска сошлись городу дористолу пишет он то тавру скифы сомкнув щиты и копья наподобие стены ожидали их на месте сражения войска сошлись и началась сильная битва которая долго с обеих сторон была в равновесии россы приобретший славу победителей у собственных народов почитая ужасным бедствием лишиться он и и быть побежденными сражались отчаянно византийцы отмечают отважные стремления россов признают что сей народ отважен до безумия храбр силен передают что побежденные тавру скифы никогда живые не сдаются неприятелям знаменательных слова произнесенный согласно византийским хронистом святославом перед сражением под доростолом у нас нет обычая бегством спасаться в отечество но или жить победителями или совершившие знаменитые подвиги умереть со славою цемистский решился искусить святослава золотом а вместе с тем желал выведать как велико число его дружины не сильны мы против тебя стоять прими дары наши и скажи сколько вас и дадим по числу голов льстивы сказали греки судьба греции льстивы и до сегодня говорит летопись золата и паволоки отроком моим сказал святослав а драгоценное оружие принесли вы на голову свою если военачальник ваш не освободит короля бориса с семьей и не пойдет с миром в град свой посланные возвратились к цемисхию с ответом святослава и сказали грозен и лют этот муж презирает золото а любит острое железо рассказ о посольстве цемисхия приведен в повести временных лет так мы пойдем вопреки его нраву иными путями будем договариваться о мире покуда придут корабли мои на дунай сказал цемисхий и снова послы греческие явились в стане святослава но к удивлению их не допустили к нему сперва сказали им что светлый князь велел обождать потом что велел спросить зачем приехали наконец объявили им что если они прибыли с миром и согласием на волю великого князя то могут заключить договоры в совете бояр его а если хотят торговаться то с чем приехали с тем бы ехали и назад этот ответ довершил сомнения греческих посланных они заметили смуту и колебания в словах сановников святославовых объявив что без воли царской не могут решиться на предлагаемое они возвратились в свой стан не знаем причины от чего смутило прибытие наши сановников русских сказали они цемисхию когда мы просили и несколько раз повторяли требование лично видеть князя они всегда уходили долго не возвращались и потом выдумывали какое-нибудь затруднение видеть его он верно болен от раны недаром анема критский похвалился что в битве встретил он самого святослава дал ему сильный удар в голову сбил с коня и если б не подоспел княжеский оружничий убил бы его или взял в плен нет это только уклонение руссов от мира сказал цемисхий довольны новостью сообщенную послами тем лучше корабли мои прибыли и немедленно цемисхий велел идти кораблям своим к доростолу и вступив в бой осадить город со стороны дуная по данному знаку к сражению развернулась царское знамя и цемисхий двинулся со всеми силами на нагорный укрепленный стан руссов началась жаркая битва бодро руссы отражали наступающие полки врагов но голос святослава не раздавался перед рядами не вызывал дружину свою на победу или на гибель не будь боя позади ее на дунае она бы стояла в поле и отстояла его необходимость принудила отступить к стенам доростола и бороняться за оградами флот греческий стеснил русские корабли под самым городом занял рукав дуная облегающий доростол руссы были осаждены со всех сторон уныла душа их не слыхать живительного голоса братья мои отроки не умирать нам заперти умрем лучше в открытом поле но где же святослав с полком отчаянных всадников мчится он к куле главаря урманского воин явился к нему встан под доростолом и слезами на глазах сказал ему князь святослав спаси королевну племенницу мою покуда не пришло время конечно ее погибели воин сказал святослав я добуду ее из плена греческого борис вас сядет на престол свой о если бы она была с братьями своими в плену у греков я бы ждал спокойно твоей победы кто против бога и тебя святослав где же она вскричал святослав где пойдем выручим ее возьми полк дружины с собою и бог даст завтра в ночь рассыплем стены ее темницы куда заключил ее хищник кометопол не задумался святослав не выждал утро велел вскочить на коней всадником полка княжеского и как туча на ветрах понесся вслед за воином и маврином в трущобы шумские не слезая с коней мчались они ночи день к вечеру маврин сказал стой близко кони измучились надо дать им отдых да решать что делать здесь одной силы не возьмешь стены высоки покуда взберемся на них по высоким елем вместо лестниц да заведем бой стража урманская не ляжет мертва не вырезав всех жен главаря а вместе с ними и рай не будет та же участь был такой пример при симеоне поразила эта новость святослава у него и душа и руки жаждали кровавого боя что ж будем мы делать вскричал он или подползем гадами под сонных злодеев нет князь великий отвечал маврин мы повестим о приходе своем гулкими бубнами звонкую песню я научил певцов твоей дружины петь такую песню что гусары встретят нас как родных пойте братья за мной ой гусаре песню за певахме иди песня из уст в уста ладно встречай майя единого сына а сестрица родимого брата а девица заручника друга ладно пойте братья чу навстречу идут до мочицы копят слезы на печаль на радость отзовется ль радостный глаз мая о веселой милицы сестрицы а сердечной душицы девицы ладно ну я еду вперед повещать что идем спуститесь с горы я буду уже у оград кулы послышки звук рога запивайте по второму знаку рысью выберетесь из леса в долину тут ни дороги не тропинки нет а доедете до речки речкой по воде вправо ступаете куда извивается между крутью берегов приведет под скалу тут налево выбита по скале дорожка в гору как раз к воротам кулы ну с богом и мавринь помчался рысцой вперед подъехав к воротам оград кулы он затрубил с треском в медный рог так что стражи над воротами и на боковых башнях вздрогнули и в один голос подали оклик спите вы братья по первому звуку голоса не подали а главарь совсем гусарством под горой скричал мавринь да ну не слышите откладывай ворота и мавринь загремел в рог снова дружина святослава звонкую песню вышла из леса в долину покрытую непроходимым терном на противоположном берегу на обрывистой скале видны были стены и башни кулы по камушкам речки как между двумя гранитными стенами пробирались они куле между тем всполошенная стража подала знак старшине и привратнику и когда по второму звуку рога отвалили ворота святослав с дружиной своей скоком взлетел по вырубленный в скале от истока речки дороги и прежде нежели стражи кулы опомнилась он уже был на дворе замк стража перевязана все входы и заняты русами убитая горем выплакавшая все слезы скорби и любви рай на не привыкла еще засыпать под черными сводами своего заключения вокруг закоптелых стен широкие лавки устланы были дорогими коврами обложены подушками и это составляло уже все украшение покоя пространен мрачен и пуст был он слабый свет ночника в стене освещал райну райна сидела склонив голову на кисть руки как бездыханная а в углу спала старуха дни райны как будто кончились нет для нее будущего все чувства жизни погрузились в прошедшие страшный мир думы населенные призраками живого и мертвого все тут перед ней что сбылось что виделось чувствовалось и близкие души и враги и свет и мрак и все смуты которые не дают сердцу не жить не умереть вдруг послышался звук рога райна очнулась затрепетала и упала на колени обратив очи к разжелезненному окну под самым потолком раздался второй звук рога послышался шум голоса все ближе и ближе боже небесный вынь душу мою из тела вскричала райна с ужасом оглянувшись на дубовую дверь обитую железом когда раздался стук и загремел голос отворите вздрогнула и старуха с просонок кто там крикнула она подбежав к двери отворяй жика повторил голос староста зачем-то он сказала старуха вынимая запор дверь заскрипела кто-то откинул ее нетерпеливо райна раздались знакомые голоса райна скинула руки хотела вскрикнуть но голос измер на устах ее райна душица моя смотри вот он спаситель твой повторял воин приподнимая ее и целуя в плечо воин не место здесь радоваться сказал сурово маврин правда правда отвечал воин пойдем скорее благодарность твоя еще впереди святослав помог крайне спуститься с каменных крутых лестниц они сошли на широкий двор где перевязанная стража кулы окружена была русской дружины вы будете свободны сказал святослав в городе вашем все цело скажите главарю что мы взяли только свое спасибо за милости да что нам в них отвечал старшина стражи не вы изрубили нас оплошных так изрубит главарь были в руках ваших жены его или нет до порог переступила чужая нога их пометает главарь со скалы спаси несчастных князь святослав сказала райна уступайте служить мне а жен освободим женами что хочешь делай они не виноваты и вольны а мы со стражи не пойдем отвечал старшина не пойдем повторили все жаль мне вас храбрых сказал святослав но делать нечего правы и честны ваши слова по приказу князя от перлить и рима маврин объявил женам главаря что они свободны и чтоб скорее выходили из своего заключения я здесь не в неволе отвечала каждый из них от мужа своего не пойду а убить убейте воля ваша уж это такой народ сказал маврин ну бог с ними поезжайте покуда из соседней кулы урманской не пришли на помощь райну посадили на коня подлине и с одной стороны ехал святослав с другой воин дружина выбралась со двора и понеслась вслед за князем часть ее осталось еще чтобы прикрывать путь от преследований дорогой райна узнала о судьбе братьев своих и преслава куда же едем мы спросила она нет тебе теперь иного прибежища в болгарии кроме стана святославова отвечал воин вот спустились уже сгор едут по течению зары вдали открылась туманная даль это берега дуная стала смеркаться на возвышении около селения загорелись огни это войско сказал маврин должно быть стража но руси ли греки неизвестно посланные проведать донесли что это греки в окопе нахмурилась чело святослава братья сказал он к дружине две первые сотни следуйте позади вам на руки королевна болгарская а прочие за мной открывать путь к доростолу и святослав поскакал прямо на стражу греческую греки расположились около огней ужинали беззаботно откуда им было ждать неприятеля русы в тесной осаде внезапный гай налетевшие русской дружины сполошил их они схватились за оружие бросились коням но поздно русы смяли их окружили со всех сторон обезоружили гай боевой клич отдать им коней пусть скачут в стан свой и повестят что следом за нами идет русский князь и дружина русская сказал святослав греком отдали коней и они как вожатые дружина русской мчались вперед и на плечах своих принесли ее на левое крыло стана греческого святослав сдержал слова открыл путь к доростолу все левое крыло разметалась от мечей его бежала на высоты где была ставка царская суматоха распространилась по всему стану цемисхий содрогнулся когда ему донесли что сам святослав явился с великими силами от вершин дуная а между тем русский великий князь вступил во врата доростола и встретил в них райну палаты королевские в доростоле возвышались над самым дунаем за садами на островах стояли ряды насадов русских а за плавними по герлу развивались на мачтах греческие флаги далее взор терялся в равнине степи в туманах скрывающих карпатские горы боже боже подумала райна смотря в окно населится ли когда-нибудь эта степь жизнью или заглохнет пустынею рассеется ли эти туманы или скопятся в новые тучи над нами не задумывайся райна сказал воин божья защита тебе в святославе а в ком мое счастье произнесла печально райна в святославе отвечал тихо воин пылкий румянец оживил лицо райны не говори чего не знаешь воин говорю то что знаю райна нет не знаешь сказала райна мне кажется горе застлала все небо моей жизни и ясные дни не по мне райна райна не возмущай черной думой будущего знаешь ли добрая моя ясный светлый взор человека разгоняет хмару жизни смотри радостнее и надежнее не могу ответить чала райна положение русов в доростоле было отчаянно припасы вышли не дух иссяк в русской дружине а телесные силы от недостатков пищи от беспрестанного труда и боя святослав не предвидел никаких надежд к верной победе но на руках его была судьба болгарии и райны заключи мир князь довольно уже пролитой крови на земле нашей говорил ему воин огради только державу бориса от насилий твоим заступлением святослав склонился на мир и отправил посла к цемисхию сказать что он оставит болгарию если цемисхий возвратит престол болгарский королю борису цемисхий рад был предложению и желал иметь личное свидание с русским великим князем тщеславные греки думали поразить русцев богатством торжественностью и блеском своим хотели строить на поле между войск греческих и русских для свидания монархов великолепный феатрон но святослав сказал что он будет видеться с цемисхием на берегу дуная святослав приехал в условленное место владье в обыкновенной полевой одежде без малейших признаков сана своего сам греб веслом и причалил к берегу когда приблизился к нему цемисхий в окладе великолепия царского сопровождаемый великом чинов двора своего и телохранителями в блестящем большом наряде переговоры эти подробно описаны львом дьяконом при этом подчеркивается именно контраст между византийским императором и русским князем император в позлощенном оружие на коне приехал к берегу истра сопровождаемый великим отрядом всадников блестящих доспехами святослав переезжал через реку в некоторой скифской ладье и сидя за веслом греб наравне с прочими без всякого различия цемисхий сошел с коня святослав сидел на скамье ладье это было свидание благородного белого лебедя с напыщенным павлином но великолепия померкла перед величием кичливости гордыня преклонились перед достоинством тщеславия поникла перед славой греки дивились дебелому мужеству святослава стройному его стану и благообразие под густыми бровями взор голубых глаз был сурово спокоен нос не походил на клюв римский на голове хохол признак великого рода русского и в ухе серьга украшенные жемчужинами и рубином как у благорожденных предков раджий используя известное описание внешности святославой из истории льва дьякона вельтман сближает его с древними обычаями индоевропейцев находя аналогии в древней индии это сравнение святослава с раджанами он проводит и в третьей главе повести мир был заключен королевны избирайтесь теперь по воле твоей сказал святослав хочешь ли остаться в болгарии и положиться на покровительство царя греческого до возвращения брата твоего в прислав или поручив себя гостеприимство земли русской покуда исполнится миром родной край твой враги кометополу еще живы и коварство их не измерло еще сказал воин где ж верное ей прибежище в болгарии а волку лицемисхию поручить охранять агнецу здесь один я сродни крайне не оставлю ее вместе с нею прошу твоего гостеприимства князь великий просьбу дяди повторю и я сирота беспокровная сказала райна не сирота ты береслава сказал святослав в какой семье ты не будешь родную в чьем сердце любимую между тем как писцы писали на хартии совещания дружина святослава садилась на корабли когда приложились золотые печати и святослав с цемисхием разменялись грамотами поднялся злототканый парус и на великокняжеском корабле воин поручил мавленю сказать собратьям что погостив на руси к ним приедет умирать стая русских кораблей плыла по дунаю ключами громкие бубны и гулкие трубы вторили песни греки стояли на горе и смотрели на отъезд замеренных врагов своих вот выплали корабли святослава в широкое море тихо плескала она перекатными волнами крутила кудри ласково осыпала ребра насадов крупным жемчугом горделиво вздувалась и утробу смиря чем-то чванила ся сидит святослав рядом с райной на чертоге мамонтовом под навесом золотой бахромой говорит умильный речь она как заря разрумянилась а не смотрит печально на исчезающие берега родной болгарии склонила очи и от сладкого сна не пробудется позабыла что было и не думает не гадает она что с ней сбудется пробежали корабли святослава вы по черному морю вступили в днепр здесь на родных водах вышли руссы на остров в самом устье под вековым навесистым дубом обставив его стрелами принесли они в жертву перу ну и богам покровителем домашних птиц поклонились в землю облобызали ее и спили днепра потом навязав на голубей алые ленты пустили их на волю и все молча смотрели куда они полетят ты хочешь знать рай на для чего это мы делаем сказал святослав эти голуби вывезены из наших городов быстро полетят они к дому и принесут на родину радостную весть о нашем счастливом возврат высоко вспорхнули освобожденные голуби долго кружились по воздуху в какой-то нерешительность куда лететь велись велись и вдруг дружно стали опускаться на мачте не к добру закричали воин что от путь застлала не понесли добрый весть невольно побледнела рай на вздохнул воин святослав посмотрел на рай ну и задумался невесело села дружина на корабли поплыли вверх по днепру тяжелые что-то насады дружная песня не ладится не придает силы веслам белобережье русское место и замок при переправе через днепр по пути из руси в корсунь разорены печенегами прошли мимо подъезжают к порогам стражи приблизились к лесистому острову близ малого порога вдруг зашипели стрелы по воздуху из лощин по берегам днепра с криком и гамом нагрянули несметные силы печенегов заступили берега сыплют стрелы возьмите окуп и идите прочь так велит им сказать святослав возьмем и с головами вашими отвечают они только зарайну трепещет святослав велит отступать великокняжеский корабль как и прочие насады некрытый чертог под золоченый кровлей и злототканами завесами не ущитит от стрел война оградили его своими щитами святослав на корме воин уговаривает рай ну не страшиться не за себя боюсь я отвечает она под тучами стрел отчаливают ладьи печенеги следят берегом но кони их утомляются насады быстро мчатся по течению днепра в белобережье решается святослав выйти на берег и ждать помощи из киева но едва успели занять разоренный замок белобережья возвышавшиеся на крутизне над днепром и завалить ворота печенеги обложили его со всех сторон а здесь не страшны они нам говорит святослав недалек отсюда киев отчаянных посылает он тайно пробраться мимо печенегов и дать знать ярополку чтоб торопился со своей дружиной киевской к белобережью проходят дни а помощи нет припасы выходят возьмите какой хотите окуп велит сказать святослав печенегом возьмите все сокровища мои и идите прочь ты и наше сокровище отвечает куря отдавайся возьмем тебя и пойдем святослав в нетерпеливом ожидании помощи грозно произносит уже имя ярополка сына своего проходит месяц припаса на исходе воины едят уже конину изнемогают но не ропщут святослав терпит одну с ними участь только гостей своих угощает он остатками хлеба и припасов воин как будто не горюет а райна молчит и качает головой вдруг является гонец из орды облегающий город заключим мир белый царь говорит он что требуете в окуп все дам отвечает святослав окуп невелик пустой окуп да на том стоим теперь золото не надо за золото продали мы твою добычу добычу все отдам спасибо за всю а ты добыл в царстве болгарском красную девицу за ней приехала погоня наняла нас за дорогую цену выручить ее так ты и отдай ее нам и ступай себе с богом гоните его вскричал святослав гоните пожалуй говорит печенек уходя да в чем я виноват я не свое говорю ты белый царь увез любовницу у болгарского воеводы самуила а он с войском пришел выручать ее да и нас нанял вольно тебе было прогонять нас как шел в болгарию пригодились бы сын ярополк грозно проговорил святослав чтоб ты погиб как гибнет отец твой слышишь воин тихо сказала райна самуил и здесь меня преследует не страшны тебе здесь его преследования отвечал воин если я погибну никто ничего не потеряет а если погибнет святослав погибнут братья мои и болгария правда воин о сохрани его бог отвечал воин без его заступления или кометополы или греки положат конец болгарии я готовы идти в окуп другого нет спасения проговорила тихо райна полна райна печали ца сказал воин райна не отвечала ни слова настала ночь осенняя ясная ночь серебряный лик луны отражаясь в днепре дробился на волнах вокруг стен раскинут город юрт повсюду разложены огни меткие стрелки печенежские дозирают под самыми стенами только что чья голова покажется на ограде замка тетива запоет стрелаза жужжит черным жуком а печенек кричит бар есть около полуночи на кровле белой теремной башни возвышавшийся над самым днепром показался кто-то облаченный тенью набежавшего облачко бар крикнул печенек облачко пронеслось луна осветила башню на вершине и и как будто легкий призрак под белым покрывалом склонился на перилы кардаш вскрикнул печенек да это белая голова до белая белая смотри это девица под фатой сидит пригорюнилась и смотрите девица или дух какой-нибудь пугнем нет постой сказать на иону убьем без спросу так еще беда будет рассказать так сказать а как уйдет не уйдет сказал печенек стоящий дозором против башни а ты что за порук а мне что я сказал так да и только на ион ноин здесь ордынский воевода собрались толпы печенегов смотрят на диво идут толки шум рассуждают будить ли своего на йона от те раз будить для таких пустяков что он не видывал что ли девичьей головы это дело столпившиеся печенеги встревожили стражу русскую она подала весть дружина изготовилась к защите стен ожидала приступа вот уже рассвело настал день печенеги продолжают дивиться на вершину башни неподвижно сидит дева преклоняясь к перилам ветер играет ее длинным белым покрывалом а между тем в замке хватились райны князь святослав говорит воин в отчаянии вчера не понял я слов ее она решилась пожертвовать собою она верно нашла выход из города в стан печенежский и сама предалась в руки врага своего коней со мною вскричал святослав и со всеми остальными всадниками своими он ринулся из ворот в стан печенежский как громовая стрела летит посреди врагов все крушит и ломит пробивает к юртам куря но он уже один посереди тысяч стряхивает себя стрелы отбрасывает сабельные удары вместе с руками но вдруг остановился он как мета стрелам ножам саблям смотрит на вершину башни забыл о врагах и пал под ударами их не стала святослава повесть временных лет так описывает гибель великого князя заключив мир с греками святослав в ладьях отправился к порогам и сказал ему воевода отца его свенельт обойди князь пороги на конях ибо стоят у порогов печенеги и не послушал его и пошел в ладьях а переяславцы послали к печенегам сказать вот идет мимо вас на русь святослав с небольшой дружиной забрав у греков много богатства и пленных без числа услышав об этом печенеги заступили пороги и пришел святослав к порогам и нельзя было их пройти и остановился зимовать в белобережье и не стало у них еды и был у них великий голод так что по полугривни платили законскую голову и тут перезимовал святослав и далее в погодной записи шесть тысяч четыреста восьмидесятого 972 года когда наступила весна отправился святослав к порогам и напал на него куря князь печенежский и убили святослава и взяли голову его и сделали чашу из черепа оковав его и пили из него в тверской летописи есть запись одиннадцатого двенадцатого веков что чаша сия и до ныне хранима в казнах князей печенежских пия же из нея князи со княгинию в чертозе и когда поднимаются глаголюще сице каков был си человек его же лоб есть таков буду и родившийся от нас бросился было свенальд спешей дружины на помощь ему но в орде раздавались уже иступленные клики победы свенальд отступил в замок дружина высыпала на ограды а воин на вершине башни стоял уже на коленях перед райной рай на сидит на скамье склонив голову на перила покоится тихим сном ветер играет покрывалом обвивает ее но сон ее вечен вонзившаяся стрела облита кровью ее сердце и воин уснул подле райны склонив голову на ее колено свенальд дождался помощи из киева и возвратился в русь белобережье заняли печенеги и назвали кизи керменом или крепостью девы в повести временных лет лишь указано свенальд же пришел в киев к ярополку исполнил ли цемисхий договор с русским князем нет возвратившись в царьград он торжествовал победу над руссами потом призвал к себе бориса и с высоты величия своего объявил пленнику что он подает ему в милостыню царство болгарское но на условии быть покорным велением его гордо и презрительно усмехнулся борис мое наследие возвращает мне князь русский отвечал он и ты для меня не более как исполнитель условий заключенных с ним разгневанный цемисхий не продолжал разговор надеюсь еще смирить бориса он медлил воздать ему честь как королю болгарии но боясь новой войны святославом он наконец решил смирить собственную гордыню царедворцы явились к борису с багреницей золотым королевским венцом и прочей одежды царь милостив сказали они испытал твое достоинство возвращает твои королевские знамения и просит на свидание в это-то время возвратился в царьград самуил каметопул и объявил о смерти святослава злобная радость заиграла в очах цемисхия введите же короля болгарского с честью на великую площадь к храму святой софии сказал он там встречу я его и совершу торжество и совершилось неслыханное да то ли торжество в истории льва дьякона приводится описание триумфа иоанна цемисхия он вступил в великий храм божественной премудрости имеется в виду царьградская софия и воздав благодарственные молитвы посвятил богу первую долю добыч роскошный мессийский болгарский венец а затем последовал в императорский дворец ввел туда царя мессиан бориса и приказал ему сложить себя знаки царского достоинства они состояли из тиары отороченный пурпуром вышитой золотом и жемчугом а также из багреницы и красных полусапог затем он возвел бориса в сан магистра вот каким образом император иоанн в очень короткое время сверх всяких ожиданий одержал столь великую победу сломил и поверкнет своей воинской опытностью мудрой доблестью и отвагой высокомерное бахвальство россов и подчинил ромеям мессию этот пышный триумф подробно описан и другими византийскими хронистами с почестями встретил цемисхий бориса как короля болгарского в храме святой софии а патриарх по вновь установленному обряду развенчал его сняли с бориса золотой венец багреницу червленые сапоги приняли державу и все знамения царства болгарского и принесли в дар богу самуил кометопул с братьями назначены правителями областей болгарии прошло пять лет цемисхий умерщвлен самуил отложился от греции брат его давид умер моисей погиб при осаде города сэр и брата аарона велел сам убить и облегся в королевские одежды но это была последняя вспышка самобытного существования болгарии посереди крамот мол и кровопролитных войн с грецией с тысяча девятнадцатого года болгарией правили уже наместники василевсов греческих илья ларин несколько дней тому назад я выезжал из дому в город и задумался куда прикажете ехать спросил кучер направо налево отвечал я ему несколько раз без внимания и мы кружили по улицам московским о чем же я думал почтеннейший редактор московского листка догадываетесь ли вы а сказки для вашего журнала странный случай я искал сюжета в голове а нашел его на улице он сам остановил меня на повороте с кузнецкого моста голицынской галереи кто-то крикнул с тротуара стой стой постой брат погоди остановись на минутку имеется в виду знаменитые голицынские палаты построенные в 1684 восемьдесят седьмом годах в охотном ряду и бывшие наряду с троекуровыми палатами одним из выдающихся памятников древнерусского зодчества шестнадцатого века стой крикнул я кучеру верно что-нибудь сломалось погоди повторяла подходя к моим саням какая-то сандального цвета фигура с отвислыми брыльями в фуражке в староформенном длинном сертуке с дубиной в руках сандал дерево употребляемые для изготовления краски обычно красный на сандалица на сандалить нос напиться пьяным отвислыми брыльями брыла губа что тебе любезный постой дай брат гривенничек сделай одолжение дай извини со мной мелких нет полно сделай одолжение дай гривенничек или нет постой да лучше питьал ты не чек пожалуйста брат дай говорю тебе что нет со мной серебра извини пошел крикнул я кучер постой не торопись доедешь дай брат я ей пригожусь малявка суконг сделай милость дали эти последние слова и позиция в которую стал этот лазероне буф подействовали на меня больше нежели просьба а кто ты такой спросил я всматриваясь в сандальное вздутое что-то знакомое лицо ах ты малявка барин какой допрашиваешь кто я да я сам илья ларин всесветный барин ларин илья ларин баба баба откуда тебя суда занесло суконка да ты кто такой а кишинев помнишь кишинев как собак помню братец а меня забыл тебя скажи пожалуйста в самом деле саша эх малявка поцелуй меня нет ж извини так давай брат что у тебя есть в кармане подвело живот ей ей а помнишь пушкина о добрая душа а где брат он пушкина давно нет на свете неужели ах голубушка моя а владимир петрович жив и здоров владимир петрович горчаков 1800 1867 воспитанник муравьевского училища один из ближайших приятелей пушкина и вельтмана по кишиневу ах суконка а иван петрович жив и здоров однако же здесь не место беседовать с тобою садись со мной в сани иван петрович иван петрович лепранди 1790 1880 в воспоминаниях самого лепранди упоминается и илья ларин помню очень хорошо между пушкином и раевским горячий спор как между ними другого и быть не могло по поводу режь меня жги меня но не могу положительно сказать кто из них утверждал что жги принадлежит русской песни и что вместо режь слово говори имеет в пытке тоже значение и что спор этот порешил отставной ферверкер ларин оригинал отлично переданный вельтманом который обыкновенно жил у меня не понимая в чем дело и уже довольно попробовавший за ужином полынкового потянула на эту песню ой жги говори рукавички барановые эти последние слова превратили спор в хохот и обыкновенные с ларином проказы в рассказе вельтмана илья ларин на вопрос где теперь наш иван петрович следует ответ скоро суда будет вельтман горчаков и лепранди сохраняли дружеские отношения скрепленные именем пушкина всю жизнь хотя в описанные сороковые годы многие из них в том числе и лепранди изменились если в 1822 году пушкин рекомендовал вяземскому лепранди словами он мой добрый приятель и верная порука за честь и ум не любим нашим правительством и сам не любит его то в сороковые годы лепранди был уже любим правительством более того став генералом чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел он приобрел зловещую репутацию мастера политического сыска сведения подосланного им агента антонели сыграли решающую роль в деле петрашевцев дай что-нибудь я зайду выпью я ей мочи нет живот подвело ну говорю тебе что со мной нет серебра эх малявка давай хоть 100 рублевую ассигнацию я тебе ее разменяю нечего было делать встретить ларина и не обрадоваться нельзя было на да не засядь в кабаке не пропей всей собака чужие деньги пропивать что ты ты знаешь что я илья ларин всесветный барин выпью за твое здоровье на пятиалтынник и поедем чтоб не терять время в ожидании возвращения из распивочной отставного унтер цей квартера вечно навеселе расскажем первое знакомство с ним некогда в бессарабии в благополучном городе кишиневе в один прекрасный вечер пушкин горчаков и я на широком дворе квартиры лепранди помнится играли в свайку и распивали чай свайка русская народная игра состоящая в метании большого толстого гвоздя в лежащее на земле кольцо здравствуйте господа раздался подлинна сосиплый но громкий голос это был ларин в его обычной одежде с железной дубиной с полпуды весу в руках что тебе спросил серьезно лепранди собака известно что чем гостей встречают а знаешь чем провожают на провожай крикнул он приподняв железную свою дубину и засадив ее в землю до половины мы все захохотали на эту выходку этого только и нужно было ему а как зовут твоего братец денщика ты подай илья ларину всесветному барину стакан чаю с ромом с этой минуты ларин прикомандировался к нам и забавлял нас своими выходками история его короткая он служил унтер цейгвартером мать вспоила его без всякого сомнения не молоком а вином и потому винные пары были всегда главными его двигателями и главной целью жизни он не пил ни воды не квасу не самого лучшего рейнского вина но пил чистое простое вино так как это внутреннее побуждение ограничивалось ежедневным удовлетворением жажды и потребностью выпить известную меру чтоб не сводила живот то природные человеческие свойства доброта и честность не нарушались в нем искательством какого-нибудь другого прочного земного блага по доказанному же правилу что у трезвого в голове то у пьяного на языке ларин переступив границы обыкновенного пьянства был воплощенная прямота и правота это было причиной что несмотря на общую любовь начальников и сослуживцев за его вечное на веселе и постоянное духовне суеты суеты всяческой суеты он никуда не годился для службы в которой нельзя было обойтись без проектов построек и починок без подрядчиков без поставок разных материалов и без подробных отчетов сум его и уволили довременно от службы за то что он однажды в отсутствии начальника провинился не приняв от подрядчика крупного хворосту вместо мелкого леса и не позволил ему замазывать трещины стены одного казенного здания вместо обязанности поставить новую стену получив нагоняй он отозвался было долгом присяги но начальник крикнул а так вот таков то ты вон когда снабдили его отставкой он выпил с горя двойную порцию стал грубить и пугать доносом за что ж братцы меня отставили а спросил он сквозь слезы у сослуживцев а зачем тебе было мешаться не в свои дела как вскричал он чтоб я дозволил мошенничать плуту подрядчику никогда до подрядчику да еще вздумал донос делать ты знаешь что кто вздумает доносить тому головы не сносить вот оно так и вышло ларин выпил еще порцию залег спать на своей койке в казармах и прекрасно бы соснул но пришедший цейгвартер крикнул это пьяница еще здесь вон его ларина растолкали стопай вон кто я вон нет погоди никто не смеет выгонять меня отсюда ни шагу умру здесь цейгвартер донес начальнику что пьяный ларин буянит и не идет из казарм посадим его в каземату покуда проспится приказание было исполнено напрасно кричал и боролся ларин его посадили в каземат донесу донесу на вас разбойники твердил он покуда умаялся прошел день прошла ночь настало утро батюшки мои помогите начал вопить бедный ларин умру ой умру умру голубушка ты моя сходи принеси мне на гривенничек приставленный рядовой жалился над ним понял что ему нужно и принес ларин отвел душу и уснул а что проспался пьяница спросил пришедший цейгвартер спит еще отвечал рядовой растолкать его ну подымайся можешь отправляться на все четыре стороны пошел да чтоб нога твоя здесь не было а ты что за человек спросил ларин подбоченись а собака а вот я покажу тебе кто я эй ребята приподнимите-ка его да взошей налево кругом скомандовал ларин отставив повелитель на ногу и указывая цейгвартеру на дверь тащите его вон вскричал цейгвартер не с места ребята крикнул ларин тащите несколько человек рядовых двинулись на ларина он занес кулак прикомандовал сам себе клац пли шип двух с ног прочие также отлетели в сторону правый левый правый левый раз два раз два повторял он маршруя прямо на цейгвартера и держа кулак наготове цейгвартер бросился от него в двери ларин маршировал за ним повторяя правый левый раз два постой пьяница кричал цейгвартер уходя от него я доложу начальнику доложи что ты трус дрянь а я иду в петербург жаловаться правый левый раз два продолжая маршировать ларин вышел из крепости таким образом в стареньком унтер цейгвартерском сертучишке и в фуражке на бекрень ларин оставил и службу и родную семью казармных товарищей и отправился в поход с одним указом об отставке в кармане горькая казалось бы участь но ему ничего не нужно было на свете кроме и спить да закусить удовлетворенный он шел не справляясь куда ведет дорога когда же пробуждалась в нем потребность в обычном подкреплении сил тогда он проходя город или деревню спрашивал у встречных солдат а где стоит командир шел прям к нему на квартиру приказывал вестовому или денщику доложить что прибыл илья ларин и являлся незваным гостем возглашая здравствуй господин командир его позиция и темп который он делал вдруг правой рукой и правой ногой произнося эти слова а бояли всех военных и он прикомандировался к обществу офицеров пожить между ними выпить и закусить обедов он не любил поругать собакой полоскать малявкой и суконкой и соскучившись единообразием вдруг пропасть снова явиться через год или через два и снова исчезнуть до неожиданной встречи когда-нибудь на обширной руси однажды в кишиневе у господина орлова в числе штабных ежедневных гостей обедали званые александр сергеевич пушкин лепранди горчаков и я после обеда сидели все у камина разговор был о литературе и литераторах пушкин сердился на современных молодых поэтов и говорил что большая часть из них пишут стихи потому только что руки чешутся генерал-майор михаил федорович орлов 1788 1842 герой отечественной войны 1812 года принимавший капитуляцию парижа деятельный член тайных обществ во время пребывания пушкина и вельтмана в кишиневе он будучи командиром 16 пехотной дивизии стоял во главе местного отделения союза благоденствия в кишиневе орлов на собственные деньги открыл школу взаимного обучения для солдат занятие в которой раевский и охотников превратили в школу революционной пропаганды после ареста раевского в 1822 году орлов был отстранен от командования дивизией пушкин знал орловы еще пар за массу а потому в кишиневе сразу же оказался в числе постоянных посетителей его дома участником жарких политических споров а у тебя пушкин что чешется спросил орлов пушкин не успел дать ответа потому что в это самое время показалось в дверях присмешная красная рожа в длинном сертуке с палкой в руках и крикнула здравствуй орлов настоящий орел руку орлов окинул взором нежданного гостя и столь же неожиданно скомандовал остановясь перед ним во фронт руки по швам налево кругом скором шагом марш марш по слову нежданный гость исполнил команду и вышел маршируя это был ларин с которым мы познакомились впоследствии у лепранди встретив через много лет ту же самую фигуру которая сроднилась с воспоминаниями цветущий еще безбородой молодости я невольно обрадовался ларину и повел его к себе ах сашенька ты мой малявочка скажи пожалуйста сказал он входя в переднюю да неужели это твой прежний денщик федор нет это не денщик и не федор а яков ах яша собака поцелуй меня славный у тебя барин смотри служи ему верой правдой суконка какая куча книг у тебя скажи братец когда ты все успеваешь читать ну а это что за кипы и это книги мои сочинения ох собака скажи пожалуйста когда ты успел написать чем же тебя подчивать простой 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 я не люблю настой да нет погожу еще скажи пожалуйста где теперь наш иван петрович скоро суда будет ойли ах суконка а арнаут георгий по сю пору у него арнаут георгий далеко знаешь ли ты что он убил хорошенькую зоицу об арнауте албанца георгия убившим зоицу вельтман подробно рассказывает в воспоминаниях о бессарабии интересно что с этим арнаутом георгием был знаком и пушкин у него он проверял точность своих записей болгарских исторических песен альсан сергеич сообщал ли пранде имел перевод этих песен он приносил их ко мне с тем чтобы поверить со слов моего арнаута георгия малявочка то что ты говоришь ах собака скажи пожалуйста да за что ларин своим вопросом об арнауте георгий напомнил мне страшное происшествие в 1800 году перед самым отъездом ли пранде в турецкую компанию рано утром денщик вбежал в комнату и разбудил его криком барин барин георгий убил зоицу что такое как убил каким образом спросил ли пранде я тоганом убил на повал извольте посмотреть встревоженный ли пранде выбежал зоица лежала мертвая распростертая подле крыльца я тоган по рукоять под самом сердце арнаут георгий закрыв лицо руками стоял над ней георгий крикнул ли пранде что ты сделал разбросав вдруг руки бледный георгий обвел кругом помраченный взор делайте со мной что хотите я убил зоицу отвечал он злодей зачем ты убил ее закон велел отвечал георгий глубоко и тяжело вздохнув какой закон мой я не ее одну убил не ее одну ах не ее одну я убил и кровь свою георгий был магометанин ли пранде понял страшный предрассудок и не знал что говорить все стоявшие вокруг также молчали пораженные ужасом грешен я делать со мной что хотите продолжал георгий сложив руки и опустив голову я любил ее я говорил ей сегодня в последний раз зоица я еду с барином на войну крови своей я не отдам христианам послушай меня бог один прими мою веру три раза сказала она нет они сказала георгий лучше убей меня вера не переменю а без тебя мне все равно не жить зоица сказал я ей крови своей не оставлю я в неверной утрове я пролью ее так велит закон она побоялась смерти побежала от меня от меня побежала георгий закрыл лицо руками и вдруг снова разбросив руки он ударил себя в грудь да ее не оставил бы я здесь живую она забыла бы меня полюбила бы другого все равно не теперь так после я бы убил ее и того кого бы она полюбила делайте со мной что хотите преступника отвели в тюрьму когда его призвали к допросу о чем тут разговаривать сказал он велите рубить мне голову бедная малявочка сказал ларин жалобно отирая рукой глаза а помнишь как иван петрович сватал мне зоица нет не помню как а саша пушкин говорит а зачем ему две жены ах собака да какая ж у меня жена а рюмочка то ах суконг врешь брат александр это моя любезная ну сиди же ты ларин смирно мне надо заняться вот тебе книга читай а я буду писать ларин послушно взял книгу надел на носочки и стал читать а я торопился как на заказ писать если не повесть то хоть что-нибудь вроде повести начал было фантастический рассказ под заглавием на щекинской дом но на этот раз фантазия не так легко давалось мне как самому хозяину чудного дома ларин вскричал я бросив перо расскажи мне какое-нибудь из своих похождений я его опишу ах малявка отвечал он положив книгу и сняв с носа очки да мало ли у меня было похождений а ты все и будешь описывать а расскажи что-нибудь посмешнее изволь при смешной случае расскажу начинай я буду писать хорошо как наш начальник бывало пиши иванов писарь возьмет перо а он трубку в зубы заложит руки в карман и ходит ходит по комнате пиши иванов так и я сказал ларин постой же наложу трубочку ну пиши илья ларин всесветный барин прибыл походом в одну деревню на ночлег написал услушай вот правый левый раз-два и пришел спрашиваю а кто здесь таков помещик а терентий лавренч коновкин ах собака скажи пожалуйста терентий лавренч мой закадычный друг вместе служили на одной жердочки анучи сушили назначить у него штаб-квартиру дома в бане и прекрасно кстати мне с дороги бессрочную амуницию побелить трах 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 вступил с барабанным боем в предбанник скомандовал амуницию долой марш здравствуй друг ты мой терентий лавренч узнал илья ларин всесветный барин во всей красоте а пиши брат как он мне обрадовался а знаешь ли сколько лет мы с ним не видались ровно двадцать пять солдатский век написал написал так ли ты написал прочти к не нужно читать рассказывай далее ах малявка но пришли из бани отрекомендовал мне жену под для нее сидят два грибочка раз прекраснейшие две девицы малявочки а что ты брат женат женат жаль я б тебе просватал девочку сказал бы ей смотри ты у меня не балуйся ведь это такая душа ну 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 рассказывай собака не даст слова сказать у какой крепкий табак от него что ли живот подвело вели подать брат чего-нибудь эй подай ему водки простой 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 я не люблю настой да подай брат яш кусочек хлебца ах хороша ну продолжай погоди что ты написал у терентия лаврентича две дочки так хорошо ручку малявочки александра терентьевна старшая а ростом то поменьше красавец плутовочка а такая строгая на взгляд протянула мне вот так руку важно аребая кукушечка любенька поцеловала меня в щеку ах ты малявочка моя что это за добрейшая такая илья иванович давайте играть со мной фофаны извольте сударыне барышня и сяду с ней играть фофаны написал ну теперь пиши что в деревне стоял уланский поручик со взводом петр александр славный малый немножко рябой да это еще к лицу как не познакомиться своим братом военным и пошел правый левый раз два мое почтение поразговорился тарабара тотчас же велел подать закусить колбаски скучно говорит здесь у вас а что ж ты брат к нам в дом не жалуешь у нас две раз прекраснейшие девицы погулял бы с ними под ручку в садике так и не было бы скучно был я у вас говорит да что толку отец про походы а мать про расходы а дочерей не показывают скажи пожалуйста так ты не видал их от террас не видал без памяти влюблен ах собака в какую в меньшую влюбочку вот умница петруша выбрал девочку под стать себе парочка друг в друга уродились но что ж ты мигнул я я послушай говорит душа ларин сослужи службу передай ей письмецо суконка уж и письмецо да что ж впрочем прекрасно пожалуй изволь он взял да и настрочил а я положил за обшлаг да и пошел правый левый раз два сторонись военная почта идет пришел пообедали после обеда илья иванович давайте играть в фофаны давайте сударня барышня и начали играть кому быть фофаном ах ты моя малявочка какой здесь молодой офицер стоит со взводом как он пишет письма и славно вот бы тебе парочка женишок а что вы это говорить перестаньте а что я узнал от него ах он собака без памяти влюблен в тебя хочет руки просить постой постой ларин не торопись как как суконка ну вот так окошко а подле окошка стол с одной стороны я сижу а с другой она и играем в фофаны но я ей и говорю что вот как любит так любит что письмо написал прочитай-ка кукушечка что он пишет как это можно чужие письма читать ах малявочка да ведь это не чужое прочитай да отпиши ты уж верь мне я солдат от правды как с караула ни на шаг не бойся что ж тут такого что молодой офицерик склоняет тебя на любовь к себе благородным манером велика беда по сердцу хорошо а нет так с командой налево кругом марш и кончено на строчи письмецо решай что долго думать как это можно но напиши слышишь они то правый левый раз два и прощай как прикрикнул так и написала я за обшлак да и марш правый левый раз два сторонись военная почта идет прибыл к петруши у брат поцелуй меня выпьем водочки предписание принес тебе принят в рекру ты на читай что лоб или затылок хорошо но обними постой постой ларин я не успеваю писать ах малявка это от того что дело идет на почтовых еще письмецо да еще письмецо да опять письмецо нет брат петруша верно плохо что такая долгая переписка идет верно начальство не разрешает а скажи правду в самом деле плохо за любаньку сватает с какой-то сосед помещик отец и мать согласны что делать эх собака это верно толстяк барабан хоть поход бей скажи пожалуйста а я и не знал как тут быть как быть так и быть а я увезу ее неужели увезешь ах ты молодец петруша увези брат бесподобное дело и написал он записочку а я к малявочки она туда-сюда как это можно грибочек ты мой что что долго думать полезай в кузов как это можно но если так то прощай не хочу тебя знать суконка сейчас иду нет говорит не уходить илья иванович постой же я выпью рюмочку до трубочку закурю закури брат и ты хорошо закури к закури в самом деле такое приключение что не в сказках сказать не пером описать а что брат а где тот майор что своего денщика за пьянство географии учил от наказание выдумал хуже розок пьян собака хорошо покажи на карте где париж батюшка владимир евсеевич отец ты мой помилуй в рот ничего не возьму вот постой помилую а где петербург а помнишь молдаванского бояра что дом вверх ногами построил что дочка пульхеренька пупочка где она помню вышла замуж хмалявочка а помнишь по ней сходил с ума владимир петрович до пушкин помнишь он стихи ей писал помню помню подробнее об этом в них к воспоминаниям о бессарабии ну а помнишь ли дуэль у него была с егерским полковником на малине об истории дуэли пушкина с полковником старовым подробно рассказывается в воспоминаниях горчакова и лепранье за что бишь до офицера обидел офицер не пошел на дуэль так за него пошел сам полковник а я прихожу к нему чуть свет здравствуй малявка александр сергеевич а он сидит себе голиком на постели да в стенку из пистолета попукивает помнишь описание подобной сцены есть в воспоминаниях о бессарабии но и псиланти замечал старов был вовсе не мастер стрелять пушкин хотя иногда и упражнялся но лучше сказать шалил а потому оба конечно поспешат сойтись а и тогда последствия будут ужасны собака все помнит ну но после поговорим теперь надо одно кончить продолжай рассказывать про кукушечку изволь какая девочка то описал ты ее описал рябенькая разумеется а поручка уландской на взгляд хват а глаза в затылке так провинился что я в его под арест на хлеб на воду заморил бы под арестом пиши же что все в доме спать улеглись написал ну а илья ларин всесветный барин у крылечка в саду на часах стоит вот с этой дубинкой стоит час другой ах кукушечка верно раздумала нет брат не раздумала идиот не бойся ничего кукушечка прокукуй батюшки и матушки сестрицы и всему роду и племени многие лета да и марш подал я ей ручку петруша ждет подле забора пересадил я ее голубушку бесценная ты моя драгоценная заговорил он ей принял на руки прижал к сердцу и понес на дорогу к бричке засели поехали добрые молодцы и я с ними на облучке тут бы следовал быть конец всему делу венец да радованец аннет погоди не с того флангу зашли приехали в одно село к избе петруша на руках внес малявочку душечка ты моя радость ты моя ах ты петушок золотой гребешок масляна головка глядь что брат такое чего-то испугался кукушечка присела на лавочку закрыла глаза рукой а он стоял стоял как вкопанный перед ней да вдруг как схватит меня за руку да потащил вон из избы что ты говорит со мной сделал что такое что ты со мной сделал ведь это не она как не она а кого ж тебе надо ты письма ей отдал ей ты проклятый проклинал проклинал меня голубушка петруша говорю я ему ну за что ты на меня сердишься не сам ли ты сказал что ты полюбил меньшую сестрицу эту говорит рябую кукушку да что я с ума что ли сошел ах суконка скажи пожалуйста а ты что такое сам ряб а ему подавай гладкую нет брат гладкие то про гладких вези говорит ее назад врешь собака сам вези илья ларин всесветный барин не слуга тебе прощай правый левый раз-два и пошел добрый молодец набитую дорожку вот и все только то эх малявка до чего ж тебе еще больше и зато дай рюмочку да простой простой не люблю настой нечего было делать надо было кончить и мне надул илья ларин думал что расскажет что-нибудь порядочное но верно всегда первый блин комом два майора глава 1 кларен и рауман обрусевшие потомки рыцарей обратившиеся уже в кларена и рамена оба кавалерийские майоры сослуживцы были такими же между собою приятелями что приходили друг другу на квартиру как домой и без всяких здравствуй возглашали иван трубку потому что у них у обоих денщики были иваны с той разницей что один был иван каратыга а другой иван долгий оба майора были неразговорчивы не терпели принуждений и все свободное время проводили вместе в растяжку на лавках хаты избы или кассы в молчании созерцая потолок крутя усы пыхтя дымом как волканы или сладко засыпая под обаянием тишины внешней и внутреннего спокойствия по наружности они походили на чету супругов между которыми мир мог сохранить столько вследствие обета на вечное молчание друг с другом однажды рамен пришел к товарищу крикнул иван трубку закинул нога на ногу и начал с каким-то особенным напряжением тянуть дым так что пылающий табак трещал быстро перегорая а трубка невыносимо сипела кларин как нарочно был совершенно в таком же состоянии духа и также жег немилосердно табак иван трубку до того раздавалось в перебой что денщик иван рассердился и не говоря худого слова плевал при всяком к нему воззвание кларин и рамен жили очень экономно в карты не играли гулять не гуляли пить не пили а упивались только к настором к настор сорт табака на удовлетворение этой невинной как известно и беспорочной страсти обуяющий мир они употребляли большую часть жалования и запас табаку был у них всегда так велик что бедным иваном никогда не удавалось отвечать сердцем подай табаку а табак то где у савки в лавке пожалуйте денег упившись к настором рамен начинал уже засыпать арман рауман проговорил кларин так неожиданно что рамен оглянулся приподнял голову и посмотрел на товарища что с ним сделалось звук арман составлял у кларина единственный остаток от языка родины но и его он употреблял в экстренных случаях и только в знак дружбы к рамену рамен в свою очередь сохранил только немецкое произношение фамилии товарища и корпусного однокашника и называл его не кларин а кларин формаль рауман повторил кларин ну отозвался рамен я не знаю для чего мы не пойдем к помещику рамен выслушал вопрос задумался и после долгого размышления потребовал трубку кларин уверенный что на каждый ответ необходимо обдуманность не повторял уже вопроса но спокойно крикнул иван трубку и терпеливо ожидал решение произнес наконец рамен отчешь не пойти я сам так думаю он же нас приглашал сказал кларин привставая с лавки он приглашал нас отвечал рамен вскоре после рассуждения о возможности идти к помещику майоры снова прилегли докурили молча трубки и заснули рамен очнулся на дворе была уже ночь он встал и пошел домой кларин спал еще в ожидании покуда придет иван и разбудив его скажет ваш благородие пора раздеваться глава 2 на другой день тот же обычный процесс взаимного препровождения времени повторился с той разницей что не рамен снова пришел к ларину но кларин кроме ну потому что врожденная аккуратность и соблюдение строгого приличия в исполнении всех обязанностей требовали от чувства дружбы небеспечной взаимности но порядка и равенства в каждом движении чувств и в каждом одолжении по правилу сперва заплати долг а потом мы опять можем дать тебе взаимы на этих принимаемых только тончайшими приличиями условиях кларин и рамен не оставались друг у друга в долгу даже в расчете взаимных посещений для стройности и для удобнейшего порядка они наблюдали черед сегодня кларин у рамена завтра рамен у кларина спросив трубку у ивана долгого кларин сперва покурил ходя по кассе осмотрел со вниманием кругом все ли предметы на привычном месте как были третьего дня или есть какое-нибудь вновь придуманное тактическое передвижение и дислокация в туалетных вещах разложенных на столе покрытым салфеткой заметив что все в том же порядке и устройстве кларин присел а потом растянулся на махровый ковер лавки и положил голову на кожаную подушку после продолжительного молчания он наконец произнес форма рауман ну так мы можем идти к помещику отчего не так по пословице тише едешь дальше будешь кларин покрутив усы сказал в таком случае надо послать ко мне за новым мундиром рамен подумав кого послать велел кликнуть денщика бубенку бывшего у него кучером и называвшегося в домашнем быту образиной кларин дал ему подробное наставление по возлагаемому поручению но разделяя вполне мнение рамена что бубенко пошлый дурак спросил у него ну что я тебе приказал як что приказали спросил в свою очередь сердитый бубенко что приказали то и приказали образина крикнул рауман говори когда приказывают от пробормотал бубенко тут молчи як приказывают а тут говори повторяй что майор приказал тебе а як невмею так казать ну бубенко вздрогнул они казали проговорил он принести говорят мундир ну я пишу да и принес они казали да бог их знаю я так невмею казать шел вон крикнул равен позови ивана от то так пробормотал бубенко выходя денщик иван выслушав исчисления что принести что не забыть а именно чистый платок носовой фуляровый с пунцовыми каймами лайковые перчатки не забыть также на саблю привесить новый темляк на шляпу новое перо и прочее и прочее сбегал и без обиняков велел своему тезке идти лично к барину и получать от него приказание темляк тесьма с кистью при шпаге сабли серебряный темляк знак офицерского чина после долгих сборов оба майора наконец готовы в новых мундирах в новых эпулетах перетянуты в рюмочку рыжие усы нафабрины откуда взялось гордая осанка плечи сами собой приподнялись стан несколько в перегиб походка с пришаркиванием летний вечер прекрасен солнце уже за днестром и вот майоры идут по селению городище кур те боярыск то есть ко двору боярскому глава 3 бояр и ордаке дольничан был некогда бояр третьего разряда это не более чем чиновник имеющий какую-нибудь мошию имение усадьбу хутор и более ничего но в молодости он был хитрый ловкий молдаван как человека угодливого и расторопного его определили во время турецкой кампании в десятом году исправником одного из ценутов бессараби а это значило тоже что дать ему в аренду 100 тысяч душ и ордаке дольничан как нельзя лучше исправлял должность славно угощал весь штат наместника давал обеды и даже балы и таким образом приобретая почет у русских возносил выю свою и пред боярами первого разряда точно также растолстел он как они откормил свой подбородок и затылок точно также надел качулу шапку из сереньких бархатных смушек точно также сидел на диване подвернув под себя ноги и кричал своему чубук чепаше слуге ведающему курительными принадлежностями арнауту а мой иоанне ада чубуча давай трубку по-русски научился он не хуже русского употреблял аристократические предисловия вроде поговорки государь мой я вам скажу и величался не куконом и ордаки а егором дмитриевичем кукона мариола так во всем ему соответствовало так способствовало приобретать расположение русских и так любила их и переняла у барынь все манеры язык гостеприимства почивание аханье всплескивание руками качание головой та-та-та-та-та-та что ее невозможно было уже никакими средствами отличить от какой-нибудь матушки сударыни барыни ее иначе и не называли как по-русски мария дмитриевна она даже умела не хуже салонной угорелой хозяйки почадить перед каждым из гостей ладаном любезности и поднести из устную конфекту от бывшие куконы в ней не осталось ничего вот не настолько как говорят греки и молдаване откусывая ноготь на большом пальце правой руки у них была единородная дочь пульхерица тип древних русских девушек писаная красавица кровь с молоком в те времена когда еще не грех было всем неверным подданным султана представлять в дар или продавать своих красавиц дочерей в гарем его султанского высочества за нее можно было бы приобрести по крайней мере сто мешков золота если бы она жила во времена александра невеликого а известного под именем париса сына приамова он не похитил бы жены менелая не было бы троянской войны и слепец гомер вместо илиады пел бы у него на свадьбе метитику улыбка как будто приделана была к ее устам наглухо она в противоположность матери необыкновенно как мало говорила но внимательно слушала и если какой-нибудь русский кавалер относился к ней с каким-нибудь кондитерским выражением или смешил ее притупившийся уже от времени остроты она так мило произносила в половину по-французски в половину по-русски ах какие вы что невозможно было не пожелать жениться на ней и на пяти стах тысячах приданого но излишество женихов ужасно как вредно для девушки дом егора дмитриевича ежедневно с утра до полуночи а иногда даже до рассвета был набит женихами поутру приезжал с визитом один разряд женихов чиновный к обеду другой штаб офицерский а на вечер третий офицерский пульхерицы было около 16 лет отец и мать услаждали душу смотря вокруг себя на толпы уважающих угождающих предупреждающих желания ухаживающих за ними стящих им и незаметно привыкли к этому двору искатели счастья посреди которых егор дмитриевич восседал как какой-нибудь дубовый оракул посреди вопрошающих о судьбе своей когда он произносил я вам скажу государь мой все слушала и дослушивала его речи подобострастно он так привык к бесцеремонности или беспечности своими гостями что после званых обедов возлагал по печенье об них на жену и дочь а сам уходил спать часто гром музыки в зале будил его и он потянувшись выходил на свой бал в спальный скуфие и в попушах вроде шлепанцев туфли сверх шерстяных челок садился на диван сбрасывая их с ног и зевая ободрял гостей ласковым своим словом танцуйте танцуйте это хорошо гостеприимная мария дмитриевна также блаженствовала гости и гости как это мило этот мил этот прекрасный человек и другой и третье бесподобные люди ни с одним не расстанешься пульхерица в свою очередь привыкла к рою взоров ищущих ее и возбуждающих самолюбие девушки положение молоденькой богатой красавицы невесты царственное положение какое же хорошенькое обаянное этим очарованием существо не затруднится перейти из владетельного свободного беззаботного состояния в зависимое в котором предстоят неизбежно болезни и вечные заботы время уходило без спроса отец и мать тучнели в полном довольстве и опьянение самолюбия за пульхерицей также дело не стало в этом отношении она насчет своих воздыхателей так раздобрела что похудевшим от любви и тщедушным от природы стало уже совестно не только подходить к ней с сердечными излияниями но даже стоять рядом между тем егор дмитриевич смотря радостно на дочь свою и на окружающих ее женихов казалось говорил каждому из них постойте погодите господа я вам скажу что я дам за ней в приданые не пятьсот тысяч а миллион этот тщеславный мысль дать в приданые дочери миллион и поразить тем всех князей и бояр не только бессарабии но и обоих княжеств так овладела им что он пустил свой капитал в откупной оборот увы капитал его лопнул как котел машины освещающие его дом газом счастье и все потухло известно что в таком случае пламенные взоры и сердца искателей и ласкателей также тухнут и настаёт вокруг обогатворяемых ими что-то вроде мрака которого не в состоянии уже осветить и само солнце чтоб скрыться заблаговременно от указания пальцами а вместе с тем для поправления состояния и здоровья которые при подобных внезапных падениях с вершины к подножию также расстраивается егор дмитриевич отправился на житье в свое поместье на днестре местоположение чудное воздух чист прозрачен с горы и весь божий мир как на ладонке все время от восхода солнечного до заката можно употребить на прекрасное занятие на созерцание красот природы на спокойствие и благо души и тела но тоска уединения пожирала невидимо и егора дмитриевича и марью дмитриевну и пульхерицу до сердечного или душевного горя девушка цветет розовой красотой после горя она еще цветет лилейной красотой это уже не то но еще хоть что-нибудь пульхерица опала но в утешение ей можно было польстить восклицанием ах как вы интересны удовлетворенная ее самолюбие отвечала бы по-прежнему ах какие вы в это-то грустное время уединенной жизни по дислокации проходящих войск из-за границы назначено было селение городище под квартиры двух эскадронов некоего кавалерийского или конного полка с командирами коих кларином и раменом мы имели удовольствие познакомиться глава 4 дом помещика красовался на высоте горы обнесенный виноградным и фруктовым садом который тянулся до крутого обрыва днестровского берега старая архитектура боярских домов в городах и в селах однообразно с лица вы видите выдающиеся под навесом крыльцо с обеих сторон по два окна двух половин дома разделенных сквозными сенями на крыльце с одного бока лестница взойдете и можете сесть отдохнуть на крыльце как в беседке на широкой лавке покрытый ковром или устроенный диваном можете наслаждаться окрестными видами и благорастворенным воздухом одну половину дома можно назвать мужской а другую женской на выбор который угодно между ними разницы нет перегородка разделяет каждую на два покоя и только в переднем покое о да и де о а спицы покоя гостинам кругом гостиные диваны в заднем спальные диваны и кончено молдаванское богатство в сундуках роскошь в банках дульчица это прадедовская простота очень хороша для душевного спокойствия потому что нет ничего хуже как распустить чувство на волю и дозволить глазам бегать как баловням из угла в угол прыгать с предмета на предмет за ними и мысли на побегушках впрочем это не общее правило в в обществе как в грамматике есть тьма исключений из общих правил люди как глаголы иной до дэди датум дары а другой ферро тули латум ферр и ничем его не исправишь он весь не свой приводятся неправильные несочетаемые латинские глаголы давать и носить кукон и ордаке надо ему отдать справедливость несмотря на то что сделался егором дмитриевичем никогда не посягал на родную его природе одежду не изменял ее подобно другим боярам на обнаруживающую все излишества и недостатки человеческой природы но носил свое покойное антери свои турецкие шали покрывающие весь живот от простуды свои горностаевые лисии и соболье джубе свои желтые мешки и красные попучь однажды покушав заму супу или слово в слово жижи из курицы с рисом фриптуры или жареной баранины плачинды и кочковалу выпив рюмку раки и графин одубежского вина он извините несколько раз рыгнул это уж такое обыкновение введенное для полного изъявления душевной благодарности вместо слов слава богу сыт и доволен соснув порядком егор дмитриевич проснулся сел тут же на диван подогнул под себя ноги долго зевал и готов уже был хлопнуть в ладоши и крикнуть эмой и она ада кафеши чубучи как вдруг раздался на крыльце необычайный крик цыганок куконица куконица вина вина до офицер вина айч потом послышалось беготня и восклицание де граби де граби скорей скорей потом все утихло замолкла чьи есть ты какие офицеры подумал егор дмитриевич потягиваясь с довольствием он привык к офицерам сверх того посреди деревенской скуки гость подарок уши поднимаются на макушку глаза перестают моргать от дремоты зевота унимается язык срывается как будто с привязи за дверями раздалось шарканье побрякивание шпор и сабли а вместе с тем и приветливый резкий голос марии дмитриевны покорно просим покорно просим пожалуйте муж мой сейчас встанет мы давно ожидали вас разделить с нами время а это они проговорил про себя егор дмитриевич и крякнул спустился с дивана вздел на ноги по пучи и пошел на половину жены где два майора усаживались уже молча по приглашению хозяйки на диван пульхерица разгоревшись стояла в отдалении от толпа цыганок выглядывала из-за красного сукна висевшего над дверями в другой покой а покорно просим рад что пожаловали проговорил егор дмитриевич усаживая снова привставших и раскланившихся с ним кларина и рамена и мой иоанне ада кафеш и чубучи прибавил он захлопав в ладошь пульхерица сказала и мария дмитриевна вели подать душа моя кофе и дульчец у нас такой обычай начала она подсев кларину между тем как егор дмитриевич занялся раменом и уже намерен был вступить в речь обычном я вам скажу как рамен предупредил его какое прекраснейшее у вас местоположение сказал он прекраснейшее местоположение повторил и кларин обращаясь к марии дмитриевне мария дмитриевна тотчас же замолола как жорнов а егор дмитриевич медленно и отпуская слова счетом начал я вам скажу что это местоположение в отношении природы не так еще удивительно а вот у меня есть другая деревня гулешки там есть водопад то я вам скажу что то местоположение следует описать в газетах ах да вот если бы вы видели водопад у нас с ужасной горы прервала было мария дмитриевна но ее в свою очередь прервал приход арнаута с чубуками в сажень и две цыганки с подносами покорнейшее прошу чего прикажете дульчицу или кафе позвольте мне воды сказал кларин взяв чубук и стакан воды может быть вы пьете кафе со сливками покорно благодарю ну я вам скажу что турецкий кафе гораздо здоровее извольте извольте попробовать вы конечно отдыхаете после обеда иногда отвечал рамен так извольте всегда после того как отдохнете кушать такой кафе это очень освежает мысли может быть прикажете прибавить сахару пульхерица принеси сахару рекомендуем вам это дочь наша сказала мария дмитриевна когда пульхерица принесла сахар кларин и рамен взглянув на пульхерицу хотели привстать но перчатки шляпа чубук кофе в крошечной фарфоровой чашечки на чашечке серебряный поставили их в такое затруднительное положение что малейшее неловкое движение нарушила бы равновесие и было столь же опасно как для эквилибриста во время завтрака на канате они кивнули кое-как головами и больше ничего не могли отвечать на смущенный поклон с присестом пульхерицы покорно прошу начала мария дмитриевна сделайте милость без церемоний по-деревенски вот когда мы живем в кишиневе там мы очень весело проводим время у нас можно сказать всякий день бал без исключения ей богу о праздниках и говорить нечего музыка у нас своя описывая один из танцевальных вечеров у варфоломея горчаков отмечал кстати заметить что на всех подобных вечерах музыку выполняли домашние музыканты варфоломея его музыканты из цыган отличались от других подобных музыкантов как искусством в игре так и пением в промежутках между танцами они пели аккомпанируя себе на скрипках кобзах и тростянках которые пушкин по справедливости называл цивницами или действительно устройство этих тростянок походило на цивницы какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии переносящих нас ко временам древности как жаль что в прошлую зиму вы не стояли в кишиневе ах как весело было пульхерица совершенно истомилась от танцев кавалеров тьма все офицеры такие охотники танцевать не правда ли кларин кивнул головой в знак совершенного согласия покуда мария дмитриевна описывала прошедшие блаженные дни егор дмитриевич продолжал суждение о местоположении своего села изволите ли видеть что касается до местоположения то я вам скажу что здесь в каменной горе над рекой есть историческое место которое стоит описать в газетах я доложу вам что тут по сие время есть в камне келья в которой жил в старые времена она хорет святой человек вот когда пришли татары от черного моря и стали грабить и убивать народ побежал от них сюда спаси говорит нас святой человек а как же я вас спасу сказал он разве спрятать вас от татар в келью милости просим проходить проходить а келья доложу вам как и сами увидите и для одного человек тесно а народу молдаванского собралось страшное число известное дело в одной бессарабии по счету будет с миллион несмотря на это весь народ укрылся в келье татары ходили ходили видят что никого нет и пошли назад вот с той поры и славит это место городищем рамен слушал рассказ со вниманием и когда анахарет спрятал весь молдаванский народ от татар в келью то майор изъявил удивление движением всех мускулов лица а есть у меня еще деревня в яском ценуте продолжал егор дмитриевич на реке чугур там на горе есть огромный камень как вам доложить больше этой комнаты гораздо больше на этом государь мой камни виден по сие время след лошадиного копыта или так сказать подковы это извольте видеть если вы читали греческую историю был в древности некто белерофон сын царский шалун знаете как и все молодые люди древнегреческий миф о белерофоне и химере использован вельтманом в повести рай на королева болгарская вот он с позволения сказать влюбился без памяти в зиновию жену некого прокла но она была честная женщина и сказала мужу что не знаю говорит что делать белерофон умирает от любви ко мне а прокл был мудрый человек подумавший отвечал ей не бойся всему этому причиной химера напиши письмо к отцу своему и скажи белерофону что подвез его а когда отвезет то и получит желаемую любовь так она и сделала белерофон надо сказать был славный наездник а у него был отличный конь пегас называется скакал с горы на гору от белерофон и поехал на нем к отцу зиновию а на дороге по которой ему надлежало ехать жила чудовище с змейным хвостом химерой называемые объехать нельзя было а надо было убить погибнуть или воротиться назад но белерофон был храбрый молодой человек и стал сражаться с химерой и убил ее когда же приехал к отцу зиновию и увидал младшую дочь его филену то так страстно влюбился что забыл зиновию полагая что она с намерением погубить его послала с письмом к отцу потом он и женился на филене вот это то доложу вам как говорит предание и есть след копыта пегаса на котором ехал белерофон а если вам растолковать эту басню то по сей-то причине и называют с тех пор любовь молодых неопытных людей и меры а гораздо лучше найти хорошую девушку с приданом жениться да и удовольствоваться этим вот доложу вам например такое местоположение как мое с хорошей женой благодать божия рамен оказалось пленила эта мысль он покрутил усы и со вздохом пыхнул дымом но с непривычки курить турецкий табак закашлялся это ничего сказал егор дмитриевич хлебните воды мой ада а по между тем мария дмитриевна посматривая на пульхерицу свою очередь чаровала кларина счастьем своей супружеской жизни он внимательно слушал ее рассказы и это почтительное внимание к речам заменяла в нем необходимость говорить самому таким образом вечер прошел в переливании из пустого в порожнее кларин и рамен наконец раскланились с них взято слово прийти обедать на другой день очень хороший человек этот господин майор сказал егор дмитриевич а который из них нравится тебе больше не правда ли тот с которым я разговаривала спросила мария дмитриевна когда егор дмитриевич вышел на свою половину оба одинаковы отвечала пульхериц ах нет какой он умный и деликатный человек пульхерица не возражала на другой день майоры явились к обеду егор дмитриевич занимал гостя продолжением описание местоположения его деревень а мария дмитриевна заняла своего собеседника после обеда игрой в карты в кончину а потом снова рассказала балах день прошел глава 5 на третий день рамен пришел по обычаю кларину которого против обыкновения застал сидящего на постели и крутящего задумчиво усы облокотясь на колено обеими руками бросив фуражку рамен сел и также начал крутить усы по очереди то один то другой иван не слыхал обычного восклицания трубку но думал что пропустил его мимо ушей и потому торопливо наложил зажег фидибус и поднес крамену который вздув губы смотрел на свои усы пожалуйте рамен не слыхал этого учтивого выражения и и извольте трубку сказал иван после долгого ожидания что такое спросил рамен не изменяя своего положения трубку а не хочу а вам прикажете спросил иван своего барина кларин ни слова не отвечал иван пробормотал что-то поднос поставил трубку в угол и вышел арман рауман ну я полагаю что нам не следует идти сегодня к помещику как ты думаешь но он звал но он не отдал нам визит до проговорил рамен задумчиво решив таким образом дело касающиеся до сохранения своего достоинства в отношении помещика майора успокоились и казалось совсем забыли о нем егор дмитриевич не понимал утонченных приличий в молдавии изъявление этого должного почтения собственно человеку посредством показания носа не было в обычае соскучившись без майоров и удивляясь что они не показываются уже третий день егор дмитриевич без церемоний послал звать их к себе но посланный возвратился и сказал что они не могут пожаловать странные люди они верно совестятся часто бывать сказал егор дмитриевич получив тот же ответ на вторичное посольство пойду сам и приведу их приведи пожалуйста ведь им должно быть очень скучно одним сказала заботливая мария дмитриевна и егор дмитриевич надев вместо скуфи и кочулу отправился к майорам сопровождаемый арнаутом с трубкой арнаут с трубкой есть неизбежный хвост бояра едет бояр в будке арнаут с трубкой на запятках прогуливается бояр пешком арнаут за ним хоботом кроме арнаута следовали за егором дмитриевичем логофет правитель его дел на случай каких-нибудь приказаний в атаман староста села для указания квартир майорских а за скал секретарь бежал вперед предуведомлять о его прибытии не застав рамина дома он отправился к ларину иван бросился было докладывать но егор дмитриевич вошел уже в кассу кларин лежал забываясь уже сном трубка вывалилась изо рта как соска у засыпающего ребенка но губы его еще продолжали сосать и чмокать рамен также лежал услышав что дверь отворилась он думал что вошел иван и крикнул трубку это хорошая вещь господа отдыхать после обеда сказал егор дмитриевич а не хорошо то что вы забыли своего приятеля ах извините проговорил рамен вскочив на ноги и раскланиваясь я прошу у вас извинения что помешал отдыхать кларин очнувшись также ахнул и стал оправляться без церемоний без церемоний сказал егор дмитриевич садясь на лавку как застал так и хорошо и она и ада чубучи они хорошо то что вы меня забыли про вне когда было отвечал кларин которому иван подал галстук и сертук ну положим что некогда было а теперь можно с величайшим удовольствием так пойдемте пойдемте как есть нас ждут я обещал непременно привести вас теперь как же это можно сказал кларин смотря на рамена ничего ничего пойдемте повторил егор дмитриевич вставая и взяв рамена за руку извольте сказал рамен я не могу да почему так спросил с удивлением егор дмитриевич не могу сухо отвечал рамен нет уж как хотите я недаром ходил к вам на квартиру при том же я дал моим слова и егор дмитриевич насильно повлек майоров к себе рамен узнав что он был у него на квартире с визитом успокоился между тем мария дмитриевна с нетерпением ожидала возвращение мужа ей так понравился кларин как еще никто с роду не нравился никто еще так не удовлетворял внутренние ее потребности говорить безумку егор дмитриевич был очень добрый человек всем бы по ней дон не любил потоков чужих речей он любил выслушать какую-нибудь фразу например какая прекрасная погода и тотчас же взять ее на свое попечение рассмотреть со всех сторон и потом изложить свое суждение подробно и поучительно что это еще не такая хорошая погода какая была во время греческой этерии и что не всякую хорошую погоду можно назвать хорошей и что иная хорошая погода хуже худой потом начинал свои положения доказывать мария дмитриевна так утомлялась от его суждений и доказательств что если понимала что такое истерика обморок и другие признаки благородства и деликатности нерв то без всякого сомнения прерывала бы речи егор дмитриевича припадком в блаженное прошедшее время когда искатели руки пульхерицы окружали ее она не могла пожаловаться не могла роптать на невнимание ей внимали но внимали судорожным нетерпением ускользнуть от удовольствия слушать ее к настоящему существенному делу в толпу соперников или к даме ангажированной на мазурку ни один злодей не пожертвовал ей ни разу полным вниманием не дал ей на звонится вдоволь как в великий праздник панамарь каждому охотнику звонить и кларин был первый человек который слушал ее как прикованный не отвлекая своего внимания даже взором на пульхерицу которая молча сидела посматривая то на одного то на другого майора и слушала одним ухом медленные протяжные речи отца а другим быстрые речи матери что-то это так попросту причесалась сегодня пульхерица спросила мари дмитриевна у дочери аша так отвечала равнодушно пульхериц не равно гости придут но уж много гостей два майора мне с ними не танцевать не о танцах думать теперь пульхерица сказала мать вздохнув пора уже подумать рядиться для одного какой прекрасный человек этот майор какой солидный умный хозяин какой это удивительно о чем я не говорила с ним все знает вот бы тебе замуж за него пульхериц пора не пропадать же в деревне пульхерица не знала настоящие причины отъезда в деревню отец не только от нее но и от кого только мог таил свои плохие дела она удивилась словам матери которая всегда желала чтобы муж ее был генерал по крайней мере бригадный если не дивизионный или даже не корпусной от чего же пропадать в деревне спросила она от чего ты еще не знаешь в каком мы находимся состоянии мы уже не можем так жить как жили покуда не поправится дела мы будем и зимовать в деревне и на зиму не поедем в город спросила с ужасом пульхерица и отец говорит что тебя надо скорее выдать замуж и непременно за русского что ж такое а где женихи произнесла пульхерица улыбнувшись отец думает выдать тебя за мсье кондратьева что по особым поручениям принаместники что в парике ни за что не пойду лучше умру проговорила присердито пульхерица мне самой не хочется этого да ты ведь знаешь отца вина вина закричали цыганки офицер вина пульхерица бросилась за красное сукно к двери а марья дмитриевна встретила гостей приветливыми словами что ж это вы забыли нас покорно прошу садиться как вы проводите время и усадила подле себя кларина а раменом снова овладел егор дмитриевич когда вошла пульхерица внимание майоров было уже занято они привстали поклонились но всмотреться в красоту ее было некогда только взор ее черных глаз как будто кольнул в сердце и смутил майоров но не настолько чтобы забыть приличия и невнимательно слушать хозяина и хозяйку если б егор дмитриевич и марья дмитриевна не задумали чего-нибудь особенного и если б майором отведены были вечные квартиры в селе городич то они вечно курили бы у себя молчь трубки а в гостях у помещика внимательно слушали бы гостеприимный говор привыкая вместо кнастыру к турецкому табаку но это приятное препровождение времени не возмущающие души не могло долго тянуться надо же было счастливцам подумать и о пульхерицы которая была совершенно стороной в беседах отца и матери с гостями занимались ли майор и пульхерицы и хотя мысленно это никак невозможно было узнать один только раз кларин докуря трубку и поставив ее подле постели не спросил другую а сказал хор маль рауман ну дочь помещика кажется достойная девушка да отвечал рамен глава шестая егор дмитриевич прежде всего приступил к заботам о пульхерицы он был мужик не дурак и умел ко всему сделать надлежащий приступ долго собираясь показать рамену чудную келью в скале он как будто берег это путешествие на благоприятное расположение духа и удобное время однажды за обедом он против обыкновения положив на стол руки дал отдых вниманию рамена и казалось слушал марью дмитриевну которая рассказывала кларину про стихи на кишиневский сад и о том как расхвалили в них пульхерицу имеются в виду стихи и самого вельтмана подробнее в комментариях к воспоминаниям о бессарабии внимание рамена получив увольнение могло свободно располагать очами пульхерица сидела напротив опустив глаза и изредка приподнимая умильный взор невольно встречалась со взором своего визави отец был занят ну что ж мешало майору смотреть на нее покручивая усы но егор дмитриевич смотря прямо умел смотреть и на сторону после обеда мари дмитриевна засадила кларина играть в кончину а егор дмитриевич предложил своему собеседнику пойти прогуляться он наконец повел его на берег днестра смотреть тукелью в которой все молдаванское племя древних римлян спаслось от татар совершенно отвесной скалы сожжение в 50 они опустились по деревянной лестнице на каменную площадку огражденную перилами тут в скале вырублены были несколько келей и маленькая церковь старик голугар встретил посетителей вот это так называемый новый монастырь сказал егор дмитриевич а вот я вам покажу и келью анахарета и они взобрались по лесенке вырубленную в скале пещерку из которой шла лазейка в другую которые наружная стена была сложена из толстых дубовых досок с ружейными амбразурами тут есть несколько старых пищали и предание в самом деле очень простодушно говорит что здесь скрывался народ и защищался от татар ну так я не пролезу сказал егор дмитриевич пуфте морок покорно просим сказал колугар предлагая рамену пролезть ползком в скважину рамен также отрекся от дальнейшего удовлетворения любопытства так вот господин майор такель я который я вам говорил не правда ли что стоит того чтобы описать в газетах до отвечал рамен однако же пойдемте того и гляди закружится голова сказал егор дмитриевич боязливо спускаясь по лесенке и торопясь выбраться наверх удивительное местоположение сказала рамен смотря с вершины скалы на извивающийся днестр все это пойдет в приданное моей дочери она стоит того чтобы быть счастливой девушка без всяких причуд смирная как овца послушная сами вы видели на проговорил рамен сделав утвердительное движение головой найдется добрый человек и с богом мне они чиновные не богатые не нужны но человек разумный и солидный так ли господин майор ведь я прав совершенно так отвечал рамен так вот я вам скажу по чести что пульхерица будет не жена клад с позволения спросить вы откуда родом из курляндии родители ваши живы нет без родителей плохо не правда ли господин майор будь они живы давно бы позаботились найти вам невесту а как их нет так уж дозвольте мне позаботиться я с вами говорю без церемонии как с честным человеком которого я полюбил как сына за эту откровенность вы не сердитесь на меня игор дмитриевич протянул к рамену рук помилуйте я очень ценю ваше благорасположение сказал рамен несколько смутясь но поверьте что я умею отличать достойных и благородных людей послушайте я вот что скажу вам только между нами как отец любящий дочь свою я знаю все что у нее на сердце заметил я и с вашей стороны непростое внимание и потому полюбив вас я скажу прямо если и вам по сердцу пульхерица вот вам и рука моя все это было так неожиданно для рамена и так согласовывалась с его расчетом устроить и упрочить судьбу свою выгодной женитьбы что он не знал что отвечать схватив руку егор дмитриевича обеими руками и уставив на него глаза он потряс ее с чувством и итак дело решенное пойдемте завтра мы поговорим с женой и с дочерью а за ними дело не станет воля моя их воля взяв за руку своего будущего зятя егор дмитриевич возвратился в дом довольный как нельзя более сам собой как хитрый политик которому удалось доставить знаменательные выгоды государству какой-нибудь пустой уступкой а где же господин майор спросил он пульхерицу который сидела на крыльце с французской книгой в руках потому что мода держать книгу вместо веера проникла и в молдавию они в саду с маменькой отвечала она займись гостем пульхерица покорно прошу побеседуйте с моей дочерью сказал егор дмитриевич желая оставить майора наедине своей будущей невесты а вместе с тем не понимая что значило что мари дмитриевна не взяла с собой дочери для прогулки с посторонним человеком словоохотливость ее с кларином душевное довольствие до того что разгорится лицо необыкновенные заботы при ожидании майоров при угощении их и даже заботы о наряде тотчас же приняли в мыслях егор дмитриевича смысл от которого кровь бросилась в голову и он потирая лоб спустился заднего крыльца в сад и пошел по тропинке всматриваясь и вслушиваясь как дозор в это время под огромным орешником где была устроена дерновая скамья происходило не более как одно мгновение романическая сцена из которой невозможно было не вывести подозрений какого рода были объяснения марии дмитриевны с кларином неизвестно но ее лицо разгорелось глаза блистали а кларин как потомок учтивых рыцарей исследуя во всем их обычаю вероятно взволнованный каким-нибудь глубоким чувством и безгласный для выражения этого чувства преклонил перед марии дмитриевны колено и поцеловал ее руку ах какие вы произнесла нас смутясь невольно пойдемте пора нас может быть ждут все это видел и слышал егор дмитриевич сквозь деревья понимаю понимаю теперь понимаю проговорил он сам себе едва переводят дух и торопливо удаляясь иоанна ада чубучи крикнул егор дмитриевич громче обыкновенного возвратясь в дом и взобравшись на диван поглаживая усы и коротенькую но густую бороду которую прежде брил он устремил суровые взоры на дверь в ожидании преступников ах уж вы дома проговорила светлым взором мария дмитриевна входя в комнату с кларином а я показывала господину майору наш сад показывала но у хорошее дело хорошее без всякого сомнения господину майору очень понравился сад не правда ли господин майор прекрасный сад отвечал кларин которого глаза были оживлены против обыкновения и взор был не так стояч как прежде прекраснейшие и яблоки какие славные продолжал егор дмитриевич кивнув головой смотря пристально тонна яблока которые майор держал в руке то в глаза майору я вам скажу господин майор насчет этого забавный анекдот о том как лиса и журавль полюбили друг друга и угощали ничего острее не выдумал егор дмитриевич чтобы кольнуть майора и дать понять что ему не удастся полизать долгим носом дульчица с тарелки но егор дмитриевич стрелял горохом в стену кларин так внимательно устремил на него глаза что он даже испугался не через чур ли задел за живое майор и подумал эти господа военные не хуже турок и хлеб съезд хозяйской да еще и потребует платы за то что ел своими собственными а не хозяйскими зубами простодушная марья дмитриевна также не понимала едких намеков егора дмитриевича и продолжала обычное свое кокетство языком егор дмитриевич и собственно насчет ее отозвался мысленно нехорошо о женщинах вообще прародительница рода человеческого виновата была в глазах его первая а мария дмитриевна последние в подражание еве она также сорвала в саду яблоко недаром и егор дмитриевич замышлял в душе изгнания но затаил в себе эту мысль отдам только дочь замуж а уж потом потом подумал он со вздохом а мадам ранеско 1 страстной своей любви которую за него не выдали и тогда завтра сказал он рамену когда майоры взялись за фуражки до завтра сказала и мария дмитриевна кларину глава 7 на следующий день рамен явился к кларину против обыкновения с позаранку крикнул иван трубку и вместо того чтобы сесть или лечь наблюдая спокойствие духа заходил по кассе взад и вперед как маятник заметно было что он обдумывал и собирался с духом что-то сказать но кларин предупредил его кормал рауман ну спросил рамен становясь вдруг и устремив на него глаза я намерен жениться как ты думаешь ты произнес рамен вздернув веки глаз почти на лоб да отвечал кларин на дочери помещика на дочери помещика да это невозможно сказала рамен заходив снова взад вперед почему же невозможно она прекрасная девушка это невозможно повторил рамен пыхая дымом как паровоз если б ты сказал мне это вчера дело другое я не понимаю тебя сказал кларин объясни мне вчера я не мог это сказать да почему же я не могу жениться на достойной девушке невозможно повторил рамен сам помещик сделал мне предложение и я отдал уже слово это дело решенное как с удивлением произнес кларин но мне также сделано предложение и я также дал слово это невозможно вскричал рамен как я лгу вскричал и кларин вскочив на ноги и уставив вопрошающий грозный взор на товарища не то это до тебя не касается это до помещика я потребую от него сатисфакции это насмешка произнес кларин но я также должен потребовать от него сатисфакции потому что муж должен отвечать за жену стало быть тебе кларин не сам отец сделал предложение мне сделала предложение сама мать это все равно ну нет не все равно отец имеет полное право на детей да сказал кларин подумав на сына она дочь я полагаю мать имеет более право сын и дочь большая разница произнес рамен насчет этого должен быть закон имеет ли право мать располагать дочерью безволи отца конечно потому что во всяком случае мне сделано формальное предложение нам обоим сделано формальное предложение сказал рамен ты как равно и я мы имеем одинаковое право на получение руки но следует определить право отца и матери на дочь да это так мы об этом спросим у знающих людей и если решение последует мою пользу а помещик будет противиться то я потребую сатисфакции конечно сказал рамен кивнув утвердительно головой я полагаю что для решения этого затруднения нам должно обратиться к какому-нибудь юриспрудент и я так думаю рауман надо обратиться к корпусному доктору романиусу чтоб он написал в дорпад к профессору прав в таком случае ты скажешь помещику что имеешь необходимость отложить решение дела на некоторое время а я тоже скажу матери так это хорошо кларен я скажу что мне нужно получить разрешение от пастора и я тоже скажу я полагаю также что нам не следует быть у помещика до получения известия без всякого сомнения кстати мы идем в караул в корпусную квартиру я полагаю медлить не должна мы можем теперь же идти к помещику и объявить наше намерение как ты думаешь рауман я согласен мы можем идти решив таким образом кларин и рамен отправились к помещику не егор дмитриевич только что вставший ото сна и сидевший угрюмо задумавшись на диване с трубкой в руках не мария дмитриевна толковавшая на крыльце с ватаманом не ждали так рано гостей пульхерица еще не вставала цыганки были на кухне и никто не успел прокричать вина вина офицер вина ах это вы проговорила с удивлением мария дмитриевна смущаясь от неожиданного прихода майора кларин и рамен ни слова не отвечая поклонились покорнейше прошу егор дмитриевич у себя в комнате спросил рамен у себя покорно прошу рамен поклонившись пошел на половину хозяина а кларин приостановился и сказал мари дмитриевне что имеет ей нечто сказать садитесь господин майор позвольте мне просить вас прервал ее кларин отложить на некоторое время решение насчет моего счастья получить руку вашей дочери для чего ж это проговорила с недоумением мария дмитриевна я обязан просить разрешение от своего пастора разрешение и долго надо ждать о нет может быть месяц ну что ж от чего же начала было мария дмитриевна но появление егора дмитриевича с раменом остановила ее с богом с богом повторял егор дмитриевич провожая рамена а и вы здесь сказал он увидя кларина сидящего на крыльце подлежины кларин поклонился ваш товарищ стало быть остается один здесь нет мы вместе едем отвечал рамен как вы едете куда спросила с удивлением мария дмитриевна нас требуют в корпусную квартиру отвечал кларин ну так с богом с богом сказал успокоясь егор дмитриевич нечего делать для службы надо отказываться и от удовольствий майор и раскланились и пошли домой ах как жаль что они едут проговорила вздохнув мария дмитриевна какой прекрасный человек этот господин майор который их двое один мой приятель а другой твой приятель сказал егор дмитриевич желая уколоть жену и уходя в свою одаю простодушная мария дмитриевна не поняла напряженного ударения на слово приятель глава восьмая кларин и рамен на другой же день отправились в корпусную квартиру корпусной доктор романиус был общий приятель каждой компании офицеров кто только знал его все были его пациенты и друзья кларин и рамен были в числе романиусу было уже лет за пятьдесят но несмотря на это в нем соединились все четыре возраста младенчество душевная пылкая юность с бунтующими чувствами твердое мужество и суровая старость градус его духа повышался и понижался как на термометре смотря по погоде он был чудак оригинал из оригиналов кроме медицины он знал все кроме сослуживцев он знал всех умен учен краснобай анекдотист бон мотист гуляка фокусник чревовещатель он говорил на всех языках как на своем родном и словом был немецкий лустик весельчак во всем смысле слова со всеми приложениями и иллюстрациями такой был люстик что слушая его необходимо было носить на животе бандаж чтобы не надорвать его со смеху бон мутист остряк несмотря на это кто не знал его коротко и не бывал с ним в приятельских компаниях у него на обедах на вечерах а видел только лета звание и наружность тот мог подумать что романиус самый сухой суровый ученый непроходимый немец способный только выслушивать историю болезни произносить и писать рецепт если случалось кому нибудь из его приятелей и знакомых быть больным то он лечил по своей собственной методе выслушав рассказ обо всех чувствуемых симптомах болезни он брал пульс и потом кликнув денщика или человека приказывал ему подавать барину как можно скорее одеваться это зачем ну-ну-ну тебя болезнь опасная отвечал он мне нельзя тебя оставить и потому беру с собой у меня сегодня диетный стол и без всякого милосердия без всяких отговорок сажал больного с собой на дрожки и вез к себе дома у него с утра до вечера была всегда толпа пациентов вокруг анелии станиславовна его жены прямилый хват бабы подли нее нельзя было чувствовать в себе какую-нибудь боль кроме приятного лихорадочного ощущения она и магнетизировала и электризовала каждого своими яркими взорами своей какой-то вечной радостью чудный трелью своего смеха своей какой-то полнотой свежестью жизни кровь тотчас приходила в движение в брожение волновалась кипела отвлекалась от всех опухолей и воспалений к сердцу и болезнь мгновенно исчезала майоры явились на совещание к романиусу в самый разгул когда он аранжировал подражание гайдоновской оратории создания мира под названием грех падения на голоса природы и животных и распределял их на всех присутствовавших пациентов готовился дирижировать дивным концертом а а браво вот еще два голоса вскричал романиус увидев ходящих майоров у нас для баса недостает двух белых медведей господа кладите шляп ну садитесь постойте внутренний голос а господин камертон природы о подал голос один молоденький офицер сидевший подле прародительницы так вы сказал романиус усадив рамена в круг извольте реветь у а вы у октавы ниже ну майоры понимали как неприлично стоять вверх головой когда все общество поднимают ноги кверх и потому они послушно без отговорок настроили свои голоса и затянули у по данной каждому ноте устроив все как следует романиус встал посреди комнаты и так господа прорепетируем закройте глаза опустите голову вперед назад или на какую-нибудь сторону и спите спокойно спите господа и он запел экспромтом спит природа солнце поднимается поднимается ну солнце вставайте долговязый офицер стал потихоньку приподниматься на ноги раскрывайте больше глаза чего вы боитесь вся природа и все животные взглянув на восход солнца не могли удержаться со смеху господа замолчите вскричал сердцем романиус и запел и пробуждается природа ну приподнимайте головы открывайте глаза сперва один потом другой ворочайте голову вправо влево войте волк бормочите индюк только что романиус хотел воздержать возобновившийся смех как вдруг вошел денщик осел вскричал он кто тебя звал пошел такого животного не было при создании мира и норал прислал дрожки сказал денщик ну нечего делать господа я сейчас ворочусь вы между тем протвердите часть целого анелия станиславовна не выпускай никого до моего возвращения если все играющие в концерте романиуса положились на слово его скоро возвратиться и решились ожидать по данному предложению анелии станиславовне не выпускать никого то ждали бы ровно трое суток потому что за ним прислали из бендер верстах в десяти от террасполя там был один из его важнейших пациентов страдавшие периодическими припадками только что начинал он чувствовать какую-то страшную тоску во всем теле какое-то расположение жить духом и сбрасывать с себя всю тяготу плоти то тотчас же посылал за романиусом и говорил ему вот того дорогой доктор романиус я намерен полечиться составь мне микстуру да подумай пожалуйста чтоб это было что-нибудь изящное для испорченного моего вкуса на этот раз было тоже хорошо лекарство должно быть непременно по вкусу больного я уже придумал микстуру на венгерском вине отвечал романиус забыв о концерте вот того мой палач у меня есть бесподобное командуйте дорогой ахметов вели подать все что нужно ахметов был свой в доме романиус скомандовал принести дюжину венгерского сотня апельсинов и серебряную чашу величиною как говорит геродот шестеро больше кратера посвященного повсанием сыном клон в рота посейдону при устье понта и приступив к составлению микстуры вожжением рома потоплением сахара погружением апельсинов и возлиянием венгерского вельтман использует описание геродота в этой местности стоит медный сосуд величиной пожалуй в шесть раз больше сосуда для смешения вина кратер который повсаний сын клон в рота велел посвятить богам и поставить у входа в понт геродот история москва 1972 год страница 208 сбросив с себя фраг и накинув на плечо салфетку побледнев от пылающего перед ним синего пламени он казалось зачерпывал огонь серебряный суповой ложкой и приподняв выливал назад брызги летели огненными языками пламень вил со змеями как в ваде данта этого еще пылающего напитка налил он в стакан и крикнул дьявол эту микстуру мы назовем адский пунш вот того романиус через сколько времени принимать через час по стакану можно и чаще по два воскликнул больной прихлебнув это прекрасно можно по два можно отвечал доктор ведь это лекарство от всех болезней спросил больной от всех отвечал доктор от душевных и не душевных и даже за душевных браво браво дорогой ахметов распорядись если кто придет то просить но до моего выздоровления не выпускать никого поставить в дверях часовых чу кто там просить дорогой романиус это твой пациент надо да отвечал романиус наливая пылающего напитка в стакан кто попал в эту камеру тот должен принимать тоже лекарство у страждущего периодическими припадками собирались ежедневно приятели и сослуживцы все знали как опасно попасть к нему во время припадка но предостеречь себя от этого было невозможно попал и уже выходу нет пощады никакой как в камере больных пей назначенный прием микстуры нет отговорки душа не принимает душа без жалобы в пятки от насилия да в дверях не пропустят не приказано и вот вся компания сидит вокруг огромного стола стаканами в руках под председательством больного хозяина романиус подлин его перед ним чаша как море совершая возлияние в стаканы как жрец он повторял нараспев из этого маленького моря без рыбы можно черпать славный напиток беседы еще тихо каждый преклоняясь на стол как будто рассуждает сам с собою или преклоняясь к соседу совещается с ним хозяин также еще как будто совещается шептом с романиусом какую тему задать на общее рассуждение но романиус как назло не дает осушать стаканов подливает в них повторяя из этого маленького моря без рыбы можно черпать славный напиток у вот того как ты думаешь дорогой романиус проговорил наконец хозяин ты полагаешь что это пустая речь да это не пит отвечал романиус подливая ему стакан как не пит не настолько сказал романиус хлебнув и брызнув сквозь зубы это не пит вскричал хозяин хлопнув стаканом позвольте в доктор разразился заикаясь ахмед почему дьявол почему ты мой дорогой расстрелял меня у фото вот и не мешайся ахмед не в свое дело генерал и я за вас отчего же не пить пить за меня вот того хорошо ахметов слышишь романиус 3 стакана пустое дело дюжина именно прибавил толстый полковник пить так пить это славнейший напиток вот того слышишь романиус они все говорят что пить слышу слышу сказал романиус теперь согласен пить так пить а пить-то в сторону к как доктор как пить в сторону понимаете господа нет не понимаем отвечала несколько голосов не сводя моргающих взоров со своих стаканов уф вот того это дело касается не до вас господа а до английского парламента сказал хозяин как до английского по по порту роман шер договорил романиус портеру позвольте в это время один из присутствовавших качал скачался на стуле и наконец свалился на пол романиус махнул рукой одна пиявка отпала сказал он сейчас и другая отпадет в самом деле некоторые из членов компании также свихнули с пахвей кто под стол кто на стул похво пахво ремень от седла в которой продевается хвост лошади в переносном смысле свихнуться с толку сладу сойти с ума хозяин над пятым стаканом также замолк как будто задумался прищурив глаза и открыв рот но вдруг очнулся уход того романиус продолжай а я еще не начинал отвечал романиус и прекрасно погоди же я сейчас приду мне хочется знать что отвечал велингтон романиус не отвечал ни слова глаза его были красные как у альбиноса но он не моргал ими но смотрел прямо против себя в окно восходящий месяц взобравшись на горизонт уставился из окна прямо на него ах это вы сказал романиус и налив инфернального напитка в стакан он приподнял его и протянул рук бери мой дорогой ну что ну что ж ты братец бери а не то я вылью на голову но и с этим словом начал лить кипяток вместо месяца на лысую голову одного из собеседников который уткнувшись носом в стол и положив руки на затылок спал крепким сном почувствовав боль ему верно причудилось что его бьют палками и он начал вопить не буду не буду помилуйте ваше благородие сделайте божескую милость помилуйте век не буду родному брату закажу у вот того что такое вскричал хозяин выходя из спальни где он прилег было чуть-чуть отдохнуть прочие собеседники также очнулись приподнялись на ноги и смотрели кругом в каком-то недоумении ничего отвечал романиус дружище романиус венгерское слишком тяжело действует на голову мне кажется надо теперь на шампанском как ты думаешь можно отвечал романиус глава девятая на четвертый день поутру романиус возвратился из бендер голова его была как разваренная от нее еще шел пар у своего подъезда он встретил майоров романиус нам нужно с вами посоветоваться сказал кларин да проговорил романиус потирая лоб мы хотим поговорить с вами прибавил и рамен да повторил романиус потеряв снова лицо и зеваем ну пойдемте господа войдя в комнату с майорами он бросил фуражку и взяв руку кларина ощупал пульс покажите язык я здоров романиус мы пришли по делу сказал кларин а ну какое же дело так мы прежде закусим покорно благодарю я не хочу не хотите ну майор хочет и я хочу эй водки и селедки подай вот что романиус начал кларин у вас в дорпоте есть знакомый доктор прав да ну нельзя ли написать к нему чтоб он разрешил наш спор кто имеет больше права располагать рукой дочери отец или мать а какой же из вас мать спросил романиус выпивая рюмку водки и закусывая селедкой я полагаю что мать продолжал кларин занятый своим предметом а рауман говорит что отец а потому нам необходимо знать как это считается по закону мы просим вас написать об этом какому-нибудь известному юриспруденту чтобы он разрешил этот вопрос да проговорил романиус но мне нужно знать в чем же дело за ответом нам не нужно далеко ходить я сам доктор прав геттингенского страсбургского парижского и лейпцигского университет хотите видеть мои дипломы и докторские шапки и мантии рауман мы можем положиться на доктора и в таком случае писать в дорпад не нужно конечно если доктору известны законы то для меня все равно так мы можем рассказать доктору в чем состоит дело рамен изъявил согласие потирая лицо и подбородок рукой отдуваясь зевая романиус выслушал историю майора сказал он потом отдув губы и нахмурив брови все обстоит благополучно беззаконного поступка нет оба вы господа славные малые а ваши невесты разделить на две равные части невозможно так ли рауман так без сомнения отвечал рамен так ли кларин конечно отвечал кларин на вашей стороне отец да она вашей мать так точно хорошо ну теперь скажите на чьей стороне дочь мне сказала мать что желание дочери согласно с ее желание мне сказал отец тоже самое сказал рамен а следовательно дочь на стороне обоих поровну романиус приложил палец колбу и закрыв глаза которые и бездумы давно уже слепались начал думать так как же по закону романиус спросил кларин после долгого ожидания решения да проговорил романиус зевнув и потеряв лицо рукой по закону я об этом и думал закона на этот случай нет но мы можем решить по статье о нанесении личных обид смотрите древний закон говорит тот кто преграждает дорогу человеку по-русски если можно хэр романиус прервал кларин французскую речь доктора а это все равно закон говорит кто преградит путь мужчине тот платит двадцать червонцев а кто преградит путь женщине тот платит девятьсот червонцев идите какая дьявольская разница из этого следует что за преграждение пути женщине гораздо строже взыскивается так ли кларин и рамен уставив глаза на романиуса сделали знак утверждения не понимая к чему ведет этот путь романиус как будто догадавшись что необходимо прояснить недоумение майоров прибавил закон не говорит какой путь он говорит вообще всех путях так ну хорошо и потому если я сделаю преграду пути желания матери я больше отвечаю нежели за отца понятно нет я не понимаю хэр романиус отвечал рамен а не понимаете ну погодите же пойдем другой дорогой если решить в пользу отца обидишь мать так ли господин кларин так отвечал кларин есть ли решить в пользу матери обидишь отца так ли майор так отвечал рамен ну но за обиду женщины закон взыскивает вдвое следовательно во всяком случае женщине отдается предпочтение хотя людовик седьмой и говорит в своей хартии испуганные множеством наших дочерей мы горячо желали бы чтобы бог даровал нам детей лучшего пола понятно рамен надул губы и пожал плечами вы понимаете почему адвокат должен решить в пользу матери и почему женщине отдается предпочтение перед мужчиной да я вам объясню ибо говорит с достоинством закон женщина не может защищаться оружием то есть женщина не может поднимать оружие на защиту себя понятно теперь до проговорил рамен нахмурившись и пройдясь несколько раз по комнате но в таком случае это уже дело решенное продолжал он кларин я оставляю свои требования ты можешь жениться ну сказал кларин протягивая к нему рук решено прибавил раманюс зевнув так приходите ко мне обедать а теперь господа я пойду отдыхать извините я не спал три ночи так мы можем идти рауман сказал кларин можем отвечал рамен кивнув головой глава десятая между тем в селе городище по отъезде майоров происходило следующее егор дмитриевич или спал или на супе сидел на диване и курил трубку или ходил заложив руки назад мрачные задумчивой женой не говорил ни слова с пульхерицы очень мало так как подобное раздумие часто с ним случалось особенно после того как рухнулись не только воздушные его замки но и все имение описанные за долги товаре дмитриевна нисколько не обращала внимание на его суровый взгляд и молчание она тарабарила по-прежнему и успела уже высказать пульхерицы желание свое чтоб она вышла замуж за майора кларина пульхерица выслушала очень спокойно страстное желание матери как будто дело касалось не до нее и сказала только я его ни за что не поцелую у него такие скверные колючие усы он один раз подошел к руке и уколол мне руку мария дмитриевна уверила пульхерица что в супружестве усы ничего не значит что бритые усы еще хуже колец да сказала пульхерица подумав он на мне женится а вы не дадите мне слова с ним сказать это скучно вот какие глупости ты говоришь это от того что он как солидный человек оказывает внимание старшим да вы всегда будете старшие сказала пульхерица надув губки а он все и будет сидеть с вами да разговаривать я уж это знаю он такой чудак он я думаю и танцевать не умеет вот уж какие глупости ты говоришь прошло около двух недель егор дмитриевич как будто надумавшись позвал однажды после обеда пульхерицу почесать ему в голове покуда заснет фру мушица сказал он ей как тебе нравится мой приятен майор ну хороший человек отвечала лениво пульхериц вот видишь я тебе скажу он прекраснейший человек разумный человек не то что товарищ его пустой человек тебе уж пора замуж выходить я думал отдать тебя за мсье кондратьева ах избави бог скверный какой ну 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 ты глупая не понимаешь хороших людей а я вот что тебе скажу только ты не говори матери я отдам тебя замуж за господина майора думная дзеуля проговорила пульхерица жалобно да мне необходимо русского зятя по моим делам когда отберут имение то будет поздно выходить замуж сараку демини бедная произнесла пульхерица обычное молдаванское восклицание то ты есть что будешь бедная если не выйдешь замуж теперь как только он приедет и с богом объявив свое намерение дочери егор дмитриевич замолк и вскоре задремал пульхерица продолжала задумавшись почесывать ему голову мысли ее опять начались с отвращения к стоячему сам дум не дум не повторяла она про себя я лучше ежа поцелую в это самое время вода и д у а спицы в гостиной происходила другая сцена там мария дмитриевна разгоревшись от радости сидела с кларином возвращение которого она не ожидала так скоро как обрадуется пульхерица повторяла она ах как она грустила что вы уехали не простившись с нею ну что же делать отвечал кларин необходимость как мы все скучали без вас ей богу каждый день вспоминали мне все дни такие казались долгие кларин почел обязанностью поцеловать руку марии дмитриевне за такое внимание только что он преклонился как вдруг дверь отворилась и егор дмитриевич пораженные неожиданностью видеть кларина и тем более столь пламенно целующего руку жены остановился на пороге как в раме живой картины проговорил он дрожащим голосом мое почтение как это хорошо кларин бросился к нему и протянул рук нет уж позвольте сказал егор дмитриевич мы поговорим сперва пожалуйте ко мне и он повел кларина на свою половину покорно прошу садитесь покорно прошу я вам вот что скажу мне понятно и известно все кларин поклонился я имею желание начал он что вы изволите говорить прервал его его дмитриевич расхаживая по комнате в раздраженном состоянии духа и похлопывая по пучами желание иметь это очень хорошо это хорошее дело покорно вас благодарю кларин снова поклонился и намерен был изъявить свою благодарность и словесно но не успел а я вот что вам скажу продолжал егор дмитриевич остановясь против него и уставив глаза это государь мой пустяки этого я не дозволю это государь мой как пустяки прервал вспыхнув кларин мне сама ваша супруга объявила желание жена моя объявила желание это очень хорошо это очень хорошо жена моя сама да с вы смеетесь вы оскорбляете меня я требую сатисфакции кларин встал в соответственное положение форменную позицию когда рыцари бросают перчатку и указывают на нее противнику пальцем глаза его выкатились от гнева губы гордо отдулись вся наружность ощетинилась раздраженный егор дмитриевич вздрогнул но не оробел у него у самого глаза налились кровью и он ходил по комнате как корабль его антаря раскинулась на стороны как паруса сатисфакции и проговорил он нет нет уж после этого я вам скажу вы можете взять и идти с ней куда вам угодно куда угодно как спротив воли отца никогда я не отец я не отец повторял егор дмитриевич не помня себя стало быть меня обманули я шутить над собой не позволю вы должны или изъявить согласие или дать сатисфакцию покорно благодарю сказал побледнев егор дмитриевич торопливо выходя из своей комнаты через сени на половину жены майор выступление шел за ним иоанна это раки закричал егор дмитриевич что такое че есть че есть крикнул в испуге мария дмитриевна пульхереца бросилась от страха за красное сукно аша бун таре фрумос очень хорошо вот вот она вам извольте взять ее господин майор восклицал егор дмитриевич указывая на жену нет вы должны отвечать за вашу жену крикнул кларин наступая на него дом на дом на что это такое господин майор завопила мария дмитриевна удерживая майор ваш муж мне делает дерзостис вы изъявили желание отдать мне руку вашей дочери а муж ваш то такое прервал егор дмитриевич едва переводят дух от волнения позвольте в чем дело руки моей дочери позвольте позвольте отдохнуть и егор дмитриевич сел на диване утирая платком разгоревшиеся лицо как это можно делать такие неприятности проговорила мария дмитриевна по-молдавански к мужу человек имеет намерение жениться на пульхерицы позвольте повторил егор дмитриевич жениться господин майор требует руки моей дочери но я прав не понял я прошу вас извинения господин майор извинения что погорячился вот видите ли я вам скажу вам садитесь пожалуйста садитесь сделайте одолжение садитесь господин майор прибавила ласковые мария дмитриевна позвольте сказать вам что касается до руки дочери моей то я вам доложу что я не виноват а виновата жена моя я не знал что вы имеете намерение жениться и дал слово вашему товарищу знаю соотвечал кларин это мне известно он не может принять вашего предложения вот письмо от него как не может егор дмитриевич развернул торопливо письмо сперва лицо его нахмурилась но вдруг просветлела скажите пожалуйста так вот какой случай господин майор не сердитесь же на меня правы я не виноват вы мне всегда нравились и я очень рад мой иоанна ада чубуча ши аппа ши дульчатс прибавила мария дмитриевна сев на другом конце дивана ей грустно было что муж ее овладел майором и ей приходилось только слушать я вот что вам скажу господин майор начал егор дмитриевич взяв трубку и воду бывают разные случаи хотя бы например и этот все это происходит от недоумения человек разгорячаются и сам себя не помнит извольте выкушать и выводы это хорошо а потом мы поговорим после долгой речи в которой егор дмитриевич исчислил деревни которые он дает за пульхерицей описал их местоположение рассказал предание о чудной келье о молодом человеке называемом беллеру фоном и словом обо всем что стоил бы напечатать в газетах дело было решено но пульхерицу на силу вызвали из-за красного сукна так испугалась она ощетинившегося майора я бы посоветовал вам взять отставку сказал в заключении егор дмитриевич а я взял отпуск на четыре месяца сказал кларин но вместе с прошением о женитьбе я подам и в отставку оно право лучше быть хозяином прибавил егор дмитриевич от жена с дочерью поедут в кишинев готовить все к свадьбе а я вам покажу мое хозяйство глава одиннадцатая как сказано так и сделано егор дмитриевич остался с будущим зятем в деревне а мария дмитриевна с пульхерицей отправилась в кишинев в это время в кишиневе в числе многих кукон вдов и разошедшихся с мужьями была мадам они качуло красота ее ограничивалась орлином носом для ее портрета не нужны были никакие краски кроме сепии и тушь состояние ее заключалось в доме на болотистом берегу быка и его да и состоящие из нескольких землянок но и этим владела она за отсутствием брата который служил в гусарах отличительная черта несходства их между собою состояла только в том что она была они к с небольшими усами а он костаки с огромными усищами нежданно-негаданно вдруг он приехал в отпуск по наружности он был истинно черный гусар так как нежность была не в их природе и не шла обоим к лицу то они ка не дав еще ему переступить через порог вместо здравствуй сказала костаки для какого черта ты сюда приехал это у тебя новенькая спросил он вместо ответа расстегивая портупею сабли надетый сверх шинели и смотря на молоденькую цыганку которая стояла у дверей в исподнице обтянутый по поясу ширинкой шерстяного рядна вместо юбки костаки приехал поправить свои плохие дела он по обычаю или лучше сказать по молдавански дупо обычулуй приписал себя в родню господарю и проиграл на мелок большую часть доходов с молдавии так как ему долго не высылали их отыграться не удалось то он и расчел что следует сперва подать в отпуск уехать из полка а потом подать в отставку так он и сделал сестра его мадам аника баба лапчатый зверь сама взялась устроить его судьбу знаю что каждый мужчина никуда не годящийся всегда еще годится в женихи и так называемые мужья приказав запрячь тощих жеребцов в коляску она поскакала рыскать лисой по городу и искать мокрой курицы проезжая мимо дома дольничана она заметила в окошке пульхерицу ахнула и прям на двор мари дмитриевны не было дома и потому мадам аники удобно было обвиться змеей около девушки расчувствовать ее своей любовью лаской участием и выпытать все что у ней на сердце когда пульхерица надувший губки рассказала ей причину приезда в кишинев и что ее выдают замуж за усатого сердитого буку майора которого она ни за что целовать не будет аника залилась такими горькими слезами что у простодушной девушки затрепетало сердце тебя уморить хотят такую красоту уморить хотят проговорила аника и как убитая горем повесила голову закрыла лицо платком и ни слова как будто не о чем уже больше и говорить все кончено приговор сделан остается подготовиться к смерти пульхерица побледнела воображение ее родилось что-то страшное предвещающее беду прощай пульхерица сердце мое произнесла аника после долгого молчания утирая глаза куда вы куда проговорила пульхерица схватив ее за руки погодите чем же я тебе теперь помогу сказала аника бросив на нее горестный взор и вдруг прижав ее к сердцу погодите повторила пульхерица слезы брызнули у нее из глаз сердце мое я приеду к тебе завтра меня ждет с нетерпением брат ах как я обрадовалась ему какой молодец гусар скажи пожалуйста ты выезжала когда-нибудь в эти дни вчера мы в саду были ну так верно он там тебя видел и уж успел влюбиться ах какие вы проговорила пульхерица сквозь слезы с веселой улыбкой ты заметила его там я видела одного гусарского офицера но я не знала что это он это должен быть он непременно он я в этом уверена не понимаю от кого он узнал твое имя верно у кого-нибудь спросил приехал домой в таком восторге от тебя как сумасшедший если б кукон и ордаки был здесь я бы непременно привезла его познакомить да теперь уж поздно прощай сердце мое пульхерица простилась с аникой просила приехать непременно на другой день отерла слезки глубоко вздохнула и задумалась о гусаре которого встретила в стала припоминать прекрасную его наружность в тот же день в сумерке разъездился перед окнами дома и вскок и рысью черный гусар пульхерица как нарочно сидела подле открытого окна склоняясь на руку и задумавшись о своей горькой участи вдруг топот коня красный кивер с султаном красный ментик голубой доломан и два пожирающих глаза доломан гусарский мундир расшитый шнурами на который накидывался ментик короткая куртка опушенная мехом пульхерица вспыхнула обомлела опустила глаза напрасно конь топочет под окном она не смеет взглянуть прямо но у девушки есть боковой взор на другой день аника явилась сердитая представь себе сердце мое пульхерица сказала она представь себе эти гусары придерзкие люди уж если влюбился так хоть на нож полезет кастаки хоть и брат мне но я рассердилась на него вдруг вздумал требовать чтобы я его сватала на тебе опоздал фрата сказала я ему и слышать не хочет а говорит убью ее жениха каков каков он проговорила пульхерица покраснев я на беду проговорилась сказала что ты выходишь пожелание отца и матери как вскричал он не по своему желанию и поклялся что майор должен с ним драться безумный совершенно безумный покуда говорит меня не убьют никто не женится на ней представь себе так меня рассердил что ужас каков он повторила пульхерица качая головой но уж я зато его озадачила за тебя пойдут ли сказала я ему видишь какой молодец великая вещь гусар не правда ли что это глуп пульхерица не успела еще отвечать на такой затруднительный вопрос как аника спросила ее а где же куканица мариола а маменька поехала во французский магазин к дюпону бедная пульхерица поди ко мне приляг на грудь мою хитрой аники немного стоило труда напугать простодушную пульхерицу влюбить наобум в своего брата на следующий день она приехала объятые ужасом пораженные отчаянием и сказала пульхерица что костаки сходит с ума хочет убить себя перед ее окном и залилась горькими слезами первый раз сердце пульхерицы заточила кровью до сих пор она была как железняк бесчувственно ко всем вздохом и нежным страстным выражением любви стрелы отскакивали от него надо было непременно пробить это сердце какой-нибудь пулей аника отлила пулю не хуже волшебного стрелка в одно прекрасное утро мария дмитриевна проснулась с чувством довольствия что все заботы и хлопоты о приготовлении приданого кончены и верно увенчаются общими похвалами ее вкусу это утро она назначила для показа приданого всем своим знакомым и пригласила их накануне она хотела неожиданно удивить и пульхерицу которая не вмешивалась в распоряжение матери и не знала что для нее делают к свадьбе пульхерица спала обыкновенно до полудня могла бы и дольше спать но ее будили на этот раз мария дмитриевна не велела ее будить покуда все не будет готова и занялась в зале устройством выставки всего приданого развесила по креслам и стульям платья капоты к цовейки шали платки и чепочки наколки пелеринки шумизетки воротнички разложила по столам белье башмаки перчатки фермуары серьги браслеты булавки разные разности и всякую всячину необходимую для туалета невесты и молодой налюбовалась всем сама насмотрелась на все со всех сторон наслушалась аханье от своих служиторов и наконец готова уже была послать будить пульхерицу как вдруг приехали знакомые куканы и куканицы посмотрите посмотрите повторяла она всем и каждый показывая вещь как вам нравится хорошо ли не правда ли что хорошо как обрадуется и удивиться пульхерица ах как обрадуется она многого еще не видала она еще спит надо ее разбудить разбудите пульхерицу но психица пульхерица уже далеко часах в пяти езды от кишинева вода и куканы они давно уже она проснулась лежит в постельке дрожит слезы рекой с ней сбылась пародия на душеньку и амура имеется в виду стихотворная повесть душенька богдановича 1743-1803 покуда душенька не видела своего таинственного супруга она думала что он какой-нибудь чудовище но когда увидела пред ней открылся бог амур прекрасен белый белокур хорош пригож к любви способен и словом роскошь бесподобен с пульхерица и случилось напротив когда пульхерица очнувшись взглянула на своего молодого супруга она вздрогнула от ужаса спряталась под одеяло и залилась горькими слезами чудовище встала надела халат закурила трубку и начала прохаживать спахать в двери заглянуло другое чудовище в женском наряде что можно войти спросила она по-молдаванский чудовище в халате кивнула головой глава 12 покуда мария дмитриевна с дочерью была в кишиневе егор дмитриевич припроводил время в деревне своим будущим зятем рассказывал ему тьму вещей которые стоит быть напечатаны в газетах учил его играть в шахматы и в трик-трак он играл чудно в трик-трак шашки так и перелетали так и гоняли друг друга из стойла в стойла как кони спустя недели две после отъезда марии дмитриевны расположились они после обеда на диване шахматной доской егор дмитриевич учил будущего взять подгибать под себя ноги но длинные ноги кларина не годились для подобного употребления и киевы какие извольте смотреть сказал егор дмитриевич и начал было снова показывать естественную посадку вдруг раздались голоса цыганок куконица вины куконица вины проговорил егор дмитриевич не трогаясь мест пора кларин почел неучтивом оставить игру и идти навстречу и игра преспокойно продолжалась покуда не послышался в сенях резкий голос марии дмитриевны здесь пульхерица пульхерица приехала здесь пульхерица и вслед за этим раздалось пронзительное восклицание которое поразило флегматичных игроков они вытянули лица кукона умереть вскричала бледная цыганка распахнув двери дом не дом не чей есть проговорил с ужасом егор дмитриевич вставая с дивана служитеры и цыганки несли на руках марию дмитриевну ее положили на диван старая матуша начала ее оттирать уксусом все кругом молчало егор дмитриевич и в голову не приходит иного горя кроме припадка случившегося с женой не понимаю что с ней такое сделалось говорит он майору который в ответ пожал плечами и не тревожился о невесте как о вещи ему уже принадлежащие которые в свое время будет на своем месте мария дмитриевна начала приходить в себя а чувствовавшись она обвела кругом взорами и ордаки где пульхерица вскрикнула она вдруг увидя подле себя мужа пульхерица спросил егор дмитриевич обратясь назад с вопросительным взором настоящих в мрачном молчании служитеров где пульхерица ножки не знаем произнесли все тихо пожав плечами я говорю где пульхерица крикнул егор дмитриевич безмолвный ответ повторился пульхерица спрашиваю я гневно вскрикнул снова егор дмитриевич бросить к стоявшие неподвижно цыганки ну ж ты кукона одна приехала вскрикнула она присев на месте и сжавшись от испуга побоев что это такое где пульхерица проговорил егор дмитриевич обратясь к жене но марья дмитриевна снова лежала уже без памяти схватясь за голову егор дмитриевич заходил по комнате служитеры скрылись за дверь майор стоял в безмолвном недоумении уставив глаза в потолок приподняв губы и крутя усы прошел день проходит другой егор дмитриевич напрасно допрашивал жену она заливалась слезами и молчал люди отвечали ему пожимая плечами ну ж ты боярь куканица вдруг пропала да пропала и бог ее знает куда майор ходил по своей комнате из угла в угол молча также пожимая плечами как будто в ожидании чем решится этот странный случай из какой-то решимостью потребовать сатисфакции за нанесенную обиду господин майор пропала моя дочь сказал наконец егор дмитриевич войдя к нему и заливаясь слезами проговорил кларин я этого не понимаю кто ж понимает спросил егор дмитриевич я послал повсюду людей но я вот что скажу вам старинные времена не только что наш брат простой человек но и королевич и сами отправлялись искать своих невест когда они по какому-нибудь случаю пропадали или когда похищали их чарудей нет спокорно благодарю скричал майор я должен был требовать сатисфакции но с бабами с я почитаю за стыд драться с с этими словами приказал своему денщику ивана укладывать и запрягать лошадей он взял фуражку кивнул презрительно головой и вышел через несколько лет на квартире в метаве снова кларин и рамен лежали в том же положении как мы описывали в начале нашей повести вермаль роман сказал кларин после обычного молчания и задумчивость ну повторил рамен лениво я намерен жениться как ты думаешь а рамен вместо ответа побледнел и задрожал он предчувствовал что они сошлись опять на одной невесте но это уже другая история и 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 Продолжение следует...